Привет-привет-привет, мой дорогой слушатель Костя Суханов и микрофона. Это значит, что вот-вот мы перейдем к интереснейшей книге. Ну, о ней я сейчас расскажу. Первое, что хотел сказать, друзья, огромное спасибо тем, кто меня поддерживает. Я принципиально не буду называть поименно, ну, во-первых, пока это не так много людей, ну и вообще выделять никого не хочется, потому что каждый помогает в меру своей возможности. Все эти денежки я откладываю в кубышку. Кубышка пока не толстая, но рано или поздно она растолстеет, и мы сможем улучшить оборудование, и вы сможете слушать книги в лучшем качестве. А вот теперь о книге. Книга новой для меня писательницы, и я обалдел, друзья. Я скептически отношусь к женскому творчеству зачастую, честно признаюсь, но тут я просто обалдел. Меня зацепило, я сел и записал от и до эту классную книгу. Ничего не буду рассказывать. Интересно, клянусь, интересно. Поехали. А, нет, еще секундочку. Конечно же, огромное спасибо всем, кто ставит лайки, да и дизлайки, тем, кто критикует меня, критикует конструктивно. Друзья, спасибо огромное за активность, за подписки. Я, честное слово, буду радовать вас книгами. Прямо в двух словах, для тех, кто не в курсе, я книги стал записывать от того, что с матушкой сижу, и от нее, кстати, тоже за слова поддержки огромное спасибо. Матушка у меня инвалид, она, к сожалению, лежачая, а я вот здесь. Зато я у микрофона, я с вами все-все-все-все-все, больше не отвлекаю классной-классной-классной книги. Поехали! Гайне Абаджан. Сделанный в Америке волшебный принц. Повесть. Я много слышал о подлости американских адвокатов, о которых утверждают, что они самые вредоносные и кровососущие на просторах страны. Но мне довелось наблюдать эту картину воочию, как и общую картину нравов этой страны. Первое. Подожди немного. Найдется кто-то получше, кто-то нормальный. Ты ведь такая красивая. Ты ничего не понимаешь в мужчинах. Может быть, ты просто мне завидуешь? Услышав, что я еще и завидую, я с этой минуты стала полностью придерживаться точки зрения Тали, приняв как факт, что он замечательный выбор, ее принц, спаситель, и ей очень повезло. Тем более, что и он был совершенно убежден, что он и принц, и спаситель. Мы только уехали из Луганска. Мы – это я, старая толстая тетка, и мои спутники. Талия и ее двое детей. Ваня 9 лет, и Котя 2,5 лет малыш с родовой травмой, инсультом, полученным им во время процедуры ускоренных родов, которую врачи устроили Талия, совершенно ее заранее не предупредив. И вот, в конце апреля 2014 года в Луганске стало происходить что-то странное. Толпы непонятных людей, явно не из нашего города, стали захватывать здания судов, прокуратур, мэрии. Потом погромленные здания освободили, но через неделю все повторилось. На фоне этих картин, мешки, шины по центру города, еще и разъезжал грузовичок, оборудованный афишами, и из него вещало. «Цирк! Приходите все в цирк! Новая программа!» Талия на этот момент уже несколько месяцев тесно общалась с новым ухажером, которого ей нашло брачное агентство. На этот раз им оказался профессор, преподаватель учета из университета Бэбкен, одного из многочисленных бостонских частных университетов. Ее попытки найти свое счастье уже столько раз натыкались на патологии заезжих женихов, что можно было бы попросту составить справочник вариантов неудач. Впрочем, и с украинскими женихами обстояло примерно так же. Но что мы можем судить? Например, я, два раза разведенная женщина, без детей, которая давно забросила всякие мысли о какой-то взаимной любви, разве я не могу тоже составить свой справочник вариантов дурных надежд? Но я, по крайней мере, не миниатюрная, гибкая, славянская красавица, а достаточно негабаритная и со странной косолапой походкой женщина, не умевшая еще в школе сделать мостик, ну или там, перепрыгнуть через козла. А теперь еще и с бесплодием. А тут вроде все при ней, но на выходе только боль. Короче, этот принц-профессор аккаунта уже больше трех лет лазил по Украине в поисках совершенной невесты. Кроме того, он в Питере был директором совместных программ своего университета с питерским вузом. И у меня вопрос, почему он именно не в российском брачном агентстве, а в украинском искал свое счастье? Я даже поинтересовался этим и получил ответ, что в российском у него что-то не получалось. На это я вспомнил, как когда-то слышала, девушке должно быть слишком плохо, чтобы она согласилась на такое. Если он до сих пор один, то значит у нас в стране не все так плохо. Но у нас в стране, особенно в Луганске в апреле 14-го, а особенно в семье Утали, было именно так, что плохо. Война и Костин инсульт, так что профессор и каунтер оказался явным принцем-избавителем. Я от всего сердца желаю всем людям на земле личного счастья, здоровья, благополучия. И это мое пожелание в первую очередь распространялось в апреле 2014-го на моих больную и полулежащую 80-летнюю мать, моего единственного крестника Костю, его братика и их маму. Вернемся к Таллинному, новоприобретенному профессору. Она с ним встречалась в марте 2014-го в Харькове и сразу ему понравилась. До этого он полгода с ней переписывался через агентство. Надо сказать, что именно ее фотки были у агентства в топе, то есть без преувеличения самые облайканные. И то, что Билл, так его звали, стал писать именно ей, а не какой-нибудь другой, ну, менее заметной девушке, говорит само за себя. Комплексом неполноценности он не страдал. Писал он ей очень много, то есть далеко не раз в день буквально ввел репортаж о себе любимом. Рассказывал, что вот именно такая ему как раз и подходит. А самое главное, что он ей написал... Вот у каждого есть свои знаковые слова. Кому-то сразу клюет на люкс, кто-то вкусно, а у Талли тоже были такие слова. Например, если пойти с ней выбирать миксер, и на одном из них будет написано «Европейская сборка», то уже можно не суетиться. Ее выбор от этой надписи не подвинется. Так вот, и в многочисленных письмах профессора были захвачены Таллины слова. «Ты будешь заниматься, чем захочешь. Я тебе все и во всем помогу». Талли хотела быть детским психологом. Она вообще была повернута на вопросах счастливого детства. Ее личное детство сопровождалось травмами и унижением. По бою она не вспоминала, а вот обзывательство типа «Ты никому не нужна, уже старая, лет 18». Что-то по поводу внешности. В общем, насобиралось так, что ей на детскую психотравму хватило. Еще и на фоне рассказов матери, как она залетела. А Коля, Таллин папа, как узнал, так и сбежал, но через несколько месяцев все же вернулся. И что про «хотели мальчика». То есть весь спектр. И сначала не хотели, потом хотели мальчика, а потом «кому ты, уродина, нужна?» Так Талли с ранней юности испеклась. Теперь решила посвятить себя борьбе за светлое счастливое детство, работать в фондах, искать и спасать, разъяснять и выручать. В Луганске она в таком фонде работала до Костиного рождения. Ездила по интернатам, участвовала в групповых тренингах. В последних числах марта 2014-го, Таллин наконец, после шести месяцев писем без фотографий, встретилась со своим воздыхателем. В харьковском ресторанчике в сопровождении переводчика из брачного агентства состоялось ее очное знакомство. Второе. «Мне очень хотелось помочь своему любимому крестнику, которому я сама и имя выбирала, малышу Котину, но обрести какое-то счастье. Что же ты такой невезучий?» Тихо плакал я над ним. «Что же с тобой будет?» Котя зачем-то же родился. Был же какой-то смысл в его рождении. Фактически он родился от волшебства. Котина мама, Таллия, пребывая в сильной депрессии после неудачной личной жизни, сдала в 2009 году свою харьковскую квартиру в аренду, сняла комнату в Луганске и пошла работать в фонд помощи детям. На эту арендную плату в 500 долларов и небольшую зарплату она с сыном Ваней и жила, пока заканчивала свое заочное образование и пыталась выкарабкаться из депрессии. В своем фонде она с коллегами ездила с тренингами по городам области. Суть этих тренингов была обучающая демонстрационная, чтобы тамошние преподаватели дальше уже сами занимались с детьми по разработанным фондом программам. Но если что-то делается на Украине, то никогда просто так не делается. Руководству надо обязательно нагреть. Все равно кого. Поэтому ездили сотрудники по всем этим дальним деревням вовсе не на служебном автомобиле, а на рейсовых пригородных автобусах, в лютую стужу, подгадывая расписание шарабанов, чтобы суметь успеть в тот же день как-то вернуться домой. И еще с обязательной пачкой левых командировок на тех, кто якобы тоже участвовал. Надо же и в нищей организации что-то украсть у сирот. Достаточно быстро в этих командировках Таля простудила почки, а их лечить значительно дороже, чем платить зарплату социальным педагогам в бюджетном фонде. Вообще, Таля не сильно везло на работе. Однажды там коллективно собрались распить подаренное вино, но не могли открыть бутылку. И именно Таля сказали, держи, а сами пошли за отверткой молотком проталкивать. И пока Таля держала, ей отверткой по пальцу и въехали. Пришлось срочно лететь в трампункт, зашивать рану. Производственный эту Талину неприятность ясно, что не объявляли. Но вот что интересно, после перевязок по утрам она немного опаздывала на работу. И это очень возмущало женщину, которая сказала Талин, держи, пышущую, энергичным желанием сделать карьеру молодой директрису фонда, счастливую обладательницу патчек левых командировок и служебного автомобиля, который возил исключительно ее. Тренинги сочинять тоже было несколько напряжно, как напряжно бывает делать любое пойди туда, не знаю куда. Руководители точно не знали, как оно должно выглядеть, поэтому сотрудники писали, начальство зачеркило и переделывало. Потом зачеркило уже следующее начальство, даже в маленьком фонде имелась своя многоступенчатость. Психолог, начальник отдела, заместитель директора, директриса. И пока девочки меж собой разбирались, то и нервы трепались, и самооценка страдала от комментариев, и сдержки чисто женского коллектива. Таллина депрессия от перемены города не отпускала. Дома она часто вспоминала, что ей говорила мама, до чего довел ее муж своими необычайными похождениями и странными гостями. Скорее, чтобы оторваться от всех этих людей, она избежала из Харькова. Сделать шаг в сторону и посмотреть. Ты же едешь жить в город, несопоставимый по возможностям с Харьковом. Там же остаются твои родственники и друзья, удивлялась я. Нет у меня там никого. Моя мама с рождения Вани ни разу у меня даже не переночевала, и оставить его у них нельзя. Сказали, что если я к ним его водить буду, то жалобу на меня напишут и в интернат его сдадут. Ну как же можно? Тебе же личную жизнь как-то устраивать нужно. Мне мама еще в детстве сказала, что я проституткой вырасту. Но вот, когда ребенка ждали, то все радовались и рассказывали, как внучка ждут. А потом, что не буду сидеть, не заставишь. А дедушка? Дедушка бабушку боится. Если чем-то и поможет, то просит матери не говорить. Однажды малыша к нему отвела и не успела забрать, как ему на работу надо было во вторую смену. И мать начала звонить, что отведет ребенка на вокзал цыганам, если немедленно не заберу. Прихожу, а он одетый в прихожей сидит. Пока близко не столкнешься с чужой семьей, то понятия не имеешь, как она за их дверями бушует. Так что, Таля зарылась в свою депрессию и непонятно было, как ей из нее выбираться. Вот мы, нестрадающие настоящей депрессией люди, понятия не имеем, как она реально выглядит. Что это длится годами и десятилетиями до полного истощения. Но как мы веруем в Бога, так Аля веровала в психологию. В Харькове у нее была своя куратор-психолог, она ей что-то рассказывала, даже однажды водила в церковь. И Таля становилась легче. Она могла расслабиться, выплакаться. И поэтому Таля, несмотря на свое ограниченное материальное положение, пойти в Луганский тоже к психологу решила. В своем фонде она расспросила подруг, какие здесь лучшие специалисты. Ей назвали несколько имен, и Таля отправилась за помощью. А попутно стало на учет в брачное агентство. То есть действовала по самым современным правилам. Третье. Лично я в психологов не верю. Абсолютно. И в изучение раскапывания психотравм тоже. Это как сранки, все время запекшиеся сгустки сдирать. Я считаю, что наплевать отойти и забыть. Единственное, что можно здорово придумать. Простой базар с подругами под водку лучшее зарубцовывающее средство. Как и поход в церковь с пачкой свечек. Вот сколько придумаешь, сколько упомнишь в деталях, столько и расставь свечек. А потом выйди морозным утром из ворот Божьего храма и дыши этим воздухом. Можно еще к гадалке пойти, но это уже перебор. Хоть некоторые мои подруги ходят к гадалкам как к подругам. Выбирают одну и ходят к ней в системе. Например, одна подруга моей подруги, главный бухгалтер шахты, ходит к гадалке как на планерку. Та с годами уже полностью в курсе их финансовой деятельности, знает на перечет всех мастеров и бригадиров все сплетни. Приходит это главбук к гадалке, перетрет все в деталях, добавит ей текущей информации, отряхнется и на работу. Дальше маневры выстраивать. Это, конечно, любопытный случай, но мы точно не знаем, насколько он частый. О таком могут рассказать только сами гадалки, а они ведь не скажут. К нам-то эта информация просочилась через симбиоз гадалки и пьянок с подругами. Итак, вооружившись списком главных луганских целителей душ, Таля отправилась в поход за жизнью без депрессии. Первый профессионал, переквалифицировавшийся в психолога военный отставник провел с ней несколько сеансов и объявил, что она уже здорова. Это редкой честности человек. По крайней мере, он не стал ее бесконечно доить. Может, ее рыдания и избивчивые рассказы действовали сильно напрягающе. В эти же дни и у него тоже шла собственная великая битва за личное счастье. Луганск город маленький, и если все московские сплетни знают мир, то что там того Луганска. Наш психолог за номером один в это время переживал битву с другим, тоже очень хорошим, физически крепким психологом, своей женой, которая посла его, дико ревновала, и их домашние битвы заслуживали экранизации уровня семейка Роуз. То есть такая мелочь, как выпавший из окна телевизор, да, реально присутствовал, так что психолог номер один плотно сосредоточился на детях младшей школьной группы и разведенный рыдающим женщинам не стремился помогать в избежании, так сказать, травм отпадающего серванта с выпадающими из него вазами. Близкая Таллина подруга, с которой она вместе работала в фонде, посоветовала ей другого, тоже номер один психолога, рассказала, какой он весь масштабный, самый продвинутый в городе, и даже помимо работы преподавателем он ведет частые курсы психоанализа, на которых она лично занималась в бытность студенткой, а однажды он организовал совместный выезд ребят пожить в лагере на пустынном берегу Азова, короче, прогрессист и основоположник. Италия отправилась записываться к нему на такие же курсы. Подруга в то время имела на нее огромное влияние. Учеба на годичных курсах психоанализа у луганского доморощенного светилы началась в сентябре 2009-го. Широко разрекламированную им группу набралось аж 4 человека желающих. Муж, жена, продавцы автозапчастей, похожие на персонажа из Бесы Достоевского Студент и хрупкая, миниатюрная, очень депрессивная Таля. Я выразила некоторые сомнения по поводу этих занятий, раз в группу набралось так мало людей и абсолютно без оглядки на их квалификацию. Ведь указывалось, что по итогам учебы будет выдан сертификат и присвоена квалификация психоаналитик. Но с другой стороны, хоть чем-то она должна занимать себя, чтобы выйти из бесконечного перебывания обид. Я не вникала в Таллину учебу. Она взрослый человек, а я уж точно не специалист в области психологии. Я могу посидеть с Ваней, попутно отвезти его в садик, накормить борщом. С Ваней мне становилось светлее. А то вдвоем с больной, почти лежачей матерью, было сильно пусто, мрачно. А с Ваней сразу мультики, игрушки, книжки, мячики. Короче, я погрузилась в совершенно новое и приятное занятие возню с ребенком, а Талли в свой психоанализ под руководством модного луганского педагога номер один дубль два, канающего под гуру. Попутно весной Талли предстояло защищать бакалавра в нормальном институте на заочном отделении. Что напреподавал этот гуру, я не знаю, но все лекции Талли писала на диктофон и слушала их еще и дома. В группе скоро осталось только трое, молодой нигилист сначала засыпал гуру вопросами и возражениями, а потом и вовсе прекратил посещать занятия. А Талли все слушала и слушала. Кстати, эти лекции остались переписаны с диктофона на диске, так что ничего не утрачено и можно послушать, но у меня нет такого желания, а еще не всего и Чайковского и Мацеха переслушала. В апрель я уехала в Крым работать с главным бухгалтером санатория и прихватила Ваню. А Талли осталось оканчивать свои курсы. Плюс ей летом предстояло поступать в магистратуру, но место сотрудникам в пансионат мы тоже припасли. Вести физкультуру и все такое. Как раз после экзаменов в магистратуру и пансионат наполнился под завязку. Крыму разгар сезона это июль середина сентября. Тревожный звонок раздался в июне, когда приятным поздним вечером мы с подругой сидели на балконе, пили пиво под семечки и смотрели на доллары, а ребенок давно мирно спал, набегавшись по пансионному парку. Я ненавижу поздние звонки. Я вообще ненавижу звонки. С тех пор, как мой первый муж в период разрыва пьяный целый год звонил мне до трех ночи каждые полчаса, а то и чаще, так как я на звонки вздрагиваю или вовсе держу телефон выключенным, а потом перезваниваю. Так вот, позвонила Таля и сказала голосом, по которому я сразу почувствовала будущий текст. Я напилась таблеток. Вот что мне за 800 километров делать? Я сказала, что просто открыла входную дверь. Все. Мы с подругой начали пытаться дозвониться на скорую, но по межгороду на скорую дозвониться почти невозможно. Четвертое. В полночь удалось разбудить в Луганске двух знакомых врачей, чтобы срочно ехали на адрес, а моя подруга каким-то боковым чудом через городские номера все же дозвонилась до скорой, устроила им скандал, какие еще принимаем только через 103, и все прибыли на место примерно одновременно. Причем на скорую уже звонили луганские знакомые тоже, а им отвечали, что блин, ну поехали уже, поехали. Талю откачали, и на следующий день за ней в больницу приехала одна из самых близких подруг, которая забрала ее к себе и несколько дней откармливала. В больной отметился прекрасный аппетит, что заставляло смотреть с надеждой на перспективы появления и любви к жизни. Но надо отдать должное факту, что подруга работала администратором лучшего в городе по питанию ресторана, там и мертвый стал бы покушать. Еще один приятель купил Талле билет на ближайший день в Крым, но она благополучно проспала на поезд. Я обнаружил это, когда позвонил узнать, как она устроилась в вагоне. Это было жестко, потому что за день до этого мне долго рассказывали, как еле достали этот билет. Что я сказал своему другу повторно, не помню. Но он и повторно купил ей билет на следующий через несколько часов поезд. На этот раз ей удалось все же посадить вагон, и Талле к нам приехала. Сколько моих знакомых участвовало в этой спасательной акции, я и не помню. Я была так рада, что все живы и не очень углублялся в детали произошедшего. Фраза «На меня что-то накатило» показалась недостаточной, хрен знает, что на нее нашло, но отсыпалась и отъедалась она добрую неделю, после чего я властно ее отправила заниматься документами в магистратуру. Нашло, отпустило. Ну, а что дальше-то делать? Пропускать год? В стране реформы образования. И на следующий год надо будет учиться уже не год, а два. еще это платно. Зачем? Короче, Талия была в Харьков сдавать документы и вступительные экзамены в магистратуру на дневное отделение в лучший и древнейший в стране университет имени Карамзина. И замечательно сдала экзамены. Там был письменный по психологии и английский перевод. Как я понимаю, ее надо крепко трясти, чтобы приходило в чувство, и у нее все получится. Но мне надо было все же уточнить предысторию произошедшего с ней. Оказывается, на этих ее курсах гуру постоянно рассказывал, глядя ей в глаза. Вам с проблемами самим не разобраться. Нужна обязательная индивидуальная терапия. И Талия, получив свидетельство за его подписью, что он ее посвятил психоаналитике, отправилась к нему на терапии. И там он уже полностью разгулялся. Он ей рассказал и «Кто вам сказал, что вы красивая?» И «Некоторые и в мужском монастыре себе мужика не найдут». И вручил ей визитку своей подруге косметолога, чтобы шла немедленно выправлять внешность. Короче, что хочешь. У него был семейный подряд, а заглянувшим на его огонек дамамам он внушал «Немедленно займитесь своей внешностью» и посылал к своей жене врачу-косметологу «Нет денег? Продайте что есть». В последствии я все же собрала о нем данные. Например, был случай с его же сотрудницей из педуниверситета, который он взялся лечить, и она всерьез собралась продать свою единственную квартиру, чтобы делать какие-то косметические операции. Из этого состояния ее уже выводили другие люди. То есть, этот гуру реально что-то мог внушать, но не очень осознанно понимал, до чего доводил людей, ну или просто был садист. Если бы история с этим целителем на том и закончилась, так нет же. когда он услышал, что Таля поступила в Карамзина в магистратуру на психологию, а сам он по образованию педиатр инфекционист, которому однажды ночью пришло озарение, он психолог, после чего он срочно окончил от Питерского негосударственного института трехнедельные курсы в Донецке, на тех курсах его посвятили в психологи, примерно так же, как и он Талю в психоаналитике, и для Луганска этой квитанции хватило, чтобы его взяли в государственный педуниверситет преподавать психологию, правда, его папа был там местный светило, доктор наук по сбору пословиц в станицах. Это со времен Владимира Даля луганская фишка собиратель пословиц. Воистину, отсюда пошла есть русская литературная речь. Лично я сама знаю трех луганских докторов наук, филологов, собирателей, и это мне крайне удивительно. Конечно, я могла бы за своей свекровью и ее соседками тоже как минимум брошюру в ровеньках за отпуск составить, но будем считать это философским отступлением. Короче, тогда этот Таллинг-гуру узнал, что у его учениц такие успехи, и ее научным руководителем в магистратуре закреплен почти великий, но уже по-настоящему Кочарян, автор огромного учебника и много чего еще, то кинулся забрасывать ее смс-ками, которые я потом прочитал, а почти не краснее. И стал он ее заново лечить. То есть Талли реально не осознавала причинно-следственной связи между произошедшим с ней и его внушениями. Талли почти все время проводила в Харькове на занятиях, а гуру стал ей рассказывать, что на базе его курсов почти открыл учебно-лечебный центр, клинику имени себя, его был исполкоме, обо всем договорился даже по зданию, которое ему для этих целей выделят. Талли должна срочно прислать ему все свои документы, потому что будет там его правой рукой. И это подействовало на нее как фраза «Европейская сборка». Когда я слышу, ну, может, я старый и потрепанный, но не могу понять, как треп? Пабло с полкаом выделит здание для моего авторского центра. Кто-то еще может воспринимать иначе, чем общий шум, но Талли как раз воспринимала это всерьез. Собрала и выслала срочно ему документы и стала ходить к нему по выходным на терапии, между прочим, за приличные для нее деньги. Как она потом вспоминала, он ставил перед ней какие-то аромолампы, фонари, появлялись внезапные вспышки света. Особо она не помнит, но по итогам вспышек получился Котя. А вот на Котю этот гуру абсолютно не рассчитывал. Тут уже эротические смски поменялись на монологи о том, что он верит в свою удачу, вот есть женщина, на кто знает в каком месяце, а мужчина ей говорит, что верит в свою удачу. Какую? До полной удачи он сатану не домолил, но инсульт ребенка все-таки получился. И так я сурово подозреваю криминал. Пятое. Незакрытых роддомов в городе было аж два. то есть если найти роженицу как раз ровно как два пальца. И кругом у гуру друзья однокурсники, медики, собутливники. Таня легла на сохранение на седьмом месяце. Мы с Ваней таскали ей еду и лекарства, познакомились с главврачом и его заместителем. Вроде все делали как по луганским схемам положено. Конечно она там со своей депрессией и простуженными почками особо цветущего вида не имела, но и о катастрофах никто не говорил. Единственное что мне сказали она очень астетичная. Вот здесь на всех этажах только тут рожениц она самая астетичная. Но о патологиях плода никто ничего не говорил. Только что перестал прибавлять в весе а по росту примерно нормальный. К слову роддом был шикарный. Набитая аппаратурой достаточно новая бесконечно длинная шестиэтажка основного здания специализированного комплекса. Плюс несколько дополнительных зданий это было далеко не в поле кусты. И вот внезапно без всякого предупреждения без объяснения причин пришли и всадили Тали какой-то укол в числе прочих неназначенных или назначенных а через полчаса сообщили вам сегодня рожать. По сроку было равнехонько восемь месяцев. Тали очень удивилась но по факту схватки то пошли. Проблемы действительно были. Почки дикая затравленная нервозность пошалевавшие давления плод не прибавлял весе но почему внезапно без предупреждения без обсуждения почему не Кесарева и день был с любопытной датой 10 11 20 11 то есть за день до даты 11 11 11 на которую все любители интересных дат подгадали и заказали себе Кесарева при ускоренных родах в большинстве случаев ребенок да еще и мальчик погибает плод вылетает не успев сгруппироваться инсульт это минимум неприятностей 4 дня ребенка даже не осматривают просто ждут умрет или нет это общая практика на пятый день тащат уже на УЗИ головного мозга и сердца слава богу что мы об этом всем не знали по крайней мере эти 5 дней нам и об инсульте ничего не сказали продержали на донашивание по системе кенгуру и выписали вот ваш ребенок Талли донашивал своего котю так что не разбирала где день где ночь кормила хоть по капле но каждые полчаса нам сообщало что очень красивый но сиреневый когда выписали то уже был вполне с нормальными щечками нормального цвета и тут же по отделению ходила медсестра который предлагал свои услуги по массажу мы коте ее наняли из трехнедельного до полуторагодичного возраста она несколько раз в неделю его разминала скорее это была лечебная физкультура и отдельное зрелище как малыша крутили теперь уже ясно что именно благодаря этому он и стал крепышом и пошел но в год котя так и не смог пойти видно было что он уже морально готов но как-то странно падал еще в полгода он завелся специальным итальянским шлемом из очень интересного материала что-то между пробкой и резиной прекрасно впитывающим пот и стирающимся когда котя носился в нем как хоккеист с ходунками врачи упорно утверждали что спинка слабая и мы решили его отвезти в Евпаторию и светил в госпиталь Министерства обороны созвонились и нам рассказали какие должны быть при себе анализы но таких маленьких еще особо не брали отправились делать коте МРТ головного мозга малышам МРТ только под общим наркозом но раз в неделю это частный центр приходил детский анестезиолог который определял дозу дальше вы получаете своего спящего манюню и анализы сделали МРТ врач убедился что малыш как-то проснулся и нас отпустили домой дома котя заснул с обеда и до утра а на утро встал и пошел с очень удивленной мордашкой как от волшебства видимо от наркоза сошел какой-то зажим и пожалуйста ему уже было 18 месяцев МРТ показало очаговое поражение следы инсульта Таня очень страдала чтоб ничем не травмировали этого замечательного человека ее гуру он сам все осознает и вот-вот центр откроет а еще он книгу пишет о влиянии запахов на психику это еще одна тальноевропейская сборка кто без нее имеет право трогать этого самоучку гуру никто но через полтора года она таки пришла к он не осознает и согласилась наконец подать в суд ее все время мучило что в суде ей скажут почему же вы не сделали аборт пришлось ей тысячу раз ответить что такого судья точно не скажет а уж если скажет то ответишь что аборт грех моя подруга бывшая прокурор начинающий адвокат сказала это дело принципа и занялась гуру категорически бесплатно с вопросами отцовства в судах со времен старинных все очень изменилось по таким заявлениям судей просто моментально назначают экспертизу ДНК за счет заявителя если подтвердиться то сумма подлежит взысканию с ответчиком Луганск город без особых возможностей поэтому направили в ближайший сертифицированный центр экспертизы в Донецк в 360 километрах в принципе ответчик может и отказаться от экспертизы но тогда ему сразу же назначат алименты экспертиза проводится в формате очной ставки то есть обязательное присутствие всех троих одновременно даже оплату вперед не принимают только после проведения и очередь туда огромная как огромное личное счастье украинских женщин и сомнений в отсутствии украинских мужчин дату назначили аж на через месяц шестое наш гуру четыре раза не явился на экспертизу на которую судья все переназначал переназначал даты созваниваясь с бюро хитрый гуру сообщал что не прибудет именно в то время когда больной ребенок уже ехал если бы гуру отказывался раньше то котю бы не везли и не мучили дорогой а так котя приезжал получал справку что он прибыл а папаша нет и ехал обратно в луганский суд сдавать справку и получать новую дату гуру таскал и таскал в суд справки был в служебной командировке тяжело болел да что хочешь и такое длилось больше года но тут началась война она как известно все списывает суды в луганске все закрылись в городе настал погром помог гуру его опекун сатана наверняка подобралось усиленное заклинание но это мы уже забежали немного вперед американский профессор волшебный принц мы совсем забыли профессора который уже полгода строчил талии в своей восторге так вот в марте 2014 они встретились и она ему сразу же очень понравилась как раз то что надо рост вес возраст экстериар но она как видно всем нравилась ну просто рождена декоративной ее фотографии с сайта брачного агентства несколько раз всплывали на фиктивных сайтах знакомств не удивлюсь если и сейчас они где-то гуляют по интернету постоянно гуляют одни и те же невесты брошенные дети и собачка которую надо оплатить ветеринарам профессор Билл долго рассказывал Тали о том какой он значимый человек уже лет 20 как он директор русской программы в своем университете он ежегодно читает в Питере лекции даже купил себе там квартиру город уж очень понравился будет там когда-нибудь жить и ходить на этот удивительный балет еще у Билла есть дом возле гольф-клуба в Ирландии еще он пишет учебники да и в Бостоне у него тоже дом еще тут вообще Таллины главные сигнальные слова я никогда не был женат у меня никогда не было серьезных отношений я всю жизнь ищет себе ту идеальную женщину пока Талли в брачном агентстве простого женского счастья искала с перерывом народы в виде нормального мужика то богатые джентльмены уже много раз подкатывали но Талли в них крайне сомневалась он приехал на полгода себе найти и сбежит к следующей я же вижу у него нет серьезных намерений он тут годами пасется у него их несколько уже было каждое по полгода Талли пыталась найти того вот самого до гробовой доски что в этом агентстве она только не терпела и процедуры видеоконференции это когда несколько женихов собираются и вызывают невесту ну чтобы воочию с ней пообщаться приходит невеста садится перед камерой они как на ярмарке ее обсуждают и всякие сальные гадости говорят и надо сидеть и глазеть на женихов ну потому что это деньги агентства которые нельзя подводить или кому-то захочется ей букет преподнести из предложенных на сайте агентства вариантов ну кто бы ей бегал этот букет в Луганске покупать позвонили срочно и описали что она пошла и сфотографировалась быстренько с таким-то букетом на цветочном рынке там уже все продавцы эти приколы знают из-за чего и фоткают так что у Тали образовалась целая галерея фото с букетами полный комплект варианты сайта за ресторанным столиком через переводчика вещали заезжие господа наши астанированные Тали с кем они уже имели отношения сколько раз развелись где их дети с кем встречались через брачное агентство и почему не сложилось и обремененная психология Таля все вычисляла перспективу он меня через год бросит ты видишь он всех бросает ему все надоедают придет и скажет нам было хорошо но чувства остыли я благодарен но прощай и куда я пойду у меня же возраст уходит мне нужно такой чтобы навсегда я была бы спокойна ну что у меня цель вот этот не обремененный разводами и прерванными отношениями с многочисленными бывшими профессор по Таллиным раскладам был идеален он стал бы ее ценить как раз по времени столько сколько она считала нужным он рассказал что несколько раз уже переписывался но когда приезжал то одна девушка вообще не пришла а позвонила что ее мама ей не разрешила с таким вот возрастным встречаться а другая один вечер посидела но больше не пришла да не всем так плохо подумалось мне впрочем та которая не пришла а только позвонила может она существовала только воображение брачного агентства кто знает я человек который подобные конторы не обращается а честно отбывал свалившиеся на меня отношения и по месяцу и по году то с этого бизнеса просто угорало и по женихам абсолютно непонятно они живут в мире где полным полно свободных женщин ну их соседок сотрудниц подруг да просто знакомых что их толкает за восемь тысяч километров в своей стране девушка такого класса как им хочется с ними даже не поздоровается что ли тут они волшебные принцы некоторые оригиналы раз в полгода прилетали и всю неделю с разными девушками в ресторане знакомились переводчица на это просто отъедалась вот где работа мечты Таллинову жениха распирала от значимости и возможности его персоны профессор доктор много лет ездит в Питер Талли внимала тут еще она рассказала что тоже бывала в Питере и город ей тоже очень нравится да и на балете бывала и показала ему луганский журнал со своими статьями по психологии они нашли друг друга профессор оживился еще больше ты хочешь со мной в Питер на балет кто не хочет слетать в Питер на пару раз пройтись на балет Талли ахнула да она в детстве окончила балетную школу это было бы прекрасно так поедем профессор сверился по датам назначил в конце апреля купил Талли в подарок огромный чемодан и она стала ждать дальнейших действий своего принца глядя на этот чемоданище и габариты самой Талли невольно возникала идея что он мысленно уже приобрел ее а это тара для перевозки к остальным вещам романтика седьмое через месяц в конце апреля 2014 Талли встретилась со своей надеждой Биллом уже в Питере и три раза ходила с ним на балет в сопровождении прекрасной дамы профессор обошел всех своих знакомых бахал издалека даже дирижеру вроде бы и с ним знаком затем профессор повел Талли в универ где у него по совместительству и проекту было несколько лекций вот только у себя в стране он эту тему не читал у себя в университете он преподавал учет а в России почему-то рассказывал об организации личного бизнеса у меня это отступление годами живет уверенность что в наши края едут работать ну или жениться только те кто у себя никак не вписывается ни в формат карьеры ни в формат семьи даже если посмотреть на наших собственных ребят которые уехали учиться за границу ну кто учился в действительно классных университетах тот обратно не вернулся они нашли себе работу в других странах а те кто отметился на гарвардских двухнедельных курсах то ломится делать карьеру на родных просторах потрясая заграничными справками вот и этот Таллинт Билл как он стал директором русской программы очень просто остальные сотрудники все отказались а он не женат славянские красавицы и все такое это по русским программам он у них директор две недели в году а в своем университете уже три десятка лет обычный педагог не декан или что-то в этом роде в университетской аудитории Талли усадили за последний стол Билл все время пытался представить ее студентам как-то в ее сторону руками водил трансляция велась еще и онлайн на Бостон откуда им с американским дружелюбим весело махали Талли почувствовала что сейчас ее уже и выставят показывать на обозрение всем 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 и онлайна в том числе как обретенную любовь всей жизни и официальную невесту она вышла из аудитории и больше до конца занятий не возвращалась как говорит Рината Литвинова счастье любит тишину Талли от этого демонстративного размаха и знакомства стало как-то не по себе потом Талли отвели еще и в посольство или консульство Билл познакомил ее с послом который на днях уже покидал страну густо потея он рассказал послу как Таллин нервничает хоть суетился он сам и попросил у посла квалифицированного совета я раньше никогда не был женат где лучше оформить брак посол ответил что надо на Украине иначе все будет еще сложнее но он ничем помочь не может это другая страна и он уже улетает будете дома заходите в гости посол подарил им визитку и сфотографировался с ними на фоне флага еще Билл показал Талли свою двухкомнатную квартиру там жили квартирантки конечно же это были балерины а сам Билл когда приезжал в Питер то останавливался вместе с группой студентов в гостиницах за счет организаторов так что в этой квартире он никогда не жил за полной ненадобностью через неделю Талли вернулась в Луганск и продолжила интенсивную переписку со своей новой надеждой на все светлое до конца дней дома она сразу же подбежала к коте и с одного взгляда определила поправился что ли он радужно ей улыбался да мы его очень старательно развлекали кормили по графику и дополнительно всеми припасенными загоди продуктами и по квартире все острые углы и радиаторы замотали в одеяло и подушки чтобы коте или Ване случайно в драки не ударились коте явно проявлял лидерские качества он понял что в семье он главный но убеждать окружающих особенно Ване еще придется и приступил к работе хорошо еще что Ваня оказался очень добрым братиком и только отбивался май 2014 Билл начал писать Талли что она немедленно уезжала из Луганска там сейчас будет большая война когда я от Талли такое впервые услышала то очень удивилась потому что до последнего не верила в подобное в нашей бесконечно инфантинном городе война где никаких демонстраций или акций сроду не было кроме иногда приезжающих шахтеров в центральном сквере для справок в Луганске шахта только одна маленькая и то в поселке за городом так что своих шахтеров нет и вот я слышу что из Америки кричат что тут на днях начнется большая война и это абсолютно абсолютно точно удивительная информативность эти слова по надорванной Таллиной нервной системе ударили капитально тем более что она и так очень боялась и даже была затравлена своим гуру который хвастался ей своими друзьями с бутыльниками известного СБУ они во всем мне помогут у него действительно было три друга с которыми он заседал по выходным в кафешке видимо по числу мест за столиком и рассказывал что все девушки там к ним пристают и довел Талю до того что она боялась выйти во двор с ребенком чтобы его не убили из-за суда по алиментам окончились майские праздники 2014 пометуя Беслан и на фоне непонятных толп нездешнего вида а также странно раскрашенных автомобилей летающих по городу без номеров то Ваню в школу мы не пустили до летних каникул осталось две недели и небо не упадет если мальчик в третьем классе их пропустит со школы нам звонили где ребенок ответ болеет иногда ощущаешь до какой степени ты в разных измерениях с окружающими вот что делать разве так просто уехать школа ванен врачи коти суд с гуру квартира в Харькове занята и оплачена вперед но американец просто уже кричал об этом восьмое Таля полностью перестала выходить с коти гулять полуденный двор окруженный жилыми многоэтажками стоял абсолютно пустынным только иногда кто-то проходил мимо и если в это время одиноко сидеть с коляской на лавочке то это пугало еще больше доказательства убежденных слов далекого иностранца о надвигающемся кошмаре однажды над городом полвечера низко-низко кружил непонятный самолет чей зачем неизвестно в небе самолеты маленькие они низко над тобой чуть не касаясь домов и крон деревьев они огромны кажется что сейчас одним только ветром как огнедышащий дракон сомнет все на своем пути задребезжали оконные стекла мы их скотчем по периметру и накрест на нервах заклеили и талия стала осматриваться по квартире искать куда прятаться во время обстрела за пару дней до этого на главной улице города у Арктики меня окликнул неопределенного возраста крепкий мужик в фуфайке и сапогах спросил где здесь центральный рынок это если бы он у москвича возле ярославского вокзала спросил где казанск спросил что конкретно там надо он замялся а потом с ухмылкой пояснил сделай дубликат ключей показала ему рядом с Арктикой такой ларек я не могла понять чем это на меня повеяло где я таких уже точности видела что-то очень знакомое деревенский нет из шахтерского городка ну нет и с холодным потом я таких много много видела на зонах крепкие невыработанные мужики неопределенного возраста с одинаковым выражением лица фасад вежливости за которым живет мощная агрессия теперь они ходят по нашему центру города даже не переодевшись к нервозности обстановки добавились еще и автоматные очереди за окнами оказалось просто ветераны афганской войны провели мирную акцию то есть они так развлекались в центре города когда вечером после этой стрельбы за окнами я застала Ваню сидящим под радиатором и плачущим мама меня убили то для начала подумал что ребенок играется потом с ужасом убедилась что у ребенка нервный срыв Атали сказала если мы завтра же отсюда не уедем то послезавтра ты меня отвезешь в психушку надо добавить по пути под подъездом я наткнулась на одетого как бомж совсем молоденького парня ну по виду средний азиат он попросил у меня тарелку супа и жаловался что вчера на митинге его побили я начала осознавать что пошла в монитор парню ответил что у супа у меня точно нет посоветовала быть поосторожнее с политическими взглядами о себе задумалась откуда он здесь взялся наши бомжи выглядят и разговаривают абсолютно иначе у них здесь все контейнеры много лет как поделены начала узнавать у друзей о вопросах войны и мира никто из города не уезжал но говорили разное в основном что за городом орудуют бандиты нападая на одиноко стоячие дома что-то каких-то солдат строчников вывезли в чисто поле и подзабыли и они там голодали пока местные жители их случайно не нашли и не начали кормить для человека абсолютно далекого от политических ветров это было сюром как ориентироваться будет не будет еще в детственных уроках истории я смотрел на карту и думал как хорошо что наш город так далеко от границы если будет война то она нас не коснется не дойдет ну или успеем уехать но что наш город вдруг окажется на линии раскола что именно с него может начаться война это было выше всякой моей фантазии прикинув что Таля точно чокнется если уже и во двор не выходит но с другой стороны двор действительно выглядит зловеще пустынный проскинув да и нет я все же подняла трубку и попросил друзей найти машину завтра не завтра но на послезавтра машину нам нашли загрузили ее вещами и отправили на Харьков кружевным путем через Сватово Купянск потому что мимо Славянска было уже нельзя хоть и считал что там дорога и лучше и короче сама Таля с детьми уехала в Харьков на поезде с чемоданом в котором было сложено все самое ценное напоследок мимо Тали по вечернему городу вокзала прокатились сигналами гиканемы какими-то флагами авангардного вида мотостоклисты это тоже для Луганска было явлением в край новым и пугающим что укрепляло уверенность в правильности бегства наш водитель поехал не сам а с двумя друзьями чтоб там еще и разгрузить все автомобиль по дороге останавливали раз пять обыскивали но ничего не забрали обратно ребята решили укоротить дорогу и поехали все же через Славянск дорогу они этим не укоротили кроме того она оказалась изрытой взрывами то остановили их уже постую машину еще больше раз чем когда они груженые ехали на Харьков и каждый раз долго допрашивали потому что видели трех молодых парней дорога которая должна была бы занять часа четыре заняла больше полдня через Славянск действительно не стоило ехать но хоть доехали и еще в Луганске Таля подарила водителю котину кроватку он из нее почти вырос водитель на днях должен был стать молодым папой и хотел ее купить но ее предпочли подарить так что кроватка ему досталась на добрую память но ребята реально очень помогли и настрадались с этой поездкой девятое в Харькове внезапно нагрянув среди ночи на свою сданную в аренду квартиру Таля потеснила квартирантов китайских студентов неопределенного количества выгрузила вещи а сама сняла для начала гостиницу квартирантами было оплачено на месяц вперед до июля к родителям ехать она отказалась мне такое было непонятно все же острая ситуация но Таля объяснила что я не понимаю о чем спорю родители жили с братом и с его семьей с женой ребенком и по утверждению Таля брат систематически дрался с мамой и они все время кричали друг на друга находиться рядом ну просто невозможно как такое можно представить но однажды Таля при мне разговаривал по телефону с отцом и были слышны гнусные крики и грохот это ее мама что-то обсуждала с сыном так что Таля сняла на месяц квартиру возле собственной выждания выезда квартирантов нет ничего дороже нервов воспользовавшись плюсами Котя теперь в Харькове Таля кинулась с ним по новым врачам но Котя лечению не поддавался если сначала когда он пошел то не хромал вообще и по домашним видео это хорошо видно то чем больше рос тем больше появлялось прихрамывание на правую ножку это удивительно ведь сначала он бегал ровно но такова это странная болезнь хромота прогрессирует нам сказали что хорошо бы сделать более точное МРТ под давлением что это такое оказалось для этого нужно оборудование уже другого поколения мы развернули интернет и стали искать по Харькову затем по всей стране где такое есть нашлось только в Киевском кардиоцентре но и там отказали детского анестезиолога у них нет просто нет и никогда не бывает то есть в этой стране в 2014 году подобная диагностика ребенку невозможна котику для снятия хромоты сделали уколы диспорт это государственная бесплатная процедура и это больно обкалывают зажатые мышцы и должно хватать на полгода но наш загадочный котик как припадал на лапку так и припадал главный городской невролог посмотрела ему прихрамывающему след и сказала что за всю свою практику такого не видела полный игнор организма на диспорт и кстати она прекрасно знала нашего луганского врача как же то есть и в луганске котик лечился далеко не у просто так а у республиканского светилы которая с войной перебралась в киевский ахмадет от того что малыш хромает у него перекашивается остов это очень плохо нужны постоянные физпроцедуры малыша потащили второй раз за год в трусковец на реабилитацию по системе доктора Козявкина кстати я не рассказала как мы ездили туда в первый раз с 23 февраля по 8 марта 2014 года почему именно туда потому что когда коти лечился в санатории министерства обороны в Евпатории то услышали здесь климатом и грязью лечат а в трусковце всех поднимают почему именно в эти даты ездили когда в стране очередная революция а в Киеве где надо делать пересадку на трусковец сходил только один поезд именно в те дни убили 100 человек из толпы да потому что в свою очередь ждали с октября 4 месяца такая загруженность авторский интенсив от профессора Козявкина в трусковце это примерно 11 ежедневных процедур подряд график расписан буквально по минутам четкая очередь если запись в клинику за полгода то это само говорит о наличии окон у персонала для опоздавших и выпавших ребенка надо таскать из кабинета в кабинет по этажам на разных процедурах малыш ведет себя по разному от дикого ора до радостной игры ему там и мультики покажешь и жонглировать научишься некоторые процедуры переносятся просто капризно а другие реально болезненные или утомительные как например часовой общий массаж а вот костоправов поначалу Костя не переносил до истерики хоть их процедура длилась буквально хрусь-хрусь и все после них надо было жалеть лежал смотрел мульты пришли и напали катились крупные слезинки обиды на них надо было целовать дальше на массаже малыш лежал тихий и обиженный даже мультики не радовали конкретно массаж лица 15 минут надо держать монитор с мультиками иначе не давался второе массаж суставов там массажист просто брал его в охапку третье общий часовой массаж тела во время которого четвертое лечебная грязь на руки ноги по очереди пятое врачи костоправы зайдут и проведут коррекцию позвоночника минутное дело шестое врач невропатолог проведет точечную рефлексотерапию вибрационным похожим на авторучку прибором седьмое светомассаж по очереди руки ноги голова спина лежать под лучами 15 минут ребенку надоедает нужны мультики восьмое механотерапия крутить педали ногами руками раз в день нравится девятое моделирование ходьбы на беговой дорожке чтоб правильно ступни выставлял ребенок там балуется десятая вибромассаж стоять сидеть лежать на вибрирующей поверхности детям нравится одиннадцатая очень интенсивная лечебная физкультура с индивидуальным инструктором длится 30 минут включает и подвешивание как самолетик один раз за заезд упражнения на растяжку на гимнастическом шаре у стенки фактически малыша берут в охапку и насильно с ним делают эти упражнения потому что он не взрослый осознанный человек который сам там с этим заняться и может все процедуры под видеокамерами начало утром и часов до трех в свободное время есть большая игровая площадка на матах настольные игры кафе весь курс занимает две недели заезды по понедельникам два раза в месяц и до субботы следующей недели включительным с одним выходным в воскресенье и сразу же в феврале мы записались на повторный курс там все так делают пока ребенок растет нужно повторять интенсив раз в полгода в июле 2014 котя отправился в трусковец второй раз за год он от этих процедур стал очень крепким настолько крепким что врачи не могли его уцепить для осмотра когда он сопротивлялся и тем не менее он как хромал так и хромал источник проблемы в голове можно теперь обсуждать насколько дорог стал для нас стали профессор из Бостона с тремя домами и путешествиями на балет на фоне стрельбы по окнам котиной слабенькой психики погромленной квартирантами квартиры в которой теперь придется жить самим и искать работу потому что арендная плата кончилась и сдавать больше нечего стал ли он ее принцем или она притворялась Талли ждала через месяц ее Билл должен приехать у него начинался длительный летний преподавательский отпуск десятая летом Таллин принц прибыл и меня с ним познакомили с одной стороны он был немного лучше чем я ожидала с другой немного хуже в объеме он был несколько меньше чем американский гамбургерный Аполлон но его лысый затылок как-то подозрительно скошен Талли уверяла Билл сел на диету он ходит в тренажерный зал от университета и будет худеть ауу про похудеть мне лучше всех знакомо я сама звезда этого процесса уже лет 10 я буду худеть и с таблетками гемиопатии и с герболайфом дважды и с кодированием от которого при одной мысли о мучном мне воняло дерьмом целую неделю а потом как-то попустила с сеансом гипноза за отдельные деньги тоже действовал целую предназначенную неделю и с сеансом у психиатра короче Билл точно похудеет я не сомневаюсь хоть это абсолютно не моя проблема вот скошенный профессорский затылок да вызывал желание задавать вопросы но и в этом я был ограничен масштабами the capital of great britain но лично моя любимая фраза the great russia artist rapping was born in the small town чьи гуэв нехавкин почему-то со школы нравилось может мне за нее больше двух поставили я уж и не помню наш уважаемый профессор тоже хоть 20 лет директор русских программ но только здрасте пожалуйста и гордился знанием букв русского алфавита d f так что те пару раз что мы общались в основном вежливо держали улыбку талия была счастлива и довольна а это главное она попросила меня показать биллу ее квартиру а сама куда-то убежала и мы с биллом отправились стучаться китайским студентам нам открыл рослый парень я ему объяснил что вот мы хотим показать квартиру и нас вежливо пропустили юноша знал английский и билл обрадовался он сразу рассказал что он профессор спросил где парень учится парень учился на эколога билл подошел к нему и размашисто постучал по плечу ну мужские штучки подумал я и мы вышли потом мы пошли в кафе и талия стала нашим переводчиком заказывай себе что хочешь сказала она я развернула меню и стала его листать всегда люблю полистать меню ей богу увидела как у билла в глазах стало что он ожидает сейчас ударят я не стал его бить отложил меню и деловито заказала только чай он выдохнул потом я пустилась в неприличные расспросы сколько у него зарплаты сколько у его зарплаты после налогов сколько зарплаты после выплаты обязательных платежей ипотек какая у него медицинская страховка ах от университета хорошо бедняга не знал кем ему прикидываться богатым или бедным спросила я его книги которую он пишет в их университете правило все преподаватели отработав определенное количество лет должны написать учебник и у билла подошло время он сочинял извещу любопытствующих заранее прошло айн цвайн шесть лет и следов учебника нет отсутствует ну я немного предвзято но с другой стороны это же факт но в 2014 мы же не знали ну хороший или плохой человек это же не определяется наличием написанного учебника да и мы тут уже подзавязли пошли дальше чай я с биллом попила в гости к квартирантам сходила еще он привез охапку географических карт США в подарок тут я не поняла зачем но открыв карту спросила где Бостон он показал спросила где благословенный штат Юта и мы углубились но потом нашли и очень обрадовались особенно я хоть не мормон пока Таля бегала с биллом по Харькову мы с Коти мирно игрались а Ваня смотрел фильмы на съемной квартире в которой мы пережидали когда съедут наши квартиранты интернета не было поэтому оценив выгодность ситуации я купил Ване диск 12 в 1 со старинными советскими комедиями и он особенно да и с каждого следующего он угорал особенно когда я попадалась Биллу на глаза он меня радостно стучал по плечу и как того студента о привет мне не нравилось но я помалкала кто их этих иностранцев поймет да позволено мне будет узнать о бриллиант моей души подразумеваешь что ты под этим неизвестным мне словом балда но однажды я стоял с котей на руках ко мне радостно подскочил Билл и как въедет котя по спине малыш аж крекнул привет котя я злопамятно настучала талия у нее за детей сразу планка западает она поставила птичку провести работу и уж тогда пользуясь удобным случаем я заодно робку уточнила что означает с е постукивание по спине или по плечу куда-то достанет талия проскинув психологическими мозгами решила этим он показывает превосходство над собеседником о даже так почему-то обрадовался я с тех пор как только на моем горизонте появлялся Билл я радостно бежала приветствовать его точно так же как и он и вот интересно он моментально прекратил меня стучать и не рад был моей бешеной радости от его лицезрения но подошли даты Италия Скотий и Биллом укатили в Трусковец а мы с Ваней купили себе туристический атлас Харькова занялись изучением города 11 вот есть такие сволочи что не произойдет а они умеют подстроиться им все равно хорошо это про меня в Луганске шла война все было очень плохо даже на город сбросили бомбу прямо на центральный сквер моя подруга работавшая в соседнем здании рассказала свои ощущения меня потемнело в глазах и я забилась под стол к слову от этого стресса она так и не оправилась в отличие от других сотрудников ну ухнула ухнула ее трясло и она прихватив своего военно обязанного мужа и призывного возраста сына уехала на родину родителей в Россию где и осталась как видно уже навсегда ей как ценному сотруднику предлагали аналогичную должность в Одессе но она по известной причине сказала нет я же в это время изучала архитектуру Сумской и прилегающих улиц а по вечерам смотрела 12 в одном но уже порядочно заезженном диске мне позвонили с работы и я им объяснил что пока по возможности я в отпуске за свой счет и вернусь когда снимут блокпосты тут еще обстреляли соседние от моей работы угольные объединения и в нашем здании вылетели все стекла а это 6 этажей только несколько пластиковых устояли минутка рекламы наконец китайцы съехали и мы с Ваней попали в квартиру тут были все блохи от кошки пару клопов тараканы ну что там еще бывает в общем все было мы как могли поливали дихлофосом но наша собственная сваленная куча вещей мешала добить врагов полностью что еще талия трусковца нас в трубку не радовала она переживала котя распоясался и несколько процедур сорвал своим безобразным поведением еще бил однажды оставленный с малышом во дворе пока она готовила для них вкусный ужин убежал в туалет оставив котю безнадзорным хорошо что у талии интуиция сработала и она вовремя выглянула и вернула выходящего на дорогу котю такие безобразия могут происходить с каждым но тут важна и реакция на них бил себя виноватым не считал ни на крошку я слушала и молча вспоминала как котя со мной целую неделю ходил на работу пока талия с билом по балетам в питере тусовались и вот ни разу я его нигде не оставила даже с туалетом как-то укручивалась может у меня панкреатита такого нет вообще балетная неделя выдалась крутая каждый день мы давали круг на такси сначала Ваню в школу потом мы с котей на работу вечером обратный круг было смешно но вот в последний день меня смогла сильно испугать наша уборщица посмотрев на котю она спросила а вы так не боитесь его водить как ну в этой одежде я не поняла одет не по погоде ушки вроде закрыты да по погоде он же у вас одет цвета украинского флага у меня поплыло перед глазами какого флага я посмотрел на котю он был в голубенькой курточке и бледно-апельсиновой вязаной шапочке у людей вообще мозги размягчаются на глазах просто ужас гуляя с Ваней по Харькову я обнаружила что хоть мы и удрали из Луганска не побоюсь сказать что первыми но ребенок все равно оказался уже напуган когда в небе раздавались звуки то Ваня начинал метаться и стремиться куда-то забежать а звуки раздавались еще как недалеко находился военный госпиталь туда летали летали вертолеты с тяжелораненными было очень больно и очень жалко смотреть им вслед у меня каждый раз проходит горлуком выступают слезы мне рассказали что реакции Вани далеко не предел пробывшие дольше в городе дети при подобных звуках уже выехав из зоны моментально залезали под лавки вернулся из трусковца котя еще больше окрепший приехала измотанная одиннадцатью процедурами в день и в синяках побитая им же мамашка хулиганистого котика нам сдали а Таля с Биллом удалились на Мальдивы каждому свои радости мы распаковали игрушки включили мультики открыли переполненный холодильник и у нас были прекрасные собственные Мальдивы и двор наш был прекрасен всегда переполнен детьми с горками с качелями каруселями целыми комплексами со ступеньками свежим чистым песочком взрослыми тренажерами когда говорят что мэр Харькова лучший то это правда в Харькове абсолютно все дворы такие особенно это ценится после Луганска так что покойся с миром Геннадий Адольфович мы тебя очень любим и всегда будем помнить ты легенда вернулась загоревшая посвежевшая Таля с кучей фотографий но разговоров о дате свадьбы что-то пока не шло жених собирался с мыслями все ж в первый раз женится он рассказал что его сестры а у него их три очень удивлены куда это он зачастил надо ли ему это старшей сестре 70 своих детей нет и когда-то давно ее мама вручила ей Билла со словами вот твой ребенок следующей сестре лет на 5 меньше старшей но она участие в воспитании профессора не принимала потому что уже лет 30 как с ним не общалась ну поссорились то есть он ее типа проклял за то что она матерью не занималась когда-то болела кто узнает что там было может ей с тремя детьми было и так чем заняться и она подумала что Билла другие менее занятые сестры справятся сами но по итогам Билла ее вычеркнул для него ее не стало то есть проявил железный характер младшей сестре было 50 и она целиком погружена в собственную личную жизнь которая перманентно настраивалась и расстраивалась к ее интересному случаю в деталях мы вернемся отдельно когда дотянем до пересечения американской границы пока мы топчемся тут на своей территории Билл все же решил что одна голова хорошо а две лучше в таком важном деле обязательно надо советоваться и притащил свою младшенькую 50-летнюю сестричку на Украину она долго сопротивлялась боялась войны но на варианте Карпаты сдалась ей показали по карте до войны 1400 км прекрасная природа леса горы хороводы Италия стала ждать через месяц приедет ее Билл но уже с Кэти встреча назначена сразу в Карпатах 12 путешествие Билл и Кэти в Карпаты прошло замечательно Кэти обожала природу у себя в штате Вашингтон ходила в горах ходила в походы ездила на велосипеде она маленького роста крепкая худощавая разведенная мать троих взрослых детей отягощенная многочисленными отношениями о которых постоянно думала поэтому Стали нашла о чем поговорить они побегали по горам и хорошо вдвоем провели время посмеялись над Биллом который без особого успеха пытался угнаться за ними в небольших походах чем прибавлял заботы сопровождающим получив в подарок от брата рушники вышиванки купив консервы и насобирав грибы сделав широкий чиз Кэти выбор юного под 60 жениха одобрила и улетела решать свои проблемы и одобренный Билл сделал официальное предложение выбрав красивый пейзаж красивый закат и став на колено он прослезился и протянул талии кольцо своей мамы она настолько не ожидала что поначалу испугалась что суженый обрушивается свадьбу назначили на католическое рождество жених как видно был романтик во всем практически сценарист Билл очередной раз убыл ждать три месяца красивую дату чтобы очередной раз прилететь и красиво жениться отвлекусь на картину общества талии явно была в мейнстриме дочь одной моей подруги в то же самое лето вышла замуж за программиста из техаса у другой подруги дочь уехала в сша в командировку и там случайно вышла замуж в нью-джерси внучка третьей университете индианы собралась лет 8 писать докторскую в какой-то момент я обнаружила что наше молодое поколение съехало обсуждая с подругами жизнь мы все больше толковали о дальних странах но такого растянутого ухаживания столь многочисленных жениховских путешествий туда-сюда кроме Билла никто не осуществлял техасский программист попросту переписывался в ВК с совсем молоденькой дочерью подруги которая с ним просто дружила узнав что она рассорилась со своим очередным украинским женихом он моментально через день прилетел и отвел ее в ЗАГС пользуясь свободной своей профессией снял в Киеве квартиру и начал оформлять жене документы на въезд в США эта процедура занимает почти год чтобы скоротать время он периодически ездил пожить в страны которые пускали без виз в Израиль в Мексику познакомились с родителями от жены он особо не отходил идея назначить свадьбу с молодой красоткой на через 3 месяца уехать у него не возникало пока Билл ждал нового года чтобы красиво жениться Таля занималась Котя и Ваней Ваня тяжело адаптировался в украинской школе в Луганске он 3 года учился на русском языке а украинский шел как отдельный предмет ребенку было тяжело тем более что в быту на переменах дети разговаривали на русском учителя на уроках приближались к Сурджику его чтение учебника вызывало у меня крайнее беспокойство созвучные с русскими слова он понимал как на свое разумение пример слово разбудова Ваня считал разрушением а оно обозначает развитие остальное на том же уровне выяснить что он там себе надумал можно было только прямыми вопросами если бы слово звучало непонятным то он бы спросил что оно означает а он считал что ему понятно и это было бы смешно но было грустно зачем-то ребенок ходит в школу Харьков впереди всей Украины по протезированию мы поехали в наш знаменитый ортопедический центр на осмотр к лучшему ортопеду и заказать коте обувь и попутно насмотрелись боли войны все было заполнено ранеными мальчиками прямо на входе я увидел двух парней без обеих ног которые покуривали обсуждали как их повезут в Германию на протезирование по коридору шла деревенская женщина ведя за ручку своего слепого сына с изъеденными осколками лицом и без руки чтобы так попасть не надо быть военным достаточно чтобы взрывом в комнату внесло оконное стекло в Луганске сделали сайт где вписали имена погибших там появлялись имена моих знакомых не скажу чтоб спицок был гигантский но знакомые в нем были человек пять сын моей классной руководительницы он шел по улицу ему прилетело оторвало руку на улице он истек кровью моя коллега женщина моего возраста стояла на остановке прилетела оторвало голову также безвинно погибло еще несколько моих знакомых появились фото Ваниной школы с отбитой стеной Таллин сказала что я Ваню не показывала сгорел Таллин любимый французский ресторанчик в нем основанием столиков были станины швейных машинок ну хоть они уцелели я не говорю о ком-то далеком в общем контузила мою самую близкую подругу когда она выходила с работы она оглохла на месяц я ей по два раза в день до этого звонила чтобы уезжала оттуда но она упорно ночевала в помещении без окон а по утрам собирала по двору осколки одной коллеге я нечаянно спасла жизнь она становилась подаркой чтобы поговорить со мной на ходу и в это время ровно туда куда бы она успела подойти во дворе прилетела жители для начала неадекватно воспринимали опасность при звуках воздушной тревоги многие выскакивали смотреть в небо откуда летит и это прилетало а внутри города тоже орудовали как могли у моей очень близкой подруги похитили сына его удалось спасти найдя посредников и заплатив огромный выкуп в частности отец отдал за парня автомобиль и парня всего избитого и окровавленного мать увезла на поезде в Киев то есть тогда еще и поезда ходили теперь он работает в Киеве журналистом и оканчивает университет но у него огромные неврологические последствия как и у его матери посттравматический синдром у нескольких подруг у нескольких подруг отняли автомобили где эти тачки теперь ездят по Украине у добросовестных покупателей ведь все документы при покупке были в полном порядке мой знакомый сдал свой компьютер в ремонт и не успел забрать когда мастерскую пришли осматривать потом он его фото обнаружил на аукционе у продавца из белой церкви под Киевом как он туда попал людям разбирали дома до голых стен грузили и увозили новые счастливые обладатели оконных храм дверей и шиферы вернемся к нашей лирике почти вплотную к дате свадьбы Тали в почту приплыл брачный контракт на 24 страницы английским языком написанным а в конце значилось что контракт действителен в единственном англоязычном варианте и невеста хорошо его понимает и английский знает зашибись как хорошо 13 это глава отступления я же пропустил рассказ о том как мы котю первый раз в трусковец возили это еще когда Билли только переписывался с Талей если у тебя болеет ребенок то сделаешь все что угодно ради него особенно если надо что-то сделать вот именно сейчас он растет и потом возможность уйдет в такой ситуации мы и оказались был февраль 2014 и надо было срочно везти нашего малыша в трусковец в международную реабилитационную клинику Козявкина мы об этой клинике раньше и знать не знали как не узнают люди о тьме других лечебных центров самого разного профиля пока не постучится горе малыш рос и все надо было делать интенсивно по максимуму не пропуская окно возможностей трусковецкая международная клиника доктора Козявкина это главное мегко лечение ДЦП его мануальная программа как бы не лучше в мире почему в мире в западной цивилизации таких больных не мучают родился хромой ну живи вот тебе пособие костыли коляска давай с миром какой ты есть никто тебе больно делать не станет у нас делают все чтобы поставить на ноги и это огромные усилия мука и боль для медиков для деток в клинику Козявкина очередь полугодовая мы переписали кучу документов и в октябре нас записали на конец февраля и эти даты с понедельника 24 февраля по субботу 8 марта 2014 года никогда не забуду в стране по совпадению происходил полный погром и непонятно было где страшнее когда и как кончится оплатили перечислением чтобы не везти в дорогу наличку за годи за месяц купили очень хорошие билеты туда и обратно выкупили купе фирменного поезда Луганск-Киев 21 февраля с пересадкой купе фирменного поезда Киев-Трусковец вечером 22 февраля это единственный поезд дальнего следования до станции Трусковец других просто нет только местные электрички расстояние через Киев кратчайшее 1442 километра практически от восточной до западной границы страны ждали дату с билетами путевкой гостиничной броню и вот наступило 19 февраля в интернете засветилась информация между Львом и Киевом прекращено ЖД сообщением на неопределенное время якобы дорога размыта плюс известия захвата в здании в Киеве и во Львове разворачивая карту и пытаясь понять как попасть в Трусковец минуя наше присутствие в этих исторических местах в этих исторических датах по билетам выпадало пробыть 22-го полдня в Киеве и 23-го проехать мимо Львова в Киеве с 19-го числа на Майдане убиты десятки людей вокзал ключевое место его бесконечно минируют дорога на Львов официально перекрыта тащить туда двоих малышей куда вообще деваться если поезда так и не будет как не было его 19-го если вокзал заминируют куда пойти читаю во Львове в ночь на среду 19-го февраля протестующие захватили военную часть с оружием прокуратуру СБУ в этот же день и в Киеве несмотря на блокирование подъезда в город и остановку работы метро только нас с детьми там и не хватало сижу смотрю на карту родной страны ко мне подсаживается котина мама и спрашивает что смотришь смотрю как в трусковец попасть миную Киев почему там же Майдан а им еще не надоело посмотрел я Наталью с заботами о детях и своими личными делами от новостей она конечно бесконечно далека она о них и понятия не имела нет не надоело теперь там снайперы по толпе стреляют ЖД с западом прервано а во Львове войсковую часть с оружием захватили да начала заглядывать в монитор погружаться в реальность котина мамашка утром вернула 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 эти по-царски прекрасные билеты и начала набирать из того что есть по траектории объехать с юга Луганск Харьков Одесса Львов прямого из Луганска на Одессу в этот день просто не было получалось что мы доедем до Харькова там проведем день вечером уедем в Одессу там проведем день уедем во Львов и окажемся там в полной темноте в районе пяти утра и оттуда можно доехать до Трусковца электричкой или на такси во Львове разбежала вся милиция захвачены все правительственные здания но миновать его никак невозможно поэтому все что мы могли это созвониться с хозяйкой гостиницы и она пообещала нам прислать своего таксиста брать в потьмах на вокзале первого встречного таксиста в этой обстановке мы категорически не хотели моя подруга адвокат которая знала что я собираюсь в эти дни везти детей в Трусковец кричала мне в телефон что мы с ума там все посходили и в такое время куда-то премся но тогда когда ехать сколько оно продлится на этот курс лечения очередь ждали с октября и надо на вчера новая куча билетов Луганск-Харьков 322 км вечером 21 февраля в общем вагоне где притулимся Харьков-Одесса 674 км вечером 22 февраля купе Одесса-Львов 794 км вечером 23 февраля один билет в люкс и два в плацкартных через несколько вагонов по факту ехали все вместе в люксе заплатив дополнительно проводникам поездка выдалась эпической может ее даже стоило себе заказать в Харькове ранним утром 22 февраля взяли с вокзала такси и по Сумской мимо нас пронесся кортеж оказывается там должен состояться антимайданный съезд во главе с Януковичем который приехал и уехал не заходя в здание посидели в гостинице и пошли гулять в центральный парк Шевченко но тут в сторону памятника стали стекаться группы агрессивно кричащих авангардно одетых людей сбитыми с цепями они сбивались в большую толпу и мы быстренько вернулись в гостиницу вечером уехали в Одессу попали туда очень рано и с той же проблемой куда деваться до вечера с детьми на вокзале и в комнатах ожидания объяснили что нам на пол суток с нас явно не на кассу гостеприимно содрали за сутки тщательно уточнив во сколько поезд системы по часам не было взяли такси и поехали в центр гулять и смотреть в море в районе памятника Решилье возникло ощущение что вчерашняя толпа из-под харьковского памятника Шевченко нас и тут нагнала к обеду начали собираться точно так же одетые сбитыми с цепями в наколенниках люди могла бы поклясться что кого-то из них вчера уже видела уходить от моря не хотелось но их стал реально агрессивный рой ухватив детей быстро вернулись в гостиницу желание смотреть Одессу или море испарилась в поезде на Львов Таля приказала говорить только на украинском потом сказала что лучше чтобы я вообще молчала потому что подумают что я их кривляю но мы ехали в люксе и в купе были одни из соседнего купе шел почти митинг на один голос но сотни интонаций выше ниже полушепот ненависть убежденность православие и во всей этой череде мелкие вставки второго голоса с кавказским акцентом я выглянул там льва-львянин что-то объяснял уже полуконтуженному грузину во Львове с позаранку 24 февраля попали в кромешную тьму и холод напрягало что теперь я могу говорить ограниченно как-то с украинским произношением у меня слабо слушайте читать спокойно но не говорите писать наш таксист знакомый хозяйки гостиницы нашелся моментально мы загрузились и поехали трасса 85 км по дороге в темноте нас несколько раз останавливали самоорганизованные посты малолетки с факелами мешки песка шины кого-то они ждали на перехват абсолютно непонятно водитель объяснял им что тут только женщина с маленькими детьми нам светили фонариками в лица смотрели багажник это было странно и страшно и очень помогала хотя какая-то уверенность что водитель не с улицы а по договоренности водитель рассказал чего местные ждут и боятся объявлено что из восточной части страны вооруженные отряды бандитов уже собраны и придут напасть на них полнейший горячечный бред в который запутанное население верило силы которые они ждали и боялись не существовали в природе вся их местная милиция опасаясь расправы разбежалась и отключила телефоны реально все менты львовской области попрятались побросав свои здания и местные самоорганизовались толпы подростков с факелами на развалинках и подъездах к населенным пунктам водитель объяснил что мальчики сигнальщики а если что то взрослые по домам с оружием и стволы тут у них есть по этой ночной трассе котя укачало мы остановились его рвало от качки на голодный желудок в 6 утра малыш смотрел на нас как будто извиняясь за свою слабость сердце кровью обливалось глядя в его глазки никогда не забуду эту дорогу приехали мы 24 февраля утром выгрузились в гостиницу и пошли в клинику там оказалось полупусто из-за обстановки в стране только единицы россиян приехали остальные так отказались и они составляли значительную часть постоянных пациентов и платили по тарифу для иностранцев а не значительно сниженному украинскому короче отмотали мы по стране знатный полукруг конкретно 1875 км что увеличило дорогу на 433 км а цену несказанно на два гостиничных номера и 180 км за такси когда мы через две недели возвращались той же кружевной дорогой то местные менты уже нашлись и вернулись на работу постов с малолетками не видели на этих местах остались только мешки и шины обратные через киев билеты мы тоже вздохнув но сдали ехали немного проще львов одесса и прямой одесса луганск обошлись без гостиниц мы как-то пришли в себя как в анекдоте о кошке который сначала боялся пылесоса а потом ничего втянулось 14 получив письмо счастья бесконечно длинный брачный контракт с приложением извещением что Таля должна прибыть к такому-то харьковскому нотариусу во столько-то часов для подписания этого документа Таля сильно задумалась жених радостно махал в мониторе и рассказывал что у них в стране такой закон и иначе он жениться никак не может кто бы сомневался на другой вопрос что там вообще написано если любому человеку дать в руки юридический документ подобного объема то он потратит сколько-то времени на его подробное изучение а тут для начала еще и разобрать бы что написано но самым цимусом появления контракта было то что жених ни о чем не предупреждал его просто прислали и сказали куда сходить и еще надо было расписаться в оплате типа Таля оплатила нотариусом за услуги по разъяснению и консультациям платить не надо но у них останется документ что она оплатила это верх изящества вот начинает Таля спорить а ей извлекают мятую квитанцию об оплате а как же вот вас проконсультировали вы все поняли оплатили а теперь рассказывайте что вас обманули и вы не понимаете что подписываете нехорошо это с вашей стороны на всякий случай Таля просто никуда не пошла простое но единственное эффективное решение а я прогнав этот манускрипт через перевод попробовал разобрать его главную мысль родина жениха демократия с болезненной памятью о рабовладении и со времен древнегреческих демократия это когда каждый человек имеет право develop и хотя бы одного раба попросила подругу адвоката тоже глянуть документ она категорически отказался во первых по объему и так видно что это же во вторых у них прецедентное право то есть совсем не как у нас в третьих своих дел по горло но подписывать это не надо аж совсем из-за всех своих интеллектуальных сил разобрала семейного законодательства в сша единого просто нет в каждом штате свое до какой степени разные да кто знает надо сравнивать как надо сравнить к примеру греческое с датским что там за века она предпринималась на попринималась и адвокаты для каждого штата свои экзамены сдают чтобы иметь такую практику какой харьковский нотариус может объяснить и проконсультировать чтобы это было все на уровне на лавочке рассказали а настоящее юридическое сопровождение а никакой своими зыбкими силами я таки нашла рабовладельческий абзац еще пару в край сомнительных но это уже имело значение чисто для представления личности жениха в котором я положал руку на сердце и так никогда не сомневалась талий ему ответила мы составляем здесь другой простой контракт на пару страниц все твое твое все мое мое подарки не отдарки такой контракт талий подготовил местный адвокат история с подсунутым контрактом первый кирпич который бил вытянул из подтали на уверенности что он очень настоящий вариант хит раздельность своих мужчин и женщины любят во всех случаях кроме одного когда она направлена против них к слову билл этнический ирландец учился в чем-то католическим включая университет но утверждал что он спиритуалист и атеист я не знаю какой он там спиритуалист но быть атеистом и антихристианином это совершенно разное и пытаться обманывать женщину которая попадет в незнакомой стране хотя бы на некоторое время в полной от тебя зависимости ну и беспомощное положение это антихристианство а не превентивная самозащита это две большие разницы жених прибыл на этот раз со своей старшей сестрой и ее 90-летним супругом сестра была нормальной комплекции по ходу аполлоном в роду был только он косметика как и краска для волос сестра не пользовалась из обуви предпочитала кроссовки была преподавателем католической школы на пенсии но немного продолжал работать наставником ее супруг бывший пилот был еще тот живчик высокий худощавый он даже мне подмигнул и я радостно засмеялась все происходило под самый новый год в последний день работы загса перед двухнедельными каникулами осмотрев таллин вариант контракта бил отправился с ним к нотариусу и тут его ждал облом чтобы наш украинский нотариус что-то заверял надо иметь украинский код билл ринулся в налоговую получать код и ему рассказали получение через день другими словами послезавтра деньги уговоры помочь не могут делается не в харькове запрос полетит в киев там присвоят код перешлют сюда но загс будет уже закрыт билл же хотел на праздники вот самый настоящий большой праздник все закрывается на две недели билл со своим арендованным фраком гостями и их обратными билетами на послезавтра с назначенной свадьбой оказался перед лицом бездны то есть росписи без контракта а что тали она уже так устала от его он улетел но обещал вернуться что хочешь женись хочешь давай еще подождем и показав руками птичку билл отправился во дворец счастья жениться мысль о том что он расскажет своей сестре маме они стыков очки ему оказалось нестерпимо на свадьбе он приседал и повторял married married мне казалось что он с этим опоздал лет на 30 но опять таки это не мое дело родители на свадьбу тали не пришли отец уже был абсолютно болен сердце задышка спал сидя дочку любил и такому же жениху был абсолютно не рад гостями были мамина сестра с семьей и таллин брат женой то есть элегантный минимум внимательно посмотрев на своих родичей что-то в уме прикинув тали предупредила на баре чтобы никаких напитков счет свадьбы и и гостям не выдавали и все прошло очень стильно молодые убыли встречать новый год в таиланде на крыше небоскреба а мы с коти и ваня организовались самостоятельно через неделю тали вернулась и старый новый год отпраздновал уже вместе с детьми а профессор он улетел но обещал вернуться пятнадцатое о том как оформлять документы на въезд сша уже сложены легенды сроки эпические для начала нужно перевести кучу своих документов на английский в сертифицированных центрах получить печати с названием апостиль заполнить бесконечные анкеты о себе и родственников не были в оккупации собрать справки о прививках пройти медкомиссию в определенном медучреждении у определенного врача маленькому коте надо было делать манту только у них а потом у них же через пару дней его показывать и коте ездил в киев два раза с этим манту а в медсправке требует прививки которых на украине вообще не делают и даже в их медучреждении их тоже нет и как сдашь это все то потом назначат дату собеседования через несколько месяцев и там вас будут разглядывать талия абсолютно не торопилась билл нанял адвоката этот все это заполнял по интернету книга убила тоже продвигалась пока на уровне обложки о чем то ли очень стала переживать потому что ее билл пожаловался ей что вызывали спрашивали ругали а он совершенно выбит тем что его любимая семья находится далеко то есть это уже по-русски говоря канала за отмазку не может сосредоточиться периодически билл на каникулы прилетал и они ездили отдыхать поездка в одессу удивило талю тем что билл оказывается там уже бывал ему там неинтересно и он от всего этого раздражался летом котю привычно потащили в трусковец но пометую прошлый вояж прихватили меня чтоб помогала таскать по процедурам при мне котя вел себя достойно и мы с ним процедуры не срывали он капризничал маме чтобы не расслаблялась даже с костоправыми он попривык оно по правде не больно только страшно но как-то котя сильно пристрастился к барни то есть превратился в откровенного взяточника учитывая обстановку и ограниченность времени на решение вопроса то себе дешевле было дать сколько их уходило в день не ясно но случай большого кипиша при попытке ограничить котю двумя подряд барни когда его организм затребовал сразу три припоминается буфете большая наценка и мы ими запасались упаковками в супермаркете дошло до того что таля запуталась как котю зовут и несколько раз назвала его барни где он видеть видеть сюда барни уже время с пересчетом по весу можно было бы и сказать что кольца процентов на 20 уже состоял из этих барни тут еще ваня начал ему завидовать и тоже требует барни чтобы он не сильно завидовал и вообще раз уж он тоже здесь ему организовали три процедуры лечебную физкультуру общий массаж и куда уж без нее коррекцию позвоночника так что ваня тоже оздоровлялся и мужественно переносил все кроме лечебной физкультуры на которой нагло пытался хилять и баловаться подъехавший к нам бил мирно сидел днями за компьютером в холле учреждения никогда не заглядывал чем он там занимался еще наивно полагая что пишет свой учебник кстати интерьеры этого лечебного центра вызывают огромное уважение в коридорах и холлах выставлены отреставрированные старинные буфеты все люстры брендовые из цветного стекла бесшумные лифты огромная коллекция растений приближает зону отдыха к оранжереи это действительно классный международный центр иностранцев в аэропорту львова встречают бусик ведь много колясочников и во всю эту сказку почти перестали ездить россияне натренированные массажисты настоящие мастера своего дела еще бы такая практика они химичили по-своему договариваясь с родителями больных детей они группы в три человека выезжали в другие города лечебная физкультура общий массаж массаж суставов это основное родители больных детей заранее договорившись с другими такими же у себя в городе обеспечивали их интенсивной загрузкой это очень удобно и несравнимо дешевле и отмечу огромный процент среди дцп деток это близняшки тройняшки но это мы отвлеклись пока мы своего бар не тягали по кабинетам то билл мирно сидел с ноутом среди пальм и чем-то занимался я с ним не общалась глаза ему не мозолил и жила отдельно с вами сняв комнату в городе у хозяйки билл относился к окружавшему ему и очень благостному миру с большой предвзятостью он ковырял обычные для нас блюда не могло быть и речи чтобы находясь тут же он пошел на какие-то полезные процедуры вода массаж или с разболевшими семена шутку зубом переступил порог кабинета нашего зубного врача он предпочитал горстями пить привезенные таблетки обезболивающего и ждать своего возвращения проблем со здоровьем у него было столько сколько и можно было предположить у 60-летнего страдающего сахарным диабетом ожирением разрушением коленных чашечек человека и это только навскидку не вспоминая побежденную им пару месяцев назад рак кожи странные красные трещины по губам которые с его слов нормально и обильные узлы бугры по ногам его горсти кто знает каких-то пилюль давали ему основное утверждать что он окей внутренние отношения этой новой ячейки общества мне до поры до времени не были известны но было видно что чем дальше тем меньше у талии настроение куда-то уезжать шестнадцатое пришла дата собеседования в посольстве и талия с биллом туда отправились это посольство больше похоже на неприступный замок на горе огороженный неприступной жестяной вдвороста очередь у ворот в подворье отдельная картина томящаяся толпа нервничающих и переживающих людей хорошего достатка коммерсанты интеллигенты турники этой канаты вежливо надменная снисходительно уверенная охрана кто-то очень опытный расположился складным стульчиком на входе в этот портал светлого мира отбирают все вплоть до шариковой ручки как же по фильму маноль 07 мы знаем они стреляют отдельно входящих и выходящих на них поворачивается вся очередь как в зоопарке по ним сразу видно кому дали визу кому нет счастливцев тут же в слезах поздравляют почти с фейерверком дали конечно же визу дали во первых рядом был муж который по рекомендации миграционного адвоката прилетел и шел с ней на собеседование во вторых в деле лежала кипа билетов как он туда-сюда летал в третьих куча фоток и переписка в четвертых куча писем в поддержку от его влиятельных знакомых и уважаемых коллег если он 30 лет в бостоне в университете преподаватель то сколько у него знакомых и знакомых его знакомых мы к этому факту еще вернемся но просидели они в коридоре посольства очень очень долго за это время зашло и вышло аж пол очереди и она даже рассеялась внутри два разделенных приема для пмж свой зал и по моей конспирологии тех редких кто на пмж специально долго маринует чтобы разглядывать это даже информативнее чем беседа котя ходил с ними и за ним пришлось гоняться по коридору гонялся бил первый раз стали улетела в бостон без коти определились она смотрится запишется на курс английского для мигрантов может найдет работу пересдаст на местные права найдет работу узнает где какие магазины транспорт хоть с кем-то познакомиться пройдется по гостям как можно осмотреться скоти на руках никак этого ничего не получилось план таля полностью провалила положены иммигрантам бесплатные курсы если где-то и были то она них не узнала никогда возможно в бостоне но как бы ей туда ездить да еще и каждый день наталья на вопросы билл включил компьютер и сказал вот пожалуйста выбирай себе онлайн курсы тут все есть так началась билова программа я тебе во всем помогу ты будешь заниматься чем хочешь и главное мое к нему подозрение но я предупреждал что полностью предвзято он утверждал что у тали просто прекрасный английский все окей и с учетом реальности это очень странное утверждение их двухэтажный домик на 80 квадратов состоящий из двух спален большой и маленький холла санузла на первом этаже и лестницы без перил располагался в очень маленьком городке недалеко от его работы находящийся в соседнем маленьком городке все было недалеко но на автомобиле а если без него то можно ходить вокруг дома или в лесочек рядом даже в продуктовый магазин потому что супермаркет да тоже в другом маленьком городке автобусами с троллейбусами в этом мире не пользовались фитнес-клуб которым билл по его утверждению это сильно худел находился я боюсь повторяться в еще другом маленьком городке до которого пешком за час можно было и дойти то есть расстояние между точками в этой сетке городков 8 10 километров тали ходила не вокруг дома она занялась биловой двухэтажкой которой уборка не касалась скорее всего никогда однажды открытые окна рассохлись и не закрывались било было и так окей но таля с молотком в руках все же заколотила их в рамки таля и молоток в условиях украины не смотрелись вместе аж никак а в сша быстро сроднились билл с молотком не смог сродниться и в сша ему везде надо было позвать мастера плесень которую некоторые ошибочно называют грязью покрывала санузел с душем конструкция эля пионерский лагерь зациклены на санитарных нормах после просмотра российского документального ужастика плесень талия бросилась на обработку поверхности двор от местных инсектов обрабатывала вызывная специальная служба бостон по широте на уровень сочи и даже южнее фауна богата опасными насекомыми поэтому дворы обрабатывают чтобы не заполучить бесценный укус на кухне возвышалась гордость билла стойка с бутылками вина ему их дарили и он красиво расставлял что указывает он безусловно алкоголиком не являлся обремененная лишними психологическими знаниями талия объяснила что на территории где есть дети подобные выставки недопустимы и попросил убрать эту красоту подальше подвал собственно вином в подвале где царит одинаково прохладная температура и место но как тогда на бутылке любоваться но тут вопрос дети а талю на этом заклинило поэтому маленькая таля увидит что большой билл даже не пошевелился убирать свою выставку самолично опустила дубовую конструкцию в подвал кстати на одном из многочисленных американских юридических сайтов я прочла что таки да не то что не рекомендуется а законодательно запрещено в доме с детьми держать доступности для них подобные выставки так что таля не хватило лишку в этом вопросе а была целиком адекватно билл утверждал что да сам он в доме не убирал но систематически заказывал службу клининга будем ему верить но приезду дорогой семьи он забывчиво не отклинил в доме две спальни где меньше с кровати стул будущее детское холст навсегда сломанным камином и без мебели на кухне старинный холодильник как видно билл предпочитал тратиться в других местах например покупая в питере квартиру под далекие призрачные цели будущую детскую таля предложила освежить билл привел специалисты тот выдал гигантский счет на окраску всего дома таля наставила только детскую но билл сказал или все или ничего она предпочла отменить не встревая в огромные расходы кровать в детской стояла историческая на ней умерла его мама таля вздохнула и больше ничего не обсуждала она была достаточно терпелива и умела очень умела уступать во двор цивилизация проникла сосед освоил не только свой участок но и их землю под самый настоящий огород веселый поджарный пожилой армянин сын фермера то есть уже потомственный растеневод каждый год высаживал все как полагается перчик помидоры тыкву и делил урожай пополам землевладельцем также им были задействованы несколько других соседей кроме того над двором простиралась пара могучих деревьев дающих тени осеннюю листву для уборки обрамляющего территорию двора заборчика не имелось отдельно стоял на въездной захламленный гараж со сломанным полуоткрытыми воротами и заставленный ящиками с хламом подвал состоящий в углу оставшийся от прошлых хозяев очень приличной беговой дорожкой гордость била опель без ковриков на котором он уже 20 лет как за рулем парковался во дворе тали смутилась что профессор наверное должно быть что-то новее но билл объяснил что однажды купил кадиллак через неделю вернул я почувствовал это не для меня италия испугалась что ее сейчас тоже как кадиллак за прыжок на месте попытка взлета отправит куда подальше в эти дни в университете наметился корпоратив и билл торжественно привел туда молодую жену холастаться показывать свои достижения как директора русских программ со своей женитьбы билл стал на некоторое время местной звездой университетском журнале вышло его большое интервью о путешествиях в россии на украину с историей его любви в которой он рассказал что спас свою будущую жену от войны каким образом он ей сказал что немедленно уезжала из луганска мы с его мнением полностью согласимся информативность в наши дни залог правильных решений и как любят повторять картежники знать бы прикуп жить бы в сочи интервью украшал большого размера портрет нашего профессора он кстати пользовался большими симпатиями студентов и в тот год по анкетированию признан самым популярным среди них педагогом у университета экономика юридическая направленность так что ядерные физики в конкурсе не участвовали в чем же скрывался его успех далее объяснил что он хорошо умел смешить студентов я добавлю что и коте он замечательно смешил и малыш к нему очень привязался они играли в мячик кривлялись все такое декан билла дорабатывающая последний предпенсионный год женщина в мужском костюме на следующий день после корпоратива прислал им в подарок большую вазу тали утверждала что если бы ее не предупредили что эта женщина сама бы не догадалась еще таля там же познакомилась с коллегой билла переехавший по контракту из германии незамужний профессор она рассказала что адаптировалась три года и только потом почувствовал себя более менее комфортно и при этом наличии широких контактов и работы посетили они конечно же и балет а затем талю одну отправили через всю страну в штат вашингтон в гости к уже знакомой по карпатам младшей сестре кэти поехать вместе у билла не получалось дорога с пересадкой это очень далеко больше трех тысяч километров но тали смогла не заблудиться 17 с пересадками до штата вашингтон тали добралась это там где благословенная столица хиппи город сиэтл сестра билла кэти женщина действительно трудной судьбы не потому что она в 56 дерева упала находясь с очередным женихом в районе новой зеландии в тур поездке и пришлось лежать в гипсе на островах а всей своей жизни начнем сначала она поздний последний ребенок с диагностированной эпилепсии когда в первом браке у нее что-то пошло не так при уже имеющихся сына и дочери то выход из положения они с мужем стали искать диаметрально противоположный он подал на развод она залетела третьим для укрепления семьи по итогам они развелись из старших двух детей муж отсудил себе указывая на здоровье и благосостояние супруги младший родился уже в процессе развода и остался с мамой старших вырастила в основном ее свекровь а младшего к эти сама ее отец глядя на несостоятельность младшей дочери очень ее жалел и завещал только ей все свои деньги но с условием что она их получит после того как на них выучиться все трое ее детей а пока наследство находилось под управлением у опекунов могучий был мужик коммерсант и кстати терпеть не мог своего единственным сыном нашего били о чем тот с возмущением и рассказывал травма такая детская мужика осталось зато старшие сестры и мамы с ним нянчились как с игрушечным это видно по его детским фотографиям огромную кипу которых он сразу после знакомства привез стали оцифрованных и распечатанных а не то что в электронном виде в конце папенька маменьку еще и бить пытался потом ушел из семьи и шубу и и норковую прихватил возмущенный бил пошел и купил маме новую норковую шубу так что хорошего сценария семейной жизни бил не видел а это если верит психологам накладывает отпечаток в следующие поколения еще папа билов всегда сам финансами семьи занимался мама только домохозяйка когда папа от них ушел то у мамы возникли огромные финансовые трудности потому что у нее не было никакой кредитной истории а в их стране это как будто человек из ниоткуда с такими банк не разговаривает плохо у них это и вот как раз в этом году когда таля приехала в гости к эти ее младшенькой майкл окончил учиться получил диплом юриста и она активно ждала наконец свое наследство заранее присмотрела большой дом в горах но как-то поторопилась денег оказалось не столько сколько она предполагала а дома она уже оформила и получила головняк который пыталась расхлебывать и кстати шубы я их не зря упомянула обе шубы сконцентрировались у кэти плюс еще те которые непосредственно ею были куплены так что зоозащитницы она не являлась скажу сразу что стали они опять хорошо провели время кэти рассказывал как трудно и жилось одной с маленьким ребенком как не было денег даже на еду самом прямом смысле стали молча удивлялась почему же ее любящий старший на добрых десяток лет брат не обремененный никакими заботами не помогал своей больной сестричке он ведь даже говорил что завещает ей свой дом в ирландии потому что там вокруг природа она так и любит и в конце поездки кэти одну из этих норковых шуб пыталась отдать тали ту которую билл маме купил но тали отказалась разбирайтесь сами со своим братом то что кэти принимал участие в голых заездах на велосипедах показывает что она настоящая вашингтонка или как там они называются ее младшенький сыночек кудрявый темноволосый с утонченными чертами лица красавчик майкл открытый гей у него на днях намечалась вечеринка тематическая с дресс-кодом все должны прийти в красных платьях тали смотрел как он собирался подбирал с мамой себе наряд туфли аксессуары не скажу что тали очень консервативно но немного от этой сцены припал из непривычки а кэти очень веселилась и живо советовал сыну тали тоже с майклом хорошо подружилась они весело по-молодежному общались он рассказал что его в детстве совратил второй мамин муж а потом мама узнала и развелась майкл только что окончил университет пока не мог найти работу в юридической фирме и водительских прав у него не было он вообще водить не умел и маму свою машину здоровенный джип ему не давала впоследствии майкл подал в суд на свою маму и этого ее бывшего второго мужа с которым она уже лет десять как в разводе за то что он его совратил а маму узнала но в суд не подала то есть нанесли ему вдвоем непоправимые душевные травмы дело было бесперспективное недоказуемое но надо же бороться короче они то платье вместе примеряли то судились и сама кэти судилась с последним своим бойфрендом за то что он ее чем-то заразил и требовал от него денег на лечение а он лет на десять младше нее массажист выставил есть встречный иск он ей бесплатно сколько-то времени почти каждый день делал массаж кстати массаж кэти был реально очень нужен как многократно падавшись деревьев она ярая любительница туризма окончила курсы выживания разбиралась в растениях оставалась в горах с ночевкой вдвоем со своим псом работала кэти с кем-то социальным на государством душой она была открытой на первые робкин таллина жалобы хочу научиться водить машину а бил не реагирует отвечает вот стоит садись езжай кэти тут же сказала поехали я поучу поэтому странно почему сына на к своему автомобилю не подпускал он погостив недельку талли вернулась в бостон какой-то дружбы после поездки у них с кэти не продолжилась к эти было чем и кем заниматься без билла и его семьи к ней собирались перебираться ее собственная дочь благодаря веб-камерам в спальне обнаружившая что муж ей изменяет плюс от старшего сына намечался внук и опять-таки наклевывалась очередная личная связь голые велогонки костюмированные вечеринки походы с ночевкой разве что когда талли завезла к себе страничку фб фейсбук то кэти прочитала и целую лекцию как ее правильно вести что всякие психи не приставали советы сводились к тому что страницу надо держать закрытой но тогда с учетом отсутствия своих знакомых то ли ровно нечего было там делать то ли вернулась в бостон и они с билом съездили к его старшенькой сестре но это близко пару часов на машине ничего интересного старики которые не могут понять почему у них начинаются проблемы со здоровьем к своим студенческим дружбанам бил жену пока не повез их ежегодные исходники в чикаго были в специальную неделю одновременно с местными большими играми на стадионе слову все его друзья имели от трех до шести взрослых детей и только один был разведен из-за проблем с алкоголем то есть у них у всех были дети возраста талии а жены и плюс-минус возраста била и конечно же надо было везти туда жену и показывать им свое приобретение чтоб все понимали бил ого-го он так талии объяснял вот будешь идти ты рядом я тоже и все будут думать чем он ее взял у каждого свои грезы и не у всех это рио-де-жанейро бил последовательно воплощал свою мечту оказавшись стали в общественных местах он демонстративно ее к себе прижимал и тискал вел себя как подросток она до поры это молча сносила хоть удивлялась и коробилась таким повадком считала что бил пытается нагнать то что пропустил в молодость исходя из его детских фотографий он был толстеньким неуклюжим мальчиком так что целиком вероятно а вот его самооценка теперь взлетела до принц спаситель на белом коне 18 на фоне действительности украинского мира и с надеждой что котю смогут вылечить хотя бы в мекке талия вернулась за котей первичный план адаптации провалился и талия начала работать домохозяйкой изучая язык онлайн и ожидая мужа к обеду котю везде зарегистрировали государство выписало на него нужные номерочки посчитала его и он попал в биллу профессорскую от университета медицинскую страховку такой порядок хоть малыша и не усыновляли бил перестал платить налог на бездетность что составляло для него 500 долларов в месяц и кстати доброе законодательство вернула биллу все излишне уплаченные налоги за 2014 год потому что хоть он и женился 24 декабря но этот состав ему семьи засчитали за весь год еще немного математики в 2014 билет туда-сюда на украину стоило 500 долларов минимум конечно это выловленный билет тем не менее так что если вникнуть то суммы сопоставимы в бостоне коте повторили украинскую процедуру обкалывали ножки штатах обкалывают не диспортом а чем-то похожим силикон не знаю ногу загипсовали на украине гипсуют и проводят лечебную физкультуру и стали ждать результат он оказался один в один как украинский а я грешным делом думал что там лекарство попалось негоже тогда коте сделали операцию подрезали сухожилием крайние мерам он стал хромать значительно меньше слегка прихрамывать на голеностоп установили пластиковый фиксатор чтобы ножка не вихляла от фиксатора определенная группа мышц оказывается неиспользуемой и стремится к атрофии поэтому нужны массаж и лечебная физкультура на украине у него тоже был фиксатор но тяжелючий неописуемо страшного госпитального вида до колена носить его малышу а тем более спать в нем просто невозможно в штатах фиксатор выглядел легкий пластик чуть выше косточки под гольфик черный с мультяшными картинками и у коти си был синенький с машинками сам выбрал для разработки ножки котю записали на плавание и билл по случаю тоже решил поплавать у него открылся к малышу парный инстинкт установленный во дворе батут он тоже мастился опробовать что при его весе вызывало опасение за батут да и забила чувствуя неладное он с грустью посидел на бортике батута и уточнил утали ее мнение для билла такое полностью в рисунке поведением если на горизонте попадались даже маленькие качели то он стремился в них втиснуться когда они ходили на детские площадки то он вел себя сильно радостно как и одевался например в любимый свитер окраса пчелка то ли искала себе мужа отца а получила мужа престарелого сынулю с первых дней пребывания в доме билла тали узнала что с финансами все очень напряженно за дом еще лет 30 платить за ирландский дом лет десять кредитные лимиты под залог недвижимости почти исчерпаны ты на мальдивы летала вот за них долг ты не знала что мы в долг летели ты же все равно летала и в таиланд летала в долг бы не согласилась а как же праздник все должно быть красиво тали стало очень удивительно уже всю жизнь прожил один как он все потратил да как ты сумел такое количество недвижимости стоит состояние билл стремился на виду делать вид канать под миллионера штрихи он член гольф-клуба с полным набором клюшек но играть ближе как не умел и не очень интересовался но членские взносы тысяч пять в год платил любимому университету свои католические альмаматор в чикаго всю жизнь деньги отсылал он же успешный как его однокрустники раз в год или чаще летал отдыхать свой ирландский дом куда перелет не дешевле чем до киева но не на глазах у публики билл сурово экономил на всем он простите жрал консервированный суп и макароны запивая колы одежда вся густо издавала какой-то родной до боли знакомый мне запах сначала я подумал что это дезик чего не подумаешь растерявшись потом склероз прошел да это же запах нашей родной химобработки системы секонд не думаю что в штатах есть такие шикарные секунды как у нас но после восьмой оценки совсем новых вещей на минус втором этаже молла с этим взглядом било на шмотки я полностью согласна но с консервированными помоями соглашаться нельзя жизнь с человеком который обещал ей что она будет заниматься чем хочет в реальности свелась к уборке готовки стирки и сопровождению принца который заметно посвежел и продолжил хвастаться своей женой сама таля выглядеть стала похуже она забилась в угол и даже в продуктовом предпочитала не самоуверенничать что билл купил то и нормально финансам вообще не лезла хорошо запомнила кадиллак который вернули не моё получал небольшие карманные деньги из которых надо что-то выслать ваню мама ее тоже злая не злая а своя уже порядком хворы папа умер квартплату в харькове никто не отменял стала то ли жить новой жизнью которой на украине люди в начале 90-х жили у нее разом прорезались все умения красить себе волосы делать маникюр педикюр и скраб с обматыванием а когда соседские дети предложили убрать осеннюю листву по цене 5 долларов за мешок тоталя сама эту листву все несколько десятков мешков прекрасно собрала принцесса из него вырисовывалась никакая проблемы с расстоянием какие-то ли навыки вождения ближе к нулю права украинские конечно есть но что это значит ей надо было бы немного поездить с инструктором чтобы иногда брать автомобиль отвозить котю ну и к этой роскоши они пару лет шли добрый сосед садовод извлек из сарая и подарил ей свой заброшенный велосипед на автосредство оказалось ей не по росту хоть все равно спасибо италия бодрым шагом ходила пешочком вдоль дорог на фитнес но вот здоровьем билла она попробовала заняться всерьез чтобы он ел правильную пищу не пропускал спортзал там он ходил по дорожке установив ее на скорость максимальный минимум колени то болели билл очень улучшился по сахарному диабету стал несколько меньше в объеме но не чувствовал он что что-то в своей молодой жене должен прекрасный принц семье только один а детей кстати двое опять он коте про оставленного в харькове ваню вообще из головы выбросил а маленького котю что любил то любил заснятые стали ролики где он малыша массажирует или впереди всех бежит с ним писать сильно навеивали нетленку набокова и глагол впивался да а бассейн биллу вполне хватало разок в неделю поэтому он решил что и коте хватит так длилось некоторое время пока тали не проявила упорство тогда билл сначала впал в гнев а потом на нервах изыскал две сотни и коте стал плавать два раза в неделю а еще билл любил вечерком позвонить и обо всем старшей сестре рассказать как дневник вел дайте подумать как это тали нравилось также он обзванивал из своих университетских друзей и им свой дневник вел сами друзья ему не звонили о своих женах и детях каждый день не рассказывали только вежливо слушали и с любопытством ожидали чем же это разрешится девятнадцатое мы столь далеко зашли в нашем повествовании что добравшегося до этих строк читателя наверняка сложилось мнение и кто виноват и что делать сами же мы пребываем в некотором вакууме особенно по части что делать поэтому приостанавливаем уже достаточный поток пошла сказала увидела и перейдем к тонким материям говорят женщину для женщины не бывает загадкой попробуем и мы и так у тали не было отца опоры дома властвовала скандальная холодная мать ее энергетика любопытно характеризуется фактом своим детям вместо колыбельных она пела революционные песни папа вполне успешно служил в милиции может и не был подкаблучником но предпочитал находиться от дома подальше и с женой ни в какие обсуждения не встревал она и среди ночи могла прихватив детей прийти к нему на службу с проверкой считаем что то ли искала себе мужа отца состоявшегося мужчину который станет ей опорой защиты зрелый успешный осмысленно выбравший именно ее оценивший свое счастье и припавшую ему удачу хотела стать последней любовью тем более бил я изначально обещал что она может заниматься чем хочет он ее во всем поддержит нечаянно или манипулируя билл выстоял все ее европейские сборки не был женат без бэкграунда таля очень ревнила нет детей пишет учебник уважаемый профессор директор как говорил ослик и а мой любимый цвет мой любимый размер надо и учесть ее состояние перманентный стресс проблемы со здоровьем ребенка война эвакуация единственный плюс было куда уехать из луганска удирали не в чисто поле возраст жениха давайте уточним возраст ее бывшего мужа оп на лет пять младше билла а закрутивший ее в луганский психоаналитик старший ее на дюжину вау молоденький внешность суженого на фоне его плюсов заставим немного похудеть может мальчиком помладше тали не нравилось очень нравилось они везде с ней знакомились звонили часами просто так разговаривали годами дружили но не больше почему типичный ее вывод он через три года пойдет налево да такие неуверенные в себе бывают но проверяя личную жизнь своих знакомых таля только убеждалась своей правоте мы сразу предупредили у нее хроническая депрессия попытки самоубийства три реанимации о чем психологу гуру допал доподлинно было от нее же на терапиях известным психиатр пояснил что она не хотела покончить с собой это были крики призыва о помощи теперь таля правильными ходами через психологию пытается спасти свою жизнь какой же тали видела желанную счастливую жизнь наверняка в этой сказочной картине она точно не была домохозяйкой работала психологом иначе зачем же она так много училась оканчивал магистратуру занималась на факультативах типа гишальда психодамы анализ снов и куча куча всего еще и там ей за ее же деньги внушали это работает поэтому не сбилом появилась самонадеянность я найду нужные слова я смогу направить ситуацию проблему она видела одну бил никогда ни с кем не жил а что она вообще хотела от мужа муж профессор он пишет учебники она гордиться им должно действует такое на самом деле действует ли хоть что-то на самом деле я сразу сказал что психологию не верю она может только ответить постфактум но почему но рулит когда как и только на здоровьях людях а кругом больные на всю голову им и таблетки успокоительные не всегда помогают и виаграм только на сердце колом ставит смотрим на ее избранником он здоров мужик до 60 не только не женился а ни с кем не жил последнее сожительство комната студенческой общаги даже без кота обходился мужик муссирует что его папа не любил но даже не разворачивать тему почему советуется 70-летней сестрой жениться или подождать как говорится в одном попутном твите если она выглядит как говно пахнет как говно то скорее всего это говно ладно смотрим дальше что посмотреть успешность пушкин в 37 гробу лежал где книги статьи которые бил успел написать до 60 где его научные наработки муза профессионализма не посещала то ли об этом понятия не имела но сам-то узнал и почему именно его отправили директором российского направления он тали сказал больше никто не согласился жестокий романс лет десять назад билл влюбился в русскую и помог ей получить работу преподавателя в штатах но она по его утверждению на все его услуги и намеки даже не поняла что он за ней сохнет только дружила сейчас уже замужем и поныне тепло с ним дружит романтическая история первой половины девятнадцатого века или восемнадцатого леденивые талии не она не понравилась талия долго изучала фото этой дамы мне тоже не понравилось как надо ухаживать чтобы дама смогла суметь пропетлять что так и не поняла этого попутно собрав все услуги швейх никогда моим кумиром не был самомнение билла на славянских просторах расцветала пусть адама сепаца была не догадливая что ж так получилось но он американский профессор а это дорогого стоит и писал билл врачное агентство то девушкам с обложки то девятнадцатилетним с одной стороны отвечали же они на его письма моментально как он считал что именно они с другой но не найдет так фиг с ним зато с красотками на общается 40 лет без семьи прожил можно еще подождать но тут появилась талия и с учетом геологических вычислений биллу показал что она очень ему подходит и да по возрасту нормально вот старшая сестра его как раз на 20 лет младше мужа прекрасная пара билл всегда в тайне помнил что он прекрасный принц сестры в детстве также говорили и сейчас это проявлялось к тому же теперь он еще и спаситель даже в университетском журнале вышла на лист статья интервью с ним он рассказывал как ездил в россию в революционную украину там встретил любовь и спас ее от войны как же он ее спас сказал немедленно уезжайте оттуда тут мы согласны информация в нашем мире это все теперь все его дружбаны со своими пожилыми женами ахнут и все ему будут вслед смотреть восхищаясь и удивленным думаю я что он влюбился да думаю он снова огромной силой влюбился в себя он видел себя как в кино как во снах так что эта парочка временно нашла друг друга почему временно ну пока не разберутся кто тут принц кто принцесса а кто лицо сопровождающие консорт так сказать а пока чтобы подумали одинаково наконец-то одно не могла я понять почему профессор на украину то зачастил ведь их университет с украины не сотрудничает бил даже у руководства спрашивала она ответила планах на развитие такого нет слишком нищая страна никаких зацепок упоминаний кроме брачного агентства не находилась может с местной профессорой дружил нет что ж ему в россии агентство то не такие кто ж нам расскажет этот нюанс 20 историю таллиной жизни в бостоне можно разделить на три части домохозяйка работа судебная трясина каждая из этих частей безнадежно по своему и стойкость оловянного солдатика вызывает удивительное уважение мы больше не будем особо затруднять текст описанием быта сосредоточимся на выходящих за его рамки моментах однажды поздним вечером тали сидела скотти в его комнате и вдруг в полной ночной тишине услышал из супружеской спальни вопли уровня горилла в плохом настроении она очень испугалась стала звонить его сестрам чтобы они связались со своим сыночком и узнали что происходит но никто из них трубку не взял вопли продолжались италия позвонила 911 а что она пойти туда должна была ну приехала помощь и билл им рассказал что пел в наушниках хорошо он пел но не до и после этого случая он не пел даже без наушников однажды ночью разница по времени с бостоном 7 часов тали позвонила мне в рыданиях на грани истощения оказывается они всей семьей были на праздники в гостях у его коллеги гостей набралось человек 20 все родственники кроме них но билл давно прибился к этой семье как одинокий холостяк так что и он проходил как постоянно приглашенный полуродственник в семье жил кроме супругов с детьми престарелый отец слегка в деменции его сиделка из африки по контракту один из родственников вдовец с пятью детьми и подростками трое из которых усыновлены из казахстана короче куча народу основную часть праздника талия бегала за котей вокруг дома иногда ее подменял билл и вот вернулись они домой и им вслед позвонил гостеприимный хозяин спросить неизвестно ли им что-нибудь по поводу исчезновения его 600 долларов из жестяной баночки возле телевизора не брал ли эту баночку поиграть коте им ничего известно не было талюж точно билл тут же сказал что теперь все подумают только наталью почему она же чужая а все остальные точно взять не могли далее занервничала билл усилился он сидел рядом и причитал что надо же такое происшествие только наталью теперь все и подумают она ведь и полгода к этому моменту в штатах не провела впечатлительное на чужой территории талия разрыдалась но почему на меня что я вам такого сделала ее воображение уже рисовала как ее арестовывают высылают забирают документы билл усилил причитание свои горячие сочувствия жену трясло тут она мне и позвонила мне пришлось очень долго ее утешать и каюсь объяснять что билл просто наслаждается этой ситуации где он сейчас сидит рядом ты рыдаешь он кайфует он специально тебя довел вампирит наслаждается не знаю насколько я ее успокоила но какая-то новая решимость у нее возникла не спамши на утро чуть рассвет талия поехала к этим несчастным жертвам из порога почему вы на меня думаете они при виде растрепанной и зареванной талии кинулись утверждать что не думают на нее тут же детей было человек 8 просто они всех обзванивали все же она с ребенком бегала вот что видела это не конец истории конец на два шага первый талия вспомнила что вот билл действительно долго скотти один находился в этой самой комнате с телевизором когда все вышли во двор второй на днях талия должна была улетать на украину на новый год и билл ей выдал на это тысячу вот таким образом он открыл бумажник достал из него четыре сотни распрямленных денег и потом залез какое-то другое отделение достал и протянул и свернуты шесть сотен при этом внимательно испытывающий посмотрел ей в глаза с тех пор она уверена что эти деньги взял именно он зачем хотя бы из-за склонности к девиантному поведению и она стала бояться оставлять свои вещи документы в доме все свое ценное билл хранил в сейфе на работе а в доме даже входную дверь не всегда замыкал ясно однажды биллу приснилось в кошмаре что он шпион талия заинтересовалась а ты точно не шпион может ты как-то связан с цру последний агент 007 произвел на нее огромное впечатление она его оценила как лучшего для меня это было странным маленький и блекленький вот перс бросан да и билл рассказал перехожу на полушепот чтобы однажды ему действительно изложили такую просьбу подобрать среди русских студентов для сотрудничества но убила не получилось потому что кого он подбирал хотели ненавидеть родину из флориды они прятаться от кгб в брачевике под воронежем требовались же именно такие но не затем ребята на свои деньги зарубили международную систему финансовой отчетности английский нужные кадры категории воронеж все же больше рассыпаны по другим местам там и про французских уж две сотни лет весна осень прокапывают но для контакта с ними учите русский выше уровня трех букв алфавита однажды тали скотти оказались одни в аэропорту в дублине билл дал тали какую-то местную деньгу тали купила в баре бутерброд и напиток протянула эту единственную что у него была бумажку и бармен объяснил что некогда эти деньги уже вышли из обращения но сказал угощайтесь за счет заведений тали чуть не ушла под землю шутка это было или случайность но жестко и билла преследовала педагогическая фантазия на глазах у коти целовать и тискать жену он утверждал что хочет показать ребенку любовь тали сопротивлялась билл вообще был педагог от бога по крайней мере он так утверждал по окончании университета у него имелся выбор пойти работать в финансовую структуру или преподавать и он выбрал педагогу я почувствовал это мое кто-то должен служить ради молодого поколения учить и отвлекусь система образования и ценностей в штатах выстроена таким образом что очень дорого учиться на бакалавра почти все этим и ограничивается на магистра тоже дорого не так а вот учиться дальше значительно дешевле и желающих почти нет всем надо зарабатывать деньги по возрасту пора не до игрушек стать доктором на самом деле проще чем открыть новую звезду на небе достаточно отучиться определенное время написать нечто наподобие наших дипломных работ есть стипендионные схемы при которых учеба на доктора бесплатно но надо отрабатывать определенное количество времени в университете библиотекам ассистирование и запрещено работать в других местах то есть годами жить на стипендию скажем так редко местным такое нравится двадцать первое глава получилась целиком бытовая сидя сиднем в отмытом доме без друзей и знакомых убедившись что жены друзей билла с ней общаться не будут талия начала осваиваться самостоятельно выбрав красивые и старинное здание протестантской церкви в соседнем городке она стала ее посещать увидев новую прихожанку к ней тут же подошли и познакомились местные пастыри расспросили кто она и где живет имея массу свободного времени талия записалась к ним волонтером и участвовала в работе ее стали приглашать на обеды и вечеринки которые проходили и с дресс-кодом например элла 50 вообще не было по-доброму хорошо рассказывать что из троих пастыри двое женщины и одна из них состояла в браке который не во всех странах пока разрешен уже излишне вот только атеист билл по умолчанию злился на ее походы в церковь он не говорил нет ты не пойдешь он же вежливый профессор но придя домой она обнаружила например изломанное мусорное ведро как будто его били ногами помните в предыдущей главе билл уже пел а тут нет тут он даже не понимал откуда это взялось записалась стали волонтером и в котину школу часто сопровождала детей на прогулке школа там с пяти лет с одним летним месяцем каникул в остальные летние месяцы детей водят по паркам музеям полям фермам и бассейн нашла поблизости местный добрососедский кружок для мигрантов собирались в основном пожилые бабушки раз в пару недель и готовили пироги разговаривая на английском мигранты вообще охотно перетаскивали штаты своих бабушек бабушка очень удобное и экономически выгодное приобретение для семьи продленка стоит 1000 долларов в месяц детей оставлять одних ни дома не в машине нельзя малыша попросту моментально отберут реально богатые люди детей на продленку не оставляли предпочитая или маму домохозяйку или обслугу работящий люд сдавал совсем маленьких грудничков пару месяцев малышу и в киндерке до самого вечера подружилась стали с соседом огородником тем более сама любила повозиться с растениями малыш котя поливал вместе с зиком так его звали проверял рост плодов бегал держась загруженную тыкву метележку зику было лет 50 худой под жарой веселый зачастую слегка под шофе еще зик заинтересовался историей коренных народов Америки читал о них книги рассказывал об их трагедии тали подарил ей такую книгу на английском а потом отправился на месяц в одиночный поход через всю америку по индейским резервациям по специальности зик занимался замками и сейфами когда тали пожаловался что боится билл часто забывает закрывать дверь то зик притащил из сарая старый сейф без замка затащил вместе с биллами его в детскую и билл купил к этому приобретению новый замок чтоб тали не боялась а он мог продолжить забывать закрывать дверь код на замке установили 1 2 3 4 5 6 от склероза герл флорент зика хозяйка соседского дома дома около 60 этническая еврейка огородами не занималась писал юридические книги ее три взрослые дочери жили отдельно но нередко навещали мать особенно часто приезжала младшая дочь вместе своей женой они как раз ждали ребенка иногда даже заезжали с подругами устраивали небольшие вечеринки приглашали италию большой фото со свадьбы младшенькой висела в зале на стене тали стала привыкать к местным нормам и перестал удивляться она же не проводила какие-то изыскания расследования натыкалась повсеместно семье билла по соседству в церкви на работе у мужа но надо учитывать что штаты массачусетс и вашингтон в ряду самых продвинутых так что жизнь где-то в юте или вайоминге возможно абсолютно другая нам это неизвестно на свой первый день рождения в штатах талия попросила с учетом огромных аукционных скидок и насущных потребностей детскую площадку во двор раз просила ей ее и купили приехали специалисты заровняли площадку и установили качели и горку баскетбольное кольцо потому что у коти такое было в харькове уже вы клинчили ранее билл конечно протяжно посмотрел на талю но потом его купил так что постепенно двор стал выглядеть обжитым и в окно можно было посмотреть на подпитывая зика на горке разговаривающего с качающимся на качелях биллом женившись билла смотрелся на свою берлогу и стал ее преобразовывать там было куда развиваться обойдемся перечислениям входная дверь две штуки пристроенное крыльцо солнечные батареи на крышу по акции душевая кабина холодильник стиральная машина сушильная машина посудомоечная машина это святое чтоб самому не возиться набор мебели для крыльца шкаф икея пылесос для сбора листьев самый дешевый и несосущий письменный стол икея большой мангал чтоб гости на нем билл готовили кондиционеры 2 диван и ковер в холл изюминкой коллекции стала купленная в конце второго года двухъярусная кровать в детскую вместо исторической на которой и умерла мама билла если кто-то думает что таля принимал участие во всех этих покупках и пристройках то почти нет разве что шкаф диван ковер и стол для пустующего холла с навсегда угасшим камином последний куплен на двухъярусной кровать после очередного напряженного момента это уже то ли в мечтах привести второго сына то ли первый шаг выбраться от билла подсознание сработало отдушина от сидения в домике билла для то ли было смыться на пару недель в харьков с одной стороны билет дорогой а с другой все дорого любое телодвижение мастеров от 50 долларов кран капает сотка поэтому прилетев летом на каникулы к старшему сыну которого никак не удавалось забрать то ли попутно вылечила зубы прошла курс лечебного массажа сеансы у врача косметолога сделала узи и другие анализы получила назначение врачей на свои хронические нервы и почки закупила лекарств на все курсы лечение и внезапные случаи простуды прошла 10 занятий вождения автомобиля с коробкой автомат окрасила волосы у мастера и убыла так что поездка более чем окупалась необозримой разницей в ценах на услуги ничего из перечисленного штатах тали себе толком позволить не могла поездка бы окупилась одним большим походом к стоматологу еще интересные медицинские моменты последний приезд у тали был дикий сотрясающей грудную клетку изматывающей каши до этого она посетила штатах врача он ей ответил ничего покашляйте и пройдет в харькове по направлению от какого-то совершенно по другой линии врача измученная талия сдала перед самым отъездом нужный анализ а результат получил уже в бостоне рассматривание присланный документ воскликнула выходит у меня коклюш и побежала опять к тому же врачу он совершенно спокоен даже не глядя в иностранные анализы выписал и гормональное лекарство и кашель ушел за пару дней то есть штатах не сильные врачи и любопытствует завяжи когда лежи и это по страховке как я и писал раньше убила губы в красных трещинках теперь такие же трещинки оказались и на коте которого бил любил целовать в губы и на талии эту неприятность харьков им тоже вылечили очистили капельницами и уколами но не очень надолго перестать целовать ребенка в губы бил не мог ни под какой угрозой скандала сам он утверждал что врачи ему сказали все окей он не болен но какую-то мать выписали так что медицина по мелочи в штатах ого-го талия старалась адаптироваться как могла хотела сдать на права но на русском сдавать в этом штате невозможно как и просто обменять украинские документы на местные и она зазубрила правила на английском будучи ярой перфекционисткой потратил на это добрых полгода американский инструктор по вождению это после украинских десяти уроков у талии появился на третий год пребывания стоит каждый американский урок примерно как 10 украинских с той разницей что с ней были вежливы в родном харькове нанятый по рекомендации автошколы инструктор уже на третьем занятии начал настойчиво предлагать бесплатно по любви а в конце еще и обучить фирменному харьковскому стилю езды по улицам на чем то ли на всякий случай прекратил заниматься чтобы не переучиваться в бостоне в полиции и дали контакты украинских парней это оказались бывшие гаишники ветераны чернобыля съехавшие в штаты лет двадцать назад по какой-то международной программе для облученных прекрасно устроились открыв автошколу к ним была целая ру очередь русскоязычных после таллиных приготовлений экзамен был сдан с блеском на раз так что она продвигалась 22 подоспел момент когда билу очень надоело развозить талию и котю он сказал что чувствует себя каким-то служебным водителем иногда он просто не мог из-за работы тогда тали с котей шествовали по обочине однажды их остановил полицейский познакомились так сказать он даже подарил коте полицейские эмблемы из фольги просто не ходят по обочинам в том мире это привлекает озабоченное внимание даже полиции вечером увидев у коте эти полицейские эмблемы бил очень заинтересовался откуда и тали честно известила что подарил знакомый полицейский бил задумался и тали взяли близенько автомобиль она очень хотела чтобы близенько оформили именно на нее но у нее увы отсутствовала кредитная история ей наотрез отказали даже под гарантией мужа пришлось оформлять на била теперь вооруженная автомобилем тали собралась устраиваться на работу и началась тихая семейная война бил звонил своим сестрам и друзьям что делать старшенькая сестра била тут же начала названивать тали бил и котя вот твоя работа и это говорила женщина которая и в семьдесят продолжала работать неполный день далее эту сестру маму к тому времени тихо не взлюбила дьявол кроется в мелочах штатах куча своеобразных праздников с милыми названиями торговые центры их обожают вот есть день отца на него бил от своей мамы получил прекрасную открытку с яркими словами что он лучший отец а на день матери от али никто не вспомнил обидно наверное вернемся к обстоятельствам в семье денег убила нет кругом долги и ипотеки он присылает аль какие-то самолично составленные таблички о том как он замечательно жил раньше и как все стало в крифе в кость теперь хоть он уже даже не член гольф-клуба расходами ведал он самолично и иногда они выглядели весьма странно например на одной из семейных сходок у мамы собралось почти все семейство включая старшего сына кэти о котором мы еще не вспоминали во время застолья бил решил силами этого парня за три тысячи долларов установить себе душевую кабину по итогам на работу ушло 10 тысяч и осталась масса недоделок она рядом стоящие в процессе работы слегка придвинутый лицом боковой стене унитаз теперь стало возможно садиться только боком иначе некуда ставить ноги виноватых не было никого система единственно возможного виноватого была включена изначально распространялась на все случаи в траектории поездочек била слетать дня на три в ирландию поиграть с другом в гольф с уважением могут отнестись все это больше пяти тысяч км в одну сторону вернемся мы отвлеклись значит денег нет но работать то ли не должна что билла не расстраивать принявшись разбираться куда же она может претендовать то ли попросила оказать помощь в поиске работы всех с кем билл ее познакомил теперь это и твои друзья и твои друзья никто не откликнулся даже вежливым советом кроме отца усыновленных из казахстана детей с которым она немного сдружилась после истории с пропажей 600 долларов он там тоже со своей оравой подростков проходил подозреваемым и тоже не обрадовался хочется связи с этой истории вспомнить на здание моего отца когда в доме посторонние то убирай все ценное подальше чтоб потом не решать кто мог а кто не мог и друзей сбережешь и свои вещи откликнувшись наталья ну просьбу найти работу он приехал днем к ней в гости и сказал мы можем обсудить что-то если билл ты и я сядем за общий стол и будем разговаривать по-другому у тебя не получится билл помочь найти что-то подходящее не мог даже придумать как перфекционизм то ли убеждал ее что с таким английским только супермаркет присмотревшись к тем кто в супермаркете работает то ли решила поискать что-то другое спрашивал в своем фитнес-клубе но даже сидеть с детьми пока родители занимаются не нашлось места секретарем она не улавливал беглую речь по телефону а еще надо писать психологом с таким-то английским тогда же таллин диплом магистр психологии прошел проверку на прочность сша есть контора которая верифицирует легитимизирует иностранные документы об образовании подлежат такому счастью только документы полученные от университетов с которыми эта контора сотрудничает рейтинговыми университетами мира посланы туда документы могут вернуться со справкой нам ничего не говорит название вашей шараги или ваш диплом бакалавра магистра действительно на территории сша не будет тализа получила документ который в условиях цен на образование в штатах обошелся бы в массу денег кредиты на учебу там гасят пол жизни откликнулся на ее резюме только киндер к я гигантская сетевая структура насчитывавшая почти пару тысяч точек совмещенные ясли сад продленка куда перманентно всегда требуются сотрудники такие как помощники учителей няни то ли тут же провели занятия по первой помощи но потребовали пару рекомендаций от кого если она в стране новенькая взяла в школе у коти и в церкви но по-настоящему смешной по часовой тариф ну надо же с чего-то начинать других магистров психологии там на 16 долларов в час не было ее определили в старшую группу там 15 детей двое взрослых нагрузку характеризовали и apple часы указывающие на пройденный за рабочий день 12 миль время за которое платили определялась по системе вошел-вышел то ли вскоре задействовали оставаться с задерживающимися в группе детьми потому что она хорошо находила контакт даже с самыми активными на работе и и английский заметно продвинулся как и менталитет через несколько месяцев и предложили их собственный онлайн вечерний колледж и она там стала заниматься сестра билла ей тут же позвонил уже по этому поводу какие еще курсы сделал очередное внушение где ее единственное рабочее место вспомним что тали знакомилась и выходила замуж за ты будешь заниматься чем хочешь котя стал после школы до конца маминой работы ходить в похожие заведения но не к маме потому что лицензию конкретно этой точки до пяти лет а коте уже семь и платить надо было тысячу то есть почти пол зарплаты тали после всех налогов и вычетов ей натекало чуть больше двух тысяч чистыми билл определил ты теперь работаешь коте из-за этого ходит садик ты за него и плати потом отошел на позиции пополам но добавил и лизинг за машину плати три сотни в месяц и еду себе покупай наверное он все же зря женился она стала еду покупать а билл из холодильника подъедать вот открывает тали утром холодильник а там отложенный котик для школьных бутербродов колбасы нету но билл об этом ничего не знает лизинг за автомобиль перевести на уже работающую талию фирма продавец отказал все равно так что платил билл свой лизинг дальше не портит же ему себе кредитную историю и возможность дальнейшего выкупа его репутация святое нарядной вишенкой на торт сталин и веры надежды и любви стал отданный биллом коте старый смартфон коте на нем играл в игры наталья решила поизучать функции нашла переписку билла с адесскими проститутками он как всегда был многословен и конкретен выражал восхищение и называл суммы владелица этого рассадника красоты вежливо и немногословно но даты надо отдать должное честности были до знакомства сталей но ей все равно это не понравилось до бесконечности она и так уже отметил его упорное нежелание мыть руки после сортира тут еще и такая грязь в полный рост и она окончательно сместилась на верхний ярус кровати в детской тем более что билл дико храпел или использовал маску от храпа это такая установка со шлангом похожим на хобот к тому же удивительно чутко спал то есть просыпался включал свет и очень встревожно спрашивал что случилось каждый раз когда она со своими почками пыталась ночью прокраситься на первый этаж в санузел допустить что таля при этом сильно громыхала мы не можем позволим себе заметить что наверное их отношения уже дали солидную трещину вошли в штопор жить с биллом ради тарелки супа и угла на его кровати с благодарностью за спасение таля больше не могла какие мы помним признаки революционной ситуации для революции недостаточно того чтобы низы хотели жить как прежде для нее требуется еще чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять как прежде назревало что-то очень похожее 23 перед тем как окончательно забраться в дебри описания войны хочется в последний раз глотнуть воздуха пусть худого но мира поэтому займемся случайно упущенными молочами теперь мы уже узнали в каких мешках у профессора деньги так и хочется фирмы написать через два f но воздержимся у нас широко циркулирует анекдот о деньгах в мешках но тут случай противоположный человеческое тело все покрыто парными органами и к носу устойчиво подвязывают нижнюю оконечность теперь мы осмыслили и симметрию к мешочкам под глазами биллу просто хотелось держать оба своих нижних мешочка пустыми целыми днями снующие мимо студентки всех цветов кожи вряд ли способствует покое в одиноком организме согласимся что усилием прилагал немыслимые отматывать такие дистанции ради юных одесских прелестниц подвиг интуриста и стоимость мы слегка пошарили почем нынче одесский люкс все должно быть красиво прибавили по 8000 км в каждую сторону вспомнили о согнутых в самолете больных коленях и по достоинству оценив усилия доктора аккаунта поняли устал он мотаться исчерпался нижние мешочки куда-то влекли а кошелек и здоровье требовали найти более экономичное решение и мы как правоведы любители изучили понятие проституция в сфере украинского американского права обнаружили все сурово отличается доброе украинское законодательство ограничиться административным штрафом для проказниц а пуританская американская которая в разных штатах разные тем не менее едино в одном наказание несут оба участника а в некоторых штатах клиент значительно больше чем заблудшая полумалолетка вернемся к коленям колени убила реально ту ту самого детства весело съезжая на саночках сестренками маленький бил однажды не успел поджать ножки влетая в дерево а сестры успели пришлось долго сидеть в гипсе мы ему сочувствуем с прибавлением возраста и веса это его проблема стала катастрофической но забегаем вперед возможно и спасла кому-то жизнь но кто обходится без детских травм вот талия почти во младенчестве горела и ее мама белорусская женщина вытащила свою дочь из огня через окно смутные воспоминания желание изучать карту расположения пожарных выходов осталось не всегда а сексе не думаю что стоит эту тему здесь разворачивать формулировка виагра по мере необходимости медицинской карте присутствовала хотя никогда не упоминалась в суе а понятие камасутра в лексике мужа отсутствовало профессор был прост как и положено принцу пациенту а на каком-то там принцу консорту но оставим эту тему более компетентным обозревателем лучше займемся коленями пришло время их заменить мы опять искренне сочувствуем стали позвонили все в этот сложный момент она должна была все время быть рядом с мужем ей не с кем оставить котю мелочи главное билл сестры они обязательно будут позванивать после операционная палата билла заслуживает описание когда дело касается более профессиональной медицины чем разрывающийся коклюш то подключаются совершенно другие силы палата была огромна вроде украинских на 6 коек но убило все пространство служило для одного пациента в окружении неведомых нам агрегатов с нависающим телевизором и снующей обслугой такого шанса билл пропустить не мог он развернул на планшете amazon и принялся покупать самое необходимое наборы кастрюли сковородок местом доставки прямо указывал с его палата в больнице медсестры спотыкались брови тали лезли вверх но в этих палатах долго не держит и билл отправился в центр реабилитации где его пытались заставить превозмогая боль что-то там разрабатывать и он понял что пора мотать домой дома его окружили визитами сочувствующие коллеги одни из которых тот самый без 600 долларов и полу родственник написал ушедший по делам тали записку что она обязана оставаться при били навсегда потому что только так и будет по-честному если бы вопрос касался только выноса уток то для славянской женщины это была бы даже не тема через пару недель билл уже и почти ходил но болевой синдром продолжал присутствовать волшебной американской медицине через год пришлось поменять установленную искусственную чашечку на такую же но поменьше вторая нога ждала свою очередь это я к чему пишу не знаю но физическая боль постоянно сопровождала билла это факт медицинский факт мы сочувствуем но подозреваем что если человеку постоянно больно плюс синусоид в настроении из-за сахарного диабета плюс недоедетливое и докучливое на работе когда же будет книга то жена не причина раздражительности а мишень для снятия стресса горсти таблеток от всего вряд ли целиком снимают проблему вернемся еще раз к переполненную кастрюлями и сковородками больничную палату чтобы представить зависть женской части медицинского персонала к обладательниц такого сокровищного мужа теперь переместимся в рабочий кабинет преподавательскую куда доставщик тащит очередную игрушку для коти да именно тут она должна недельку вылежаться на видном месте прежде чем попадет в руки кадресату и восхитимся вместе с коллегами таким сокровищным отцом хотя ребенка не усыновляли но кто же будет в такое вникать демонстративная хозяйственность демонстративная заботливость демонстративная любовь демонстративная мужская состоятельность четыре составляющих имиджа человека который до 60 не мог найти на ком жениться но даже маленькому коте не все подходило роясь в доставленных к порогу покупках он искал на пакетах именно свое имя и горько обижался если не находил доставка на кабинет университета ему не нравилось следующая глава к сожалению будет при фронтовой 24 помнится мы оставили талю где-то под потолком в детской на верхнем ярусе недавно приобретенной кровати когда семья переходит подобным схемам сожительства главное хотя бы не дойти до физического насилия другие прекрасно действующие формы насилия при этом процветают например если над вами нависает в виде гордого орла огромный мужик с перекошенный злобой лицом и распростертыми с легкие вибрации руками то это уже не физическое насилие эмоциональная драматическая сценка после конечно долго трясет испуг остается ближе как навсегда но втором пункте на такую справку не получишь а невроз и желание убраться куда подальше это да проявится мы помним что пока таллин надумывал себе что стала прекрасной принцессы и вдохновительницы видного ученого то билл знал что приобрел себе в дом на старости канал вариант всего красивого что уже не таскаться к самолетам к поездам машиной и не платить бешеные деньги одесскими прочим прелестницам плюс еще и ощутимые бонусы к покупке уборка помещений уход за одежды и здоровое питание раньше вообще приходилось на всем этом экономить и вот этот украинского производства то есть всего признанного мирового бренда супер комбайн ломается одновременно пришли в негодность все функции даже уборка повизгивала и давала холостой ход билл разгневался и расстроился потому что гарантийный талон и возможность обмена на товар этого типа отсутствует таковы покупательские риски и они возникают по большей части в случаях игнорирования изучением от части то бишь украинского национального характера идем дальше народ давно заметил где кончается секс там начинаются скандалы их энергетический так сказать суррогат и билл принялся попадаться на глаза на тактический наиболее удобном для маневров участке кухни формате светской беседы обсуждались насущные вопросы о таллинных иммиграционных документах вот у меня на работе русский он позже тебя приехал а уже месяц назад все получил нет я не пойду спрашивать почему так задерживают тали нервничала потому что ее первичная грин карта выданная на два года уже почти на год была просрочена а очередь на обмен на десятилетнюю все же не наступала тали тоже пыталась ввести свои темы а неизвестно кем переломанных ножом лоточков для обедов или а пропавший из холодильника котина еде на завтрак прочие мелочи обсуждение сбилом изменения домашних интерьеров она тоже решила пустить на новое русло раз мы оба теперь одинаково много работаем давай убирать по очереди не будем утверждать что тали хоть секунду думал что бил броситься мыть полы на лестнице он оказался еще гибче беседа для лектора родное болото я как раз вчера тут уже помыл и проникновенный взгляд в глаза супруги давай же возмущайся ты же такая энергозатратная терять тали кроме угла в доме нечего с довольствием все равно уже сняли а развлекать мужа скандалами после двух десятков детей в садике не оставалось энергии билл представь что ты живешь совершенно один как и раньше вызови службу клининга три часа за 160 долларов и кругом все будет сиять работа профессора в университете состояла из огромной части которой можно было заниматься в домашней тиши поэтому убила с остатками не сброшенной энергии обстояло значительно лучше чем у тали у нас нет таких денег значит и дальше будем мыть по очереди только ты говори когда уже убрал потому что без этого не видно чувствительная к насмешкам критики и иронии в свой адрес жена билла пыталась уйти в глухую защиту выслушав от вездесущей старшей сестры мужа ход обсуждения своих фотографий с неизвестными людьми последняя с более светлым волосом выглядит значительно менее удачным талия этот контакт у себя заблокировала в оценочных осуждениях своей внешности она на данный момент не нуждалась тем более что из экономии стала краситься сама они у лучшего парикмахера харькова как было в предыдущие лет 15 отдадим должной правде подколки о своей внешности мало какая молодая женщина принимает с удовольствием это крайне узкая ниша а то ли еще родная мама в детстве хорошо описала так что то на всю жизнь запомнила опять одновременно гремим посудой на кухне и как раз завели светский разговор устала выглядишь планы погода вдвоем стебаться интересно однако хороший зритель слушателя аудитория тоже прикольно и талия замечает что выводя беседу на скандал бил одновременно как бы случайно отложив вилку с ложкой уже крутит телефон и жмет на вызов то есть приготовился к онлайн трансляции чтобы уж не пересказывать лишний раз кто кому что сказал а сразу переходить к обсуждению личности гадюки талия женщина у них боковое зрение ого-го по сравнению с мужским поэтому трансляция закончилась на начавшимся визгом я машинально клавиша отбоя любимой сестре мы-то русско культурные помним шуру балаганова с этой фразой чтоб еще веселого придумать убирайся к себе на украину говорил говорил своей комнате очень громко проблемы с миграционными документами радостно обсуждал рассказывал по скайпу вайберу фейтстриму ватсапу последовательно со всеми кто кого мог вспомнить это же действительно для синтенза существа высшего порядка чистый зверинец наблюдение за суетой и нервами с порченными на год документами мирная жизнь дошла до того что талия стала бояться за свою почту вдруг супруг ее вызов случайно отправит в мусор и стала спешить к почтовому ящику на перегонки это называется доверие с учетом состояния документов постоянно висящий на сайте иммиграционной службы надписи в очереди на продление летом в отпуск талия благоразумно выезжать хоть на шаг из страны отказалась узнав от более опытных иммигрантов что да как она самостоятельно написала несколько писем конгрессменам и сенатору от штата ей прислали моментальные вежливые ответы что все нормально ждите очереди но это возымело действие в течение месяца после этих писем с многомесячным опозданием на собеседование ее с котей вызвали мы не являясь экспертами в американской бюрократии не зная суть работы бюрократов в целом предполагаем что получив талины письма службы сенатора и конгрессмена переправили их в иммиграционную службу уже от себя а там вытащила папку сталиным делом из глухого угла долгого ящика и дабы не морочить себе голову в дальнейшем перепиской уже не стали осозабоченными судьбами людей слугами народа пустила документ в работу во всяком случае так это работает во всем мире и так талия получила вызов на продление грин карты как мы понимаем за эти три года она проявила себя совершенно нормальным для общества человеком была волонтером ходила в церковь работала детском садике сдала на водительские права с первого раза училась в онлайн-колледже легализовала свой диплом магистра психологии следила за ребенком то есть причин сказать худое слово на нее как на члена общества у иммиграционной службы нет узнав от талии что вызов наконец пришел билл был несколько разочарован если судить по невербальным проявлениям на уровне микро мимики словами же он выразил огромную радость и облегчение в офис назначенное время собрались идти всей семьей двадцать пятое как известно первичную временную грин карту дают на два года потом ее просто меняют на постоянную десятилетнюю так вот что получить десятилетнюю грин карту надо для начала очень подождать с просроченной первичной примерно год потому что в очередь потом счастливца вызовут в офисом там заполнит очередную анкету очередной раз даст отпечатки пальцев и пойдет домой ждать когда же придет в его почтовый ящик новый документ наблюдать за продвижением своей очереди можно на сайте где у каждого свой кабинет ходите барабанить по дверям менее виртуальных кабинетов просто негде вам для начала напишут что ваше дело в офисе где-нибудь в техасе в тысячах километров от вашего штата потом когда вы весь на нервах не можете понять как даже она кончится то откроете почту и получите извещение ура ваше дело переслали в офис вашего штата для дальнейшей проверки что именно проверяет мы не беремся судить но вспомним что начальную визу на въезд делали от 6 месяцев до года и тоже что-то проверяли теперь значит проверяют именно период в два года непосредственно в стране кто знает короче семейство дождалось своего дня и часа и в полном составе прибыла в офис для долгожданного заполнения анкет и сдачи отпечатков пальцев талю вызвали в кабинет она зашла все заполнила у нее раза три переспросили проверила ли она что написала и известили что она отвечает за правильность несенных ею данных то ли все поняла проверила и вышла в коридор билл скоти в коридоре уже отсутствовали оказалось что пока тали занималась своей гринкой то в соседний кабинет вызвали и котю то ли рядом не было и билл отправился вместо нее оформлять скотины документы вскоре они вышли в прекрасном расположении духа и семейство отправилась в пиццерию отметить это событие через неделю с небольшим тали получил свою новую постоянную грин карту на десять лет а котиной гринке все не было прошел месяц котина гринка так и не приходила далее опять взялась за письма в избежание пропажи тали уже договорилась на почте чтобы корреспонденцию на ее имя оставляли там и она самолично будет ее забирать это доверие наконец после очередной жалобы она получила котину гринку ее радости не было предела по дороге домой тали притормозил автомобиль и стала повторно разглядывать свое сокровище и в глазах все поплыло подобного стресса она в обозримое прошлое не испытывала котина гринка созданная стараниями самой строгой в мире миграционной службы выглядело так фото и имя несомненно котины дата рождения била день месяц год дата первичного прибытия в страну талина она за коти возвращалась спустя два месяца если читатель подзабыл в графе отпечаток пальца красовался чей-то оттиск хоть первичной котиной карты никакого оттиска не было у малышей их не берут чей уж это был оттиск мы не беремся выяснять именно на этом месте рассказа не могут отказаться верить тем более что первичная грин карта коти была чрезвычайно правильно заполнена как по его дате рождения так и по дате прибытия мы и сами себе почти не верим и каждый раз сверяемся с фото что мы можем сказать об этой научно-фантастике аномалии вот что мы скажем а мы же сразу говорили что билл ломится в твои сынули и с этим документом он практически мимикрировал в этот статус вот его дата рождения и возможно отпечаток пальца я в самом начале повествования указывал насколько тали астетично и депрессивно глядя на это нечто с которым ни жить ни границу пересечь нельзя она впала в истерику в настоящую как-то догнав автомобиль до дома она стала ждать билла с работы чтобы спросить как он этого всего достиг что он человек даже не усыновивший ее ребенка но заполнял детских анкетах пока она сидела в соседнем кабинете вероятность что малыш самолично подал эти сведения равнялась на люк у этой ситуации был только один жирный плюс никаких билетов слетать на украину тали заранее не покупала придя домой и узнав о претензиях свой адрес билл озверел его выставляют виновным слово за слово и главное тали не реагировал на прямую команду не сметь задавать вопросы о банкете из позы гордого орла билл перешел более активным действиям но тали вывернулся и удрала в детскую привалила дверь подаренным зиком сейфом и позвонила 911 услышав через дверь что тали звонит и предупреждает била об этом он моментально прекратил выбивать дверь приосанился и сказав что у него много срочной работы ухватив среднего размера чемодан и устремившись к выходу из дома я ухожу на три дня готовится командировки в россию слабо соображающая тали стал его зачем-то уговаривать не уходить но билл покинул дом на следующий день тали отправился к своему иммиграционному адвокату с новенькой котиной грин картой то осмотрев документ произнесла лишь слово грязи никаких пояснений происходящему так никогда получено не было что писал билл как он представился в каком сцене в конце концов был офицер все оставалось за завесой тайны но вот талю в соседнем кабинете несколько раз просили проверить записанные анкетные данные а как же билл сказать что он малограмотный или плохо знает английский загадка впоследствии вспоминая этот уход из дома билл категорически утверждал что покинул дом исключительно чтобы готовиться к командировке накопилось очень много срочной работы и никакого нападения наталью не было почему ему надо было обязательно ночевать несколько ночей где-то в кабинете они в десяти минутах езды от университета в своей собственной комнате мы не знаем в период двухнедельного отсутствия благоверного тали попробовала вернуть свои мозги на место она стала узнавать адреса шелтеров на случай побега из дома где и прятаться сколько стоит снять квартиру комнату куда деваться свои вещи вообще пока их все не переломали не порезали она написала добрый десяток письма адвокату но ответа не получил оказывается срочно найти адвоката не так уж и просто да вообще тяжело кто бы мог подумать а может все же лучше к психологу походим обсудим все и наладится дни шли шок проходил билл из питера писал какие-то письма спрашивал как там тали планирует жить дальше обвинял что она именно его обвинила в ошибках за полу злополучно этой грин карты она не обвиняла спрашивал нет она обвиняла и он не смеет ее обвинять история действительно сверхъестественная особенно с учетом полного отказа била от обсуждения через две недели как ни в чем не бывало вернулся домой наш успешный директор русских программ немного отдохнув с дороги прихватив котин велосипед он с семейством отправился гулять в близлежащий лес смотреть бурундучков гуляли они скажем так недолго котя решил управлять направлением прогулки билл стал кричать на малыша да ты босс ты всегда босс то ли это не понравилось на моего котю кричат и машут руками тут она била и предложила обратиться к психологу когда ее профессор услышал что они куда-то ходили ссор из бы выносить то его вес и больные колени второй раз за две недели не дали ему возможность догнать и покарать неблагодарную ухватив котю бросив велосипед тали не слазь со всей своей физподготовкой во след слышались ломающиеся ветки и крики ты сука сука я тебя накажу добавим еще что мобильник у тали сел мобильники просто чувствуют момент когда надо сесть добежав до дороги тали увидела стоящего на обочине мужчину произнесла традиционные для таких моментов help и опять вызвали 911 приезжавшая полиция составила протокол и отправилась к тали домой их встретил находящийся уже дома билл который разъяснил во всяком случае так записано в документе что гнался за женой с единственным намерением сказать что он несчастлив биллу выписали предписание покинуть дом на три дня совершенно не споря с полицией прихватив шмотки билл сел в автомобиль и уехал тали с перепуганным коте пошли спать к себе в комнату сейф занял уже привычное для себя место уперся в дверь двадцать шестая оказавшись наконец дома в безопасности обеспеченной подпертой сейфом дверью тали поставил мобильник на зарядку и пришло сообщение отправленное биллом пару часов назад примерно когда она рассказывала полиции как по вечернему лесу от него бегала сообщение билл писал что вот нашел подходящее объявление от массажиста как раз для коти какое-то людо мной подыскивала что ж можно сказать кроме наконец-то я нашел время и место чтобы написать тебе источник классический еврейский анекдот мы не медики не психологи а бытовые сплетники и честно сплетничаем но упаси боже не перевираем зачем и почему билл отправил тали данное сообщение нам неизвестно вот мы и не пишем об этом а лишь излагаем такой факт имел место быть на утро как то ли объяснили полицейские она со вчерашним протоколом отправилась в суд чтобы получить запретный ордер на приближение судья в криминальном суде была женщина возможно это важно она прочитала полицейские документы выслушала талю то в свою очередь мы не сомневаемся развернуто бросилась описывать свои радости на ход суде почему-то особенно стало интересно про переписку с проститутками тали отдала и исторический смартфон это реально сидела и все это читала мы не обладающие обильной фантазии повествователи тем не менее понимаем что должны поделиться с читателем хоть какой-то частью этой переписки и всем же интересно не ошиблась летали в своих трактовках переводить не будем приведем дословно буквально пару штук заглянув через плечо заинтересовавшись в суде я не буду озвучивать в английском тексте здесь много общий смысл в том что он дарил проституткам от 1000 до 300 долларов и частенько просил с них скидки был очень доволен апартаментами и все в таком духе из чего глядя в ценник можно прийти к выводу что попал он самые теплые надежные руки и все было точно очень красиво несмотря на некоторые применяющиеся дисконт зачем уставшие от переездов профессор русских программ берег годами накапливал на своем смартфоне ценнейшую переписку не на ю и так пока защитив себя запретом на приближение тали пыталась найти адвоката убил написал ей письмо суть которого можно свести хрен с ним что так все получается в доме две раздельные спальни давай дальше мирно жить как соседи нельзя сказать что это письмо сильно притупила талину бдительность но адвокат не находился все что то ли смогла узнать сводилась к адвокатскому мнению муж старый возраст пенсионный брак менее пяти лет по закону короткий пусть на пару месяцев но менее поэтому ничего путнего с него содрать не получится а значит и возиться не с чем наши услуги не будут покрыты полученной вами суммой стали не задумывалась серьезно этим аспектом содрать с него надо снять жилье и найти работу который бы платили в районе 5000 сумму на уровне которой начинается возможность выживаемости при существующем в округе уровне цен и же в данный момент платили 200 небольшим а за аренду жилья положено для начала заплатить за два месяца первый и последний плюс залог за имущество плюс рекомендательные письма а при аренде дома квартиры еще и страховка да там так еще надо заплатить адвокатам за развод задачи сложных можем ставить пример одна из сталиных сотрудниц воспитатель в садике год прожила в шалаше который сама себе и построила а потом еще год в автомобиле это мы говорим о коренной американке среднего возраста белый и только на третий год жизни в этом городке она обзавелась крыши над головой вышла замуж наша героиня во всех смыслах искала и спрашивала у всех наконец иммиграционный адвокат посоветовал есть своих личных знакомых некую известную в округе фирму те тали очередной раз объяснили что их тарифы очень высоки они специализируются на разделе имущества больших активов поэтому есть ними не целесообразно работать но дата следующего прихода в суд было накануне запретные ордена на две недели истекал то ли выдали за одну тысячу долларов их тариф за участие в судебном заседании то ли младшего партнера то ли практикантку это прибыла в суд но как выяснилось на пару часов раньше там был уже бил суд занимающийся вопросами наследования семьи это другое здание другие судьи от криминального где выдавали запретный на приближение ордер здесь стали еще не бывало и сдергавшись поисками адвоката слабым пониманием куда да что то ли совершил ту главнейшую стратегическую ошибку она разрыдалась сухая высокая итальянка со внешностью гибрида крокодила и акулы заботливо сопровождала биллу скорее всего акулья проявилась как профессиональная накладка на крокодилье природный характер муж и дети даму не обременяли поэтому на растраченную материнскую энергию она отдавала клиентам идя за их интересы в бой как в грязь так и без правил разрешите представить сальву карлуччи с новым обретенным клиентом ее свели звезды они оба с биллом выпускники одного и того же католического университета что ж уже очень роднит кто помог биллу с адвокатом нам неизвестно но уж точно не на улице они встретились поэтому или не поэтому ее тариф для билла оказался изначально снижен от обычного в пару раз и в ней билл обрел себе мать на сетку появившись впервые на тальном горизонте рядом с несчастным квохчущим мятым биллом она тут же рассказала ей что то пыталась убить несчастного доброго профессора о чем у них есть масса доказательств и она сальва сделает все чтобы талю немедленно выслали из страны при этом госпожа карлуччи периодически отбегала к заботливо усаженному на стульчик биллу спросить не умирает ли он и нужна ли ему немедленно вода и главное мне сдать что ваше здоровье в порядке пришедшие стали адвокат стажер было тихо и неактивно тоже явно попав на достаточно новое для себя мероприятие особенно при виде сальвы тали получив столь нелицеприятные новости о себе окончательно впал в рыдание нетранспортабельно сидя в углу мы знаем насколько неправы те кто думают что слезами себе можно помочь помочь можно только зубами и когтями пошептавшись судьей адвокаты подошли к тали насколько возможно растрясли ее и предложили условия она продолжит жить в доме без билла еще целый месяц он не возражает но без продления запретного ордера просто по устному соглашению они за это время подготовить документы на очень простой и быстрый развод что то ли во всем этом понимала она посмотрела на лампочку на потолок на судью который был такого же возраста как билл такой же нации как билл который как ей показалось сказал что не мог билл за ней гнаться эти него больные колени и не мог билл ее хотеть ударить он же он какой благообразный пожилой джентльмен и тали услышала понятные слова их быстро разведут а у нее будет целый месяц для поиска другого жилья она согласилась 27 уставшим читателям может показаться что наше выстраданное повествование уже подошло к концу в то время как она только разворачивается если мы сначала просто не могли угнаться сами за собой штампуя главы одну за другой а теперь продолжаем свой рассказ с большими перерывами усталала и так наша героиня в прошлой главе получила добровольные согласия на жизнь в семейном доме безбила сроком на месяц пока будут готовиться документы на быстрый развод свою очередь она добровольно отказался от запроса об официальном продлении запретного ордера на приближение ее наивности могли бы удивиться но ведь и сами ничегошеньки не знаем об американских порядках нам вместе с нею предстоит теперь все шаг за шагом выяснять тали добросовестно пыталась найти куда бы перебраться из городка на выезжать не собиралась потому что здесь котина школа здесь ее единственная работа мы помним что к данному моменту тали успела поработать семь месяцев помощником воспитатель в детском садике куда с трудом устроилась она только с высокими отметками закончила трехмесячный вечерний онлайн колледж сетевые курсы для сотрудников других реальных перспектив кроме развозить пиццу у нее не находилось однако и это сопрягалось с проблемой по закону ребенка одного в машине нельзя оставлять даже на минуту возможностям зарабатывать дополнительно тотально противостоял тариф на временной рубеж пока бы тали где-то подрабатывала то на все это время плюс дорога на дополнительную работу и обратно она должна была бы нанимать няню коти и выходила примерно ноль или даже меньше а водить ребенка с собой на работу далеко не всегда возможно самого его дома оставлять не просто нельзя запрещено по закону из фильмов мы знаем что сша просто покрыта всевозможными убежищами для жертв насилия помощи нуждающимся и прочим гуманитарными заведениями и так вперед обойдя все окрестные шелтеры тали узнала что у нее слишком высокая зарплата по крайней мере долларов на 100 выше чем их максимум чтоб при ней автомобиль на ими мужа и это тоже как-то не вписывается а сами шелтеры переполнены насколько настолько возможно но в одной из них заявку все же приняли поставили на очередь с перспективы может быть через полгода а вот чтоб прямо сразу переехать то только что-то арендовать обратилась тали и к фирмам по сдаче недвижимости к ним даже раньше чем пошла по шелтерам но тут условия оказались полностью не по карману по первоначальному двойному взносу плюс залог страховка и оплату услуг риэлторы это тянуло на ее зарплату за четыре месяца если не больше комнаты и углы в мире богатых людей тоже искать затруднительно городке она ничего похожего не находила возможно что не так искала на что возьмешься мигранта новичка месяц ушел как сухой песок вернемся к ситуации в суде мы помним как тали с адвокатом здание суда наткнулась на уже ранее пришедших туда билла с сальвы карлуччи они на пять минут раньше уже подавали заявление на развод это заявление подается на специальном бланке в котором дабы ничего важного не оказалось упущенным расписано название каждой графы вернемся к английскому заглавие бланка значилось commonwealth of massachusetts the trial court portable and family court department complied for divorce a percent to gls 208 1b пункт пятый гласил перевод примерно 24 августа 2019 произошел безвозвратный распад брака в соответствии с такими статьями который продолжает существовать напоминаем это когда билл не мог догнать талию в первый раз и она укрылась за бронью сейфов детской видите он уже тогда очень обиделся но имел право пункт шестой where force plaything request then the code order conference on the real state located at standing in the name of as she called the registry of dx book перевод поэтому истец просит чтобы суд назначил передачу недвижимости находящейся по адресу на имя билла как и записано в реестре сделок книга страницы строка другими словами разбил подул на развод первым то значит он имеет первоочередное право оставаться в домике лично мы об этом праве дисконально узнали уже из желтой прессы с удовольствием смакуя сплетни о разводе джонни деппом мы его не любим из иванесса то есть в заявлении указывалось что билл просит суд определить чтоб таля покинула его дом по причине они разводятся и чтобы не ставить судью затруднительное положение связи с внутренним конфликтом ситуации уже имеющимся у тали на руках но истекающим по сроку аренде запрете на приближение адвокат била и предложила мирный вариант уступить тали проживание на месяц без рассмотрения в суде ее ордера тали согласилась это мы сейчас объясняли что вместо того чтобы присутствовать на первом раунде тали его злостно прогуляла сидела в углу и плакала она думала зато у меня только одна проблема найти угол куда переселиться ура быстрый развод через месяц ее очень вежливо через адвокатов известили что завтра пора сваливать на продление добровольного согласия пожить его домики билл вообще не пойдет он и так был слишком добр а таллин документ который по горячему был не продлен уже несколько потерял актуальность кстати примите наш вариант договора расстолжение брака и тали как в далеком 2014 вручили рулон бумаги на 18 листов deparation agreement из которого она разобрала что несчастный муж рассчитывать получить от бывшей жены ничтожную часть истраченного на ее 60 тысяч долларов плюс все подарки обратный автомобиль но передаст ей свой автомобиль и просит супругу немедленно вывести из его дома свое личное имущество тот самый металлический сейф ну и что-то еще там было написано крученными фразами именно так видимо выглядел в глазах сальва карлуччи обещанный ею месяц назад быстрый развод 28 итак тали получила подготовленный заботливой сальвой которая не только адвокат но еще и нотариус договор о раздельном проживании на 18 листов в котором в частности указано что тали должна билу заплатить 55 тысяч 900 долларов еще сдавать с ним совместную декларацию налогах в ближайшие годы о налогах зачем вместе элементарно ему это солидно скашивала сумму только бездетность стоила 5 процентов что за год накапывала больше 6 тысяч а тали с ее зарплатой в 2 500 грязными этот совместный документ не давал возможность иметь соответствующей действительности статус малоимущий сопутствующие ему льготы и возврат части уплаченных налогов вот такое столкновение корысти и жизненно важных интересов ну и в конце по мелочам разделом прочие резервы требовалось отдавать мои игрушки и не писать в мой горшок чтобы жена после подписания договора удалила свой номер телефона и членство в тренажерном зале из нужных пакетов больше мест не нашлось так за что же наш уважаемый профессионал аккаунта насчитал за женой за прожитые годы долгов на 55 тысяч 900 долларов связи с этим хочется вспомнить надпись у наполненного мелочи фонтана во дворе еврейского ресторана в евпатории дорогие друзья за исполнение желаний администрация фонтана ответственности не несет таки не надо просить счастья за 5 копеек по скриптум осторожно хлорка в договоре после фразы сумма которая определяется следующим образом имелась табличка расчет который указывалось в частности что муж потратился на иммиграционного адвоката на уроки вождения и занятия фитнесом а также цитата 24 тысячи долларов приблизительно половина общей стоимости авиабилетов который муж заплатил за то чтобы жена поехала в украину в течение брака тут мы сильно удивились потому что за годы купленный эконом билет туда-обратно стоил в районе 600 50 долларов и за все годы жена точно 35 раз не летала лично мы насчитали 7 раз если с ребенком там билет со скидкой то хорошо пусть 14 туда-обратно перелету но для сравнения раскрошившийся передний зуб билла обошелся в 5000 как раз на 7 билетов а нарощенный на стерженьке боковой зуб тали не стоил и 100 долларов так что надо сразу определяться с планкой образа жизни на чем экономим дальше в договоре зачем-то шла фантастическая фраза отдельно от выше указанных расходов за которые жена возместит мужу муж выделил жене 123 тысячи долларов наличными с момента возникновения отношений 2014 году по сентябрь 2019 года и стороны соглашаются что возмещение 55 тысяч 900 долларов сша муж тут честен и разумен принимая во внимание положение общих законов штата массачусетс глава 28 пункт 34 после выплаты 55 тысяч 900 долларов сша жена должна сохранить все счета на свое имя и перечисленные в ее финансовые отчетности сколько сколько даже не очень дружище с математикой тали сильно удивилась понимаешь надо брать во внимание что мы вместе почти шесть лет и для начала надо сумму разделить на этот срок получится двадцатник в год и потом его на 12 месяцев разбить все равно столько и близко не было какая разница было или не было как это в принципе можно посчитать вот тебе дали деньги ты пошла в супермаркет это тебе дали или он тоже ел тут главное что от тебя требуется подпись под договором значит тебя что-то да и зависит просто откажись на том талии порешила от этого путаного соглашения отказалась лично мне данный расчет напоминал возврат товара по гарантии на последнем месяце ее истечения ваша стиральная машина не оправдала наши ожидания адвокат карлуччи была крайне раздражена подобным отношением и включилась в работу уже на самых высоких оборотах она через таллинных адвокатов известила ее если не так то будет еще хуже проблемы с эмиграцией и почему-то привела таллину цитату о своем клиенте из частной переписки в фейсбуке мы не беремся предполагать что своим близким друзьям то ли в частной переписке сильно хвалила своего мужа и тут мы хотим отвлечься на свое восхищение мужеством украинской женщины она была абсолютно запугана она очень боялась и было очень 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 плохо она абсолютно ни в чем не уступила ей виделись картины как ее прямо из зала суда выдворяют в пересылочную тюрьму а то и похуже и тем не менее она сказала нет из семейного дома тали перебралась к добрым друзьям бабушки своих воспитанников детском садике это была русскоязычная семья евреев из бухары оказавшись подальше от гиблого места семейного дома тали начала приходить себя после шока как можно требовать подавать совместную налоговую декларацию и одновременно угрожать через суд признать брак недействительный недействительный это несостоявшийся то есть фиктивный а ею вроде же и пользовались по мере сил то есть их брак неудавшийся а это в корне другое то же самое и объяснила иммиграционный адвокат наверное так здесь запугивают и без того запуганных иммигрантов стандарт местной адвокатской работы с некоренными теперь откуда они получили фразы из ее частных переписок с друзьями то есть если они взломали и аккаунт и еще этим потрясают а законно ли это тали читала что это преступление хитрая и коварная сальва придумала рассказать тали чтобы то принесла распечаток своей переписки в фейсбуке и тогда якобы в договор о разводе внесут хорошие поправки смягчив свой гнев то есть хотят против меня еще и что-то измыслить и чтобы на вопрос где взяли ответить она нам сама предоставила решила тали во всем этом взломе больше всего тали удивила не хитрость сальва о поведении ее собственных адвокатов которые уговаривали ее предоставить таки доступ сальве к своей частной переписке они рассказали что тогда попробует сбить сумму на половину до 30 тысяч тали ответил что платить никому не намеренно во первых потому что все до копейки уже потратила как раз на них еще осталась им же и должна а во вторых не понимает за что платить и переписки у нее никакой нет все окончательно стерто так тали осталось в неведении что уже там прочитали горяченького у нее взломанной переписки и куда клонила сальва адвокаты тали поняли что им не убедить клиентку подписать это соглашение уверение в том что они замечательно справились и сделали все от них зависящее что только можно придумать в этом тяжелом случае не взымели действия они вздохнули и спустя пару месяцев после начала представления написали встречный иск на развод против билла правда сначала пришлось извиняться перед судом за просрочку с ответом то есть писать ходатайство подачи ответа с душесчипательными словами просит что благородный суд удовлетворил ее ходатайство подачи ответа с опозданием и пункты 3 жена задерживала процесс подачи своего ответа постольку поскольку стороны пытались урегулировать вопрос через адвокаты 4 переговоры стороны по регулированию застопорились и жена считает что теперь необходимо подать ответ да переговоры застопорились не поспоришь они затянулись на пункты неопреодолимые несусветится и в ранее обещавшие быть тоненьким делу упал встречный иск цитатам связи с этим истец во встречном иске просит суд заказать соответствующую сумму поддержки из супа встречному иску приказать о справедливом разделе семейного имущества и активов соответствии с такими-то законами а также в отношении всех других средств правовой защиты который этот достопочтенный суд считает приемлемым и справедливым в благословенном штате массачусетс на случай развода есть законодательство это положение общих законов штата массачусетс глава 208 и в этой 208 главе в принципе все подробно расписано включая кто кому и чего должен сколько лет и сколько процентов читая пункты этого закона можно действительно сказать что он разумный и справедливый лично у меня он вызвал именно эти ощущения двадцать девятое чем же тогда исписала короче 18 стандартных листов бумаги но там было так первые семь листов рассказали о существовании справедливого 208 закона последующие 11 дополнение о том как же в данном конкретном случае договорились клиенты невзирая на этот закон объясняю на примере вот есть десять заповедей божих напомним некоторые для ясности да не будет у тебя других богов не делай себе кумира почитай отца твоего и мать твою не убивай не прелюбодействуй не кради теперь представим что американский адвокат карлучик готовит документ на основании божьих заповедей в первой части она указывает на наличие этих заповедей параграф пункт глубокое уважение почитаниях а потом приложением стороны договорились о том что зевс и кришна тоже твои боги элвис пресли кумиром может быть если отец не очень то почитай его и не почитай если очень разозлят то убить конечно требовалось секс с кумой за прелюбодеяния не считается там где много взять немножко не воровство а дележка далее подписи сторон дата печать заверена нотариусом карлучи вот примерно в таком стиле сальва и подготовила договор о разделенном проживании стали на представитель взъерошенная стажерка находясь на прерывающейся связи со своей начальницей объяснила клиентки что это лучшее что может быть в данной ситуации ничего более хорошего не получится поэтому хорошо бы подписать как есть и двигаться по жизни дальше пусть таля была издергана и опять заплакана но не в конец же сумасшедшая куда идти дальше с такими долгами поэтому она сказала делайте что хотите но я ничего подписывать не буду она была абсолютно согласна просто уйти она и уже сама как думала ушла и жить дальше но с нуля а не из пропасти предложение ее добрых адвокатов договариваться сбить сумму до 30 тысяч и составить график погашения только вызывал некоторую злобу что ж подразумевал под нашим договором ярый любитель всего украинского билл очевидно приценился к квартире жены в харькове он уже и раньше вместе со своей любимой сестрой выдвигали тали финансовые проекты продать все в харькове а деньги пустить на ремонт бостонской избушки угроза сальвы утверждающий что еле сдерживает от безумства этого монстра билла грозящего доказать суде что пол жертвы манипуляции психолога брак надо аннулировать а не расторгать на несколько пришедшую в себя талю не возымел действие можете действуйте хватит меня пугать получив встречный иск о расторжении брака сальва тут же направила в суд прошение о приостановке слушаний так как стороны продолжают договариваться и вступила в затяжную переписку на тему мы собираем документ то ли предоставили длинный перечень чего предоставить начиная от движения по ее счетам в банке счетов то особо не было кроме когда-то открытого депозитного на котором она раньше держал деньги на аварийный случай и накапливал чтоб тратить на украине потом открыл счет для зарплаты потом она поменяла банк для депозита потом завела себе счет куда перекидывала зарплату для покупок в интернете 30 и их много хоть и пустых и заброшенных тали с компьютером и онлайном было далеко не на ты поэтому собирать все справки она понятия не имела как особенно по движению на уже закрытых счетах с забытыми логинами и паролями возилась она добрый месяц и натыкалась на предоставление выписки платные как приятно заплатить сотку за справку что у тебя ноль на счете и ты два года назад клал туда 200 долларов и ты их уже перевел возмущенная сальва писала таллиным адвокатам что невозможно работать их клиент все задерживает не уважает суд не уважает регламент и законы штата те напоминали талии писали ответы сами документы постепенно продолжали поступать но сальва все не удовлетворяла хоть это не удивительно ведь трудно искать черную кошку в темной комнате особенно если ее там нет но сальва искала она завалила мысленными судебными запросами всех начиная от western union заканчивая офис таллины работы в офисе ей понадобилось частности истребовать даже график таллиных выходов на работу соответствии с законом тали на почту приходили вторые экземпляры всех ответов на запросы сальва и теперь у нее дома есть даже отчет за каждый день с точностью до минуты во сколько она приходила и уходила с работы функциональные обязанности расшифровка помесячных начислений и вычетов сумм заработной платы предлагаемые фирмы варианты страховок для сотрудников другие льготы и тьма попутной информации все что вы хотели знать но сами стеснялись спросить начальница талии удивленно покачивала головой она тоже несколько лет назад разводилась но обошлась без запросов о ее функциональных обязанностей у кого первого возникла идея искать у талии сокровища мы не знаем но с учетом особенностей мышления билла можем реконструировать события так он убедил своего адвоката что давал огромные деньги своей жене и она их где-то тайно от него складировала для того чтобы сумма получилась более-менее значительной билл просуммировал все карманные деньги которые получил его супруга за пять лет приумножив на фантазию своей широте и щедрости то что жена тратил карманные в течение месяца на свои нужды например четыре сотни уходили только на репетитора по английскому языку по полтеньку занятия предположить было невозможно сальви казалось что где-то все же есть этот клад билловы 123 тысячи она требовала раскрыть еще и украинские банковские счета это уже было не утомительно смешно где украина где банковские счета последнее что связывало талю и украинские банковские счета это пособие на рождение ребенка счет по получению которого ее сначала насильно открыли в банке принадлежащим сыну тогдашнего президента страны януковичу младшему а потом испарившийся вместе с моментальным банкротством банка очередное перечисление найти который так и не удалось но было это аж 2014 6 лет назад такой справки уже не только тали предоставить не смогла бы а вся героическая банковская система страны надо знать какое погромище в эти годы происходило с украинскими банками так что искать там билловы миллионы дело верное western union тоже не радовал адвоката чтобы кричать хоть о какой-то сумме сальви опять пришлось сложить все что то ли из своих карманных денег переслала старшему сыну за все эти годы но зато у тали появилась распечатка всех ее действий с пересылкой денег с точностью до минуты и всех адресов обналичивания разглядывать было интересно глядя на всю развитую противоположной стороной активность можно было с убеждением понимать все что билл со своей сальвой или все же сальва со своим биллом могли бы они уже бы точно сразу же и проверили и предварительно пугать бы не стали поэтому их запугивание превратились в надоедливый фон бесконечной переписки что же адвокаты талии им настал клан дайк они превратившись в передаточное звено переписки талии сальва спокойненько ввели свой учет затраченной энергией вспомнив о них талия попросила предоставить текущий расчет ужаснулась и объявила им что хочет отказаться от их услуг аванс испарился и больше платить нечем но они ее известили подождите подождите так просто от адвокатов отделаться оказалось невозможным чтобы от них открепиться теперь нужно решение суда и тут грянул карантин суды закрылись заседания куда-то перенеслись на пользу весну тогда талии попросил своих адвокатов ничего больше не изучать и не сочинять а просто ждать открепления перед самым назначенным онлайн слушанием об откреплении адвокатов карлуччи прислала талии новый вариант соглашения она уже была на один лист короче рассказ о получении ею сто двадцати трех тысяч и требования 55 тысяч ушли в сухой песок ну и опус о спорт клубе потерял актуальность но вот поменяться автомобилями сдать совместную за год налоговую декларацию вернуть несчастному супругу любимое наследство от мамы обручальное кольцо остались и появилась очень странная запутанная фраза о таллиной харьковской квартире которая совершенно не совпадала с фразой на этом же месте в предыдущем варианте это било по нервам предполагая какую-то невиданную связь между отказом от своих адвокатов и появлением нового значительно более похожего на реальный вариант договора пока эти адвокаты еще есть талия отнеслась к документу максимально подозрительно она объявила что желает получить документ на родном языке и вот ей даже подсуетились немедленно предоставить этот документ на двух языках шел шестой месяц сталинного бомжевания и она к этому моменту уже успела пожить полтора месяца у добрых бухарских евреев затем у помощника пастора ее церкви немного в отеле и пару ночей в машине теперь она наконец сняла комнату именно поэтому прекрасного обручального кольца уже не было от него осталась только мятая квитанция зато взносы за первый последний месяц аренда и залог за комнату были оплачены поэтому даже то что талии было изначально согласно сделать уже был увы невозможным открепление ее адвокатов происходило в формате телефонных слушаний сквозь треск помех связи от талии ни одного слова при этом не потребовалось за период между ее отказом от их услуг и их вынужденной работой из-за отсрочки суда они прислали счет над оплату 5000 долларов кто знает что они там на эти деньги делали на факт задолженности в размере двух-трех талиных зарплат надо теперь попросту иметь ввиду талия приступила к поиску новых форм самозащиты тридцатая талия для суда попросила имеет право переводчика надо доказать ее симуляцию незнания английского вот же факт она сдавала тесты на водительские права на английском справка знает притворяется но это просто милые шалости по сравнению с паутинкой которая плелась начиная от ее подписанного брачного контракта помните там еще она должна была в присутствии нотариуса подписаться что заплатила 2000 долларов за консультирование и чуть было не сама этот контракт составила его интересном положении мы сейчас вернемся сейчас только вспомним что билл после свадьбы завел себе новые банковские счета то есть переоформил все свои кредитки на свежие даты взял новые кредиты погасив ими старые зато теперь это общий новый долг возникший после свадьбы если не вникать то как следствие их совместных расходов но подозрительные ко всему талия отказалась иметь с ним совместные счета раз сам билл ведет финансы то пусть и выдает ей фиксированную ежемесячную сумму на наличные расходы может молодой жене не хотелось чтобы каждый раз когда она в магазине покупала себе чулки то сообщение об этом моментально приходило ее супругу может ей хотелось какого-то личного пространства пусть самого маленького угла где она будет распределять что-то самостоятельно а может с тех пор как она услышала что мальдивы были в долг и увидела как часто билл летал на украину то пришла к выводу что с ним можно попасть финансовые неприятности ведь странно видеть как человек столько тратит на билеты а потом в магазине решает 200 грамм колбасы купить или 250 люди такое сразу чувствуют столько сил потрачено на то чтобы закабалить свою новую собственность она тут характер проявляет просто не знает с кем связалась чему чему оплетению паутины зависимости билл сразу отдавал должное внимание один брачный контракт чего стоил и сколько за его тонкое составление заплачено адвокату а это сука его не подписала и ведь там предусматривалась любая тонкость четко прописано что все долги на момент развода будут пополам а вот то что будет приобретаться не обязательно поровну что же будет приобретаться третья часть профессорского оклада уходила на ипотеки билл платил за два дома бостонский семейный оставалось выкупать 30 лет и в далекой ирландии коттедж на 5 спален с видом на океан возле элитного гольф-клуба оставался в ипотеке еще семь лет с момента свадьбы этот коттедж был тайный жемчужиной сокровищем он был оборудован мини отелем дохода от которого билл забывал указывать налоговых декларациях родной страны собственно как и от сдачи в аренду питерской двухкомнатной квартиры на грибоедовской но тут же страна такая тут только так и надо помните анекдот мужики как коты пять шагов от дома и уже ничейный так и билл на территории своего университета весь такой приличный профессор а как три шага через границу и уже мы сидим в метро вытянув ноги чтоб все спотыкались тьма проституток и уклонение от налогов на всю широту возможностей возвращаюсь к течению брачного контракта который хоть и был не подписан но все же интересно что предполагался на такой случай попыталась сквозь путанный перевод иностранных слов пробиться к понятному смыслу хоть искренне считаю не для того он исписан столь мудреными фразами чтоб за ними суметь что-то угадать часть третья так и называлась финансовые обязательства при расторжении брака параграфов там много но мы остановимся на трех о которых хоть что-то можем сказать первое отказ от элементов в случае расторжения брака сторон каждый из сторон настоящим безоговорочно отказывается от любых требований в отношении алиментов отдельной поддержки содержание и тому подобного включая присуждение гонорара адвокату в прошлом настоящим или будущем от другой стороны и в частности должна не добиваться каких-либо алиментов или поддержки между супругами в любое время в будущем или по какой-либо причине в том числе во время рассмотрения любого иска разводе раздельной поддержки или аннулирование каждая сторона понимает и признает закон штата массачусетс касающийся такого отказа включая выражение что такие отказы могут быть навсегда обязательными если стороны того пожелают как усказанного в решении knox remix 371 mass 433 385 не 2d 432 at 435 и каждый намеревается что этот отказ будет обязательным для них их наследников и право преемников второе автомобиль жена имеет право оставить себе которым она управляет во время расположения брака сторон независимости от права собственности на автомобиль при условии однако что она основной водитель указанного автомобиля на дату прекращения если жена имеет право удерживать автомобиль в соответствии с этим параграфом билл будет сотрудничать в любой необходимой передаче права собственности суды и или страхового полиса нужно будет нести единоличную ответственность за любые расходы связанные с принятием ею любого права собственности суды или страховой полис а также несет единоличную ответственность за все расходы связанные с составлением ее автомобилем 3 семейное проживание момент прекращения или в ожидании прекращения жена имеет исключительное право проживать там до 12 месяцев После первого, что должно произойти из А. Запись решения о разводе или Б. Отказ Билла от семейной резиденции. В течение указанного 12-месячного периода стороны должны поровну разделить расходы на согласованный капитальный ремонт и структурные улучшения, а также в равной степени разделить выплату по ипотеке и все операционные расходы домашнего хозяйства, например, коммунальные услуги. Жена признает, что несмотря на то, что она имеет семейную резиденцию и ее право в соответствии с условиями этого параграфа продолжать проживать в семейной резиденции, Билл сохраняет на собой единоличное и исключительное право собственности на семейную резиденцию. После истечения 12 месяцев указанного выше, Билл должен иметь право жить в резиденции и жена обязана перебазироваться оттуда. И еще пунктов 10 эквилибристики. Из всего четко и однозначно указано только одно – все долги точно 50 на 50. Итак, мы еще в прошлой главе оставили Талю в поисках бесплатных доступных ей форм самозащиты. И она их полгода искала, собирая сведения обо всех имеющихся в фондах поддержки и рассылая им свою историю. По мере общения с клерками и волонтерами она прекратила свою привычку плакать, приобрела точность фраз, краткость и доступность изложения. Фонды брали ее историю на рассмотрение и через время извещали, насколько подходят ее случаи под их программы помощи защиты. Одной из их претензий была сумма, которую она по-богатому уже потратила на адвокатов. Это оказалось минусом. Но в конце концов один из фондов борьбы с домашним насилием признал ее случай за свой. Таля обрадовалась и стала вот-вот ждать помощи. Но ей сказали – подождите, подождите, это мы пока приняли вас под свою программу, а сейчас будем искать вам адвоката. То есть фонды подбирали себе по профилю случаи, а потом связывались с адвокатами, желающими с ними посотрудничать. Все это время Таля самоличная напрямую вела переписку с Сальвой, и у нее уже получалось писать крученые фразы не хуже, чем у этих ужасно дорогих адвокатов. В один из дней послабления карантина она даже смогла прорваться в суд, где дежурный бесплатный сотрудник помог составить кое-какие встречные претензии и предоставил диск с жизнеутверждающей информацией. Тут вы найдете все, чтобы без знаем адвоката самостоятельно участвовать в процессе развода. Не скажем, что она сильно разобрала, что там на диске было, ее методика больше походила на вылазки из осажденного города. Кстати, о жилье, в котором Таля забаррикадировалась, это была большая комната с мебелью в крылья красивого особняка на очень приличной улице, которую удалось найти на местном сайте по рекомендованным коллегам. На этом удалось сэкономить на оплате риэлтору. При сдаче комнаты от нее потребовали кипоинформации. Кто, куда, откуда рекомендации, ездили смотреть на избушку Билла. Занималась всем дочь владельца особняка. В двух соседних комнатах с санузлом арендовали муж с женой из Индии. В полуподвале без окон гражданка Китая. Цена за Талину комнату – 1200. Двухкомнатная индусов – 1400. Без окон полуподвал сдавался за 1000. За право сдавать жилье в аренду хозяин им платился налог и имелось разрешение. Кроме полуподвала без окон, такое сдавать в аренду под жилье попросту не положено. Хозяин – древнего возраста музыкант, жил один в соседнем крыле, имел коллекционный Роллс-Ройс, на котором красиво выезжал за продуктами. В конце первого месяца проживающая на правах льготного арендатора по соседству с Талией 60-летняя дочь хозяина пришла к ней за соткой долларов на бытовую химию для уборки общей площади кухни и санузла. Об условиях проживания получаемых Талией на 1300 из зарплаты в 2000 чистыми в рамках нашего рассказа не входит. Можем лишь очертить, что готовить не рекомендовалось, потому что тянет запах, холодильник не во весь рост, в комнату проносить еду не рекомендовалось, провоняешь комнату, на двери замка не предусмотрено, но и дедушка-владелец 80+, определил, что Талия ему очень нравится. А так, все нормально. Кроме арендных расходов, у Талии еще за 150 арендовался небольшой бокс для хранения вещей, за полтинник ячейка в банке, куда сложены уже только документы. Еще оставались расходы на обонплату за телефон с интернетом, немного бензина и 1000 долларов за послешкольный садик в Коте. Всего-то по полтиннику в день. Да, еще хотя бы три сотни на еду в месяц. Не сходится, кажется, но как-то так. Другого жилья Талия не нашла в этом городке, а шалаш строить не умела. Итак, Талия переписывалась с адвокатом противоположной стороны, ждала, когда фонд борьбы с домашним насилием подыщет ей нового адвоката и пыталась придумать, как бы найти другую или дополнительную работу. А за окнами уже правил карантин 2020. Да, и их садик закрыли на карантин, а Талию отправили на пособие по безработице. 31. Иногда хочется сделать лирическое отступление. Вот мог бы этот брак состояться как хороший? 32. Я убеждена, что мог бы, если бы Билл долтали ее пространство в сотнаны. Чтобы она с первых дней учила английский, не ищи сама все онлайн. Массирована при поддержке мужа. Чтобы получила возможность работать по любимой профессии. Почему такая уверенность? Жизненный опыт наблюдателя. В украинском мире достаточно господ, зарабатывавших больше, чем Билл, деньги. Но их жены имеют чем заняться по их пристрастиям. Вот два интересных мнения, ведущие к одинаковому выводу. Если со мной что-то случится, то у нее хоть будет чем на кусок хлеба заработать. Второе. Пусть лучше идет работать и там сбрасывает свою энергию, а то дома мне уставшему проходу не дает. Итак, Талия продала обручальное кольцо и как-то долго переписывала положенные по закону документы. Карлуччи установила, значит, есть уже и на что пожаловаться благородному суду. В рамках рассмотрения дела о разводе по жалобам ИСЦа Билл к действиям ответчицы Талии было назначено первое слушание. Вопросы. Возврат обручального кольца, совместная подача налоговой декларации за 2019-й, неуважение к процессу и нарушение регламента. Почти перед самым рассмотрением этих жалоб нашелся наконец у фонда для Талии адвоката. Вежливый молодой итальянец, лет 35, и он реально вник в имеющийся материал. Скажем так, проявил эмпатию к клиентке. Заседание проводилось в режиме онлайн. Судья был тот же, что сразу признал в Билле хорошего человека, который напасть не мог. Но прошел с тех пор почти год, и Билл на самостоятельном питании вернул себе былые объемы. И даже более того, выглядел несколько перекошенным злобой. Стал серым, одутлым, явно уже не тот расстроенный дедушка. Талия тоже уже не дрожала и рыдала, а строго спокойно и прямо смотрела в монитор. Но в принципе, какая разница, кто как выглядит, если в законах все прописано. Адвокат Талии доказывал, что продать кольцо было для нее единственной жизненно необходимой возможностью оплатить жилье. Ведь у нее мизерная зарплата, а Билл ей ничем не поддерживает. Сальва возразила, что ведь Талия сама и не обращалась к истцу за алиментами. И пару раз убедительности для назвала ответчицу фальшивой жертвой. Но в подкреплении своих слов приводить цитаты из взломной фейсбучной переписки почему-то воздержалась. Судья постановил, что Талия не имела права отчуждать общую собственность во время бракоразводного процесса. Талия предоставила справку, сколько выручила за кольцо. 2500 и суд поставил ей эту сумму в долг. Расчет по которому отсрочен до окончания дела. Что же можно сделать против факта, что маминого колечка у ответчица просто больше нет? По вопросу совместной подачи налоговых деклараций за эти годы судья пожал плечами. Сказал, что еще подумает, но принуждать не может. В законе четко прописано. Каждый из супругов имеет право по своему усмотрению подавать отдельную декларацию. Карлучин оставил, что этим ее клиенту наносится ущерб в 40 тысяч. И тогда они будут судиться дальше за нанесение ущерба своими действиями. Куах-куах-куах. На том заседании и закончилось. Тему неуважения на фоне утверждения homeless бездомности особо обсуждать не стали. Ответчица указала, что в связи с многочисленными переездами, периодически теряла, находила, восстанавливала необходимые ссуданные. Она даже пыталась показывать уважаемому суду фотографии, заваленного шмотками салона своего автомобиля, где в углу ютится Котя. Но адвокат из ЦАП потребовал отклонить эти фото, как сомнительно достоверные и без указания места и даты. В целом, Талли опять слова особо не давали. Сальва доказывала, у нее точно есть деньги. Вот она и на Украину пересылала, есть квартира в Харькове, ее трудности из ее фантазий, она сама виновата в этих возникших ситуациях. Из любопытных моментов, когда Талли все же нашла место, где вставить, он патологический лгун, то по лицу Карлуччи пролетела тень улыбки. Очевидно, после поиска сокровищ мадам Петуховой, она на это уже имела свое мнение. И две заминки. Первое. Когда, нарушая работу суда, зазвенел мобильник и судья спросил, чей это, то все ответили, не мой, включая и мотнувшего головой Билла. Ведь если уж лгать, то во всем. И если не знать слово «извините», то во всем, во всем. Вторая заминка получилась поярче. Это когда адвокат Талли отчетливо произнес словосочетание «мини-отель» в сочетании со словом «налоги». Изумление и тени мрачили лицо истца, никогда не упоминавшего в отношении своего ирландского имущества других наименований, кроме «дом». Сальва метнула на Билла взгляд, указывающий на ее некомпетентность в вопросе «мини-отель». Твердое дно слегка покачнулось, но ответчик на этот раз решил не углубляться в тему, ограничившись законностью своего отказа от совместной декларации о налогах. Вот, собственно, и все заседание. Следующее слушание назначили через 4 месяца. Теперь уже по встречным жалобам Талли к Биллу, которые она самостоятельно сочиняла, пока не имела адвоката. Не сидеть же совсем молча. Жалобы были разные, штук 6 в частности. На то, что взломав ей переписку в Фейсбуке, адвокат Карлуччи пыталась заставить подписать соглашение за должности. На то, что Билл прекратил до окончания развода оплачивать половину стоимости котиной продленки. Ведь существовал же устный договор. Платили пополам. А до окончания процесса развода положено ничего не менять. На то, что адвокат Карлуччи направил ей письмо с информацией о прекращении общей семейной медицинской страховки. А это оказалось ложью. Привело к задержке предоставления коте нового фиксатора на ногу. Старого он вырос. Семейную медицинскую страховку до окончания развода тоже нельзя менять. На то, что Билл как глава семьи получил от государства Наталью и ребенка пособие, стимул по случаю карантина, и присвоил его, отдав лишь часть, и то после звонка из полиции. Самым интересным с точки зрения жалобства было заявление о присвоении этого государственного образцового пособия. В начале 2020-го в разгар карантина на каждого гражданина с низким доходом полагалось 1200, а на его ребенка 500 долларов. Эти пособия финансовая служба рассылала без всяких запросов на основании налоговых деклараций с 2018-й, так как срок сдачи декларации 2019 был продлен и еще не наступил. Доходы лично Билла далеко перевосходили всякие какие-либо имеющиеся пособия. Но вот вся семья втроем частично подпадала под такое право, и Биллу как главе семьи прислали полторы тысячи. Он их благополучно оставил себе. Подождав месяц, Таля пошла в полицию и спросила, что ей делать. Из полиции любезно перезвонили Биллу уточнить ситуацию, и буквально через час у Таля в руках был чек на 900 долларов, датированный месячной давностью в конверте со штемпелем за сегодня, с приложением от руки написанного Биллом письма с расчетом пропорции, исходя из его взглядов на математику. Но факт личных доходов каждого при этом им упускался. Вот еще один яркий пример, почему Таля совместная декларация с Биллом была крайне вредна. В данном случае она прямо потеряла на этом 800 долларов. Красочная иллюстрация личностных характеристик несчастного дедушки. Кроме жалоб в полном соответствии с законом номер 208 штата Массачусетс, Таля просила установить ей временные алименты до окончания рассмотрения дела о разводе и далее на период адаптации, так как она получает зарплату значительно ниже, чем ее муж, нуждается в аренде жилья, оплате услуг адвоката, курсах повышения квалификации и так далее, и так далее. Дата слушания приближалась. Италия прислали от Билла и его, трудолюбивые Сальвы, вопросник на 27 вопросов. Имеют право. В гражданском суде США есть такая форма общения. Направлять оппоненту вопросник, ответы на который заверяются под присягой. Спрашивать, как мы поняли, было о чем хочешь можно. Ну и отвечать можно вплоть до «не скажу и тебя не касается». А суд уже дальше сам разберется. Все это заверяется под присягой специальному поверенному. Вопросник сначала Талю шокировал. Она впервые такое увидела. Это было как диковинно-диковинное. Пару недель она привыкала к этой вещице, возмущенно писала адвокату, что не будет отвечать, и пусть ее хоть арестуют. Даже до того дошла, что пошла уведомлять специальную службу, чтобы знать, куда поместят ее малыша, пока она будет сидеть в тюрьме за отказ отвечать на этот странный вопросник. Ее убедили, что арестовывать ее не будут. Суд в таком случае просто наложит на нее штрафы и оплату судебных издержек. Но потом ее попустило. Шок постепенно прошел, и увидев ситуацию под другим углом, она на вопросы ответила. До такой степени ответила, что попросила своего адвоката лично проконтролировать, чтобы они обязательно достигли суда, а не затерялись где-то у Сальева, как не пригодившись для установления касающихся вопросов разделения имущества истины. Глядя на происходящее, Талли даже пришла к выводу. Подсознательно Билл и не хочет развестись. Он хочет, чтобы представление длилось бесконечно, и он мог бы бесконечно обзванивать родственников и знакомых со своими перманентными новостями, до какой степени он истерзан этим процессом. Ответник на этот вопросник Билл вряд ли хотел бы кому-то в этом мире показывать. Но, как говорится, как вы спросили, так мы и ответили. Поэтому раскроем эту завесу мы, тем более, что за них подписались в соответствии с регламентом, чуть бы не кровью. Не может же быть все время плохо. Во время вынужденной безработицы, Талли, засев в комнате, занималась с Коти уроками онлайн. В его прекрасной школе были абсолютно все уроки с первого же онлайн дня. Даже физкультура, по которой деткам каждый день менялась программа. То танцы рок-н-ролл, то йога, то изображали животных по своему выбору. Коти, конечно же, был котом. Талли платили пособия по безработице, которой странным образом оказалось больше зарплаты. В конце года она узнала, что это происходило за счет налогов, которые способия надо платить самостоятельно, а из зарплаты их удерживали перед выплатой. Поэтому ей пришлось доплачивать. Кроме того, сидя дома за компом, она нашла разные социальные фонды и оставила в них заявки. Также написала письмо в офис своей работы, что желает продлить свое образование. Ее садик принадлежал к одной из трех огромных сетей учреждений ухода за детьми. Офис располагался в противоположной части страны, и в структуру входили почти две тысячи подразделений, в том числе и для повышения квалификации сотрудников. От местного социального фонда ей прислали карточку на продукты в определенных супермаркетах, в которые ограничивалось спиртное и сигареты, а остальное вроде можно было бы брать любое на 200 долларов в месяц. Но может еще что-то не подпадало. Так продолжалось пару-тройку месяцев. Когда садик открылся, то Талю тут же вызвали обратно на работу. Им срочно понадобились сотрудники, потому что многие уволились или пока отказывались выходить по разным причинам. Таля была не та ситуация, чтобы что-то обсуждать, и она сразу же, как стало возможным, вышла на работу. Там ей периодически подкидывали подарочные сертификаты долларов до 80, так что голодать не пришлось. Только однажды не стало денег на оплату связи. Тогда добрый дедушка, домовладелец, обнаружив, что не может с нею созвониться, и вечером узнав причину, быстренько из-за ее залога за квартиру погасил этот долг, хоть Таля и не просила. Ближе к рождественским праздникам ей опять несколько раз очень помогли, подарив сертификаты на покупки, а Коте отдельно несколько хороших детских подарков, в основном конструкторы лего. Рождественский стол для всех домашних накрыл дедушка-домовладелец в своем, отделанной дубом, до самого потолка под старину зале. И праздник состоялся прекрасно. В конце 14-го месяца света представления, в декабре 2020-го, появилась изумительная новость. Когда год назад Таля бегала по всем фондам и офисам в поисках выхода, то куда только не оставила заявку. И вот, из городской коммунальной службы ей позвонили, что в течение месяца она, как малоимущая, получит социальное жилье, отдельный домик, или на ее выбор какую-то сумму, будут за нее погашать домовладельцу в течение трех месяцев. Таля однозначно выбрала домик. Вау! Таля стала готовиться к переезду. Периодически ей казалось, что коронавирус ее настиг, ведь в садике многие дети шмыгли носом и покашивали, что для американских садиков постоянная норма. Но теперь же, кроме простуды, еще и он, коронавирус. А кто из страны на глаз не различит, а? Но мысль, что вместо получения ключей от домика она будет находиться в заперти на карантине, давала такие удары по вирусам, что все симптомы моментально исчезали. Декабрь стек, а звонивший ей инспектор коммунальной службы исчез со связи. Очень обеспокоенная, Таля сама поехала к ним в офис. Там ей объяснили, что сотрудника просто нет на работе, наверное, сидел на карантине. А ее домик сейчас пока ремонтируется, поэтому такая задержка. Будет готов, ориентировочно к февралю, и вам выдадут ключи. День настал. Таля самолично, за неизвестно сколько ходок, перетащила все свои вещи, набив кучу черных синяков. Котя помогал маме как мог. Он за время скитаний стал совсем взрослым, осмысленным мальчиком. С 1 февраля 2021 Таля и Котя оказались в своем домике на две маленькие спальни и зал. У американцев счет комнат ведется только на количество спален, поэтому назывался домик двухкомнатный. И у нас он назывался с хорошим залом и двумя спальниками. Кухня по американским порядкам была полностью оборудована, включая холодильник, кроме стиралки. Из мебели у Коти уже давно была модная раскладушка, а Таля для начала спала на полу, постелив вещи, а потом ей сотрудники нашли толстый пружинный матрац. Они с Костей заселились в одну комнату, вторая, покрытая сумками и горой вещей спальня, использовалась пока вместо шкафа. В зале красовались приобретенные еще во время жизни у дедушки кофейный столик, комод и кресло. Надо пожить с ребенком в автомобиле, чтобы понять глубочайший Талин выдох. Первое, что купила Таля себе в новый домик, это были разные лопаты. Для уборки снега, большую себе и Коти поменьше, и обычные, копать огород и сажать цветы на будущую весну. Как видно, счастье есть, до него надо лишь дотерпеть. В те же дни из продленки Коти пришло письмо, в котором говорилось, что рассмотрев ее финансовую ситуацию, она уже писала им, что муж прекратил платить свою половину взноса запасной, и просил рассрочки образовавшейся задолженности в 3,5 тысячи. Администрация прощает ей задолженность. То есть им она больше не должна ничего. И они желают ей счастья, блин, капитализм. Котик к этому моменту уже полгода ходил на продленку в другой садик, на работу к маме, где у нее, как у сотрудницы, была скидка на половину цены. Раньше это было невозможно, потому что эти учреждения получают лицензии на определенные возрастные группы. И садик, где работал Таля, имел конкретную лицензию от месяца до 5 лет. А теперь поменялся на до 9. А плата за новое жилье Таля существенно отличалась от арендованной платы за комнату. И составляла 550 долларов, включая отопление. Оставалось доплачивать немного за электричество и воду по счетчику. В ее ситуации это был снятый с гроба мешок песка или даже удавку с горла. У кого какая фантазия. Ей объяснили, что если она будет получать зарплату больше, то оплата тоже несколько повысится. А если станет получать за рамками малоимущий, то договор аренды не продлят на следующий год. Во всяком случае, она так поняла их объяснение. Отметим, что дедушка-музыкант 80+, которому так нравилось не вернулся, оставшуюся часть залога за аренду комнаты, так как по договору она должна была предупреждать о выселении за два месяца. Она предупредила за месяц и неделю. Раньше она просто и сама не знала об этом. Капитализм. Домовладельцу тоже тяжело находить арендаторов. Вот и семья индусов от него съехала в соседний городок, где подешевле. Но Таля не могла уехать в соседний городок, ведь Котя учился именно в школе этой коммуны. Еще один очень любопытный случай произошел с Талей, когда Анна Скотти приехала в марте 2021 в супермаркет за покупками на полмесяца. Это уже было после получения вопросника на 27 вопросов от любопытствующего Билла. Набрали они Скотти полную тележку еды, а терминал на ее карточку не срабатывал. Продавец попросил карточку какого-то другого банка, но такой у него уж точно и в природе не было. Изначально поупорожнявшись терминалом, администрация объявила, что дарит ей всю ее покупку на 250 долларов. Ей это показалось каким-то продолжением новогоднего чуда. Капитализм. И в первых числах апреля Таля, которая всю жизнь стремилась к образованию на основании подданной ей заявки, предложили учиться на онлайн-курсах повышения квалификации на позицию заведующая детским садиком. Она, конечно же, моментально согласилась, ведь там уже светит вожделенная зарплата в 5 тысяч, на которые можно выжить. Воистину, надо пройти сквозь полосу препятствий или комнату страха, чтобы выбраться к свету. За полтора года капитализм сделал оборот и повернулся к Талле человеческим лицом. Ведь даже если этот городок для богатых, то где-то все равно есть места для жизни тех, кто работает в их садиках, школах, магазинах. Теперь, наконец, уже спокойно переходим к вопроснику Билла, присланному им для суда. Что же он хотел спросить, уточнить, или может даже не спросить, а заставить сказать, чтобы, цепившись в ее душу, трясти дальше. 33. Читая даже простейший сборник анекдотов, уже понимаешь, что нет бесследственных действий. Женщины никогда не помнят, что для них сделали, но никогда не забывают, чего же вы для них не сделали. Если будущая жена изначально знает, что вы ее пытались злостно обмануть, без предупреждения, с веселой улыбкой, подсобая, ужасающий брачный контракт, у нас в стране такие порядки, и без него, ну, никак нельзя жениться, то это не есть хорошо, а есть совершенно плохо. Ее доверие больше никогда вам не светит. Безвыходная подлость этого документа состояла вовсе даже не в том, что жена ничего не получит при разводе, изначально отказываясь от прописанных в законе штата многочисленных возможностей, например, временных элементов на период адаптации, а в том, что жена еще и всегда останется должна половина семейных долгов, которые заботливо создаст муж. И для этого, согласно изощренному тексту договора, мужу достаточно в любой момент просто уйти из дома, объявив «Наш брак окончен», и на домохозяйку моментально запустятся еще и пополам текущие ипотечные взносы за личный дом мужа. А какой антураж представления! И консультации невеста получила на пару тысяч долларов. И пункт «Стороны настоящим подтверждают, что каждый был полностью проинформирован выбранным им адвокатом в соотношении всех прав, предоставленных законом, каждому из них в силу предполагаемого брака, а также в отношении юридических последствий настоящего соглашения, очень актуален для далекой другой страны, когда речь идет о законах какого-то одного штата, а даже не государства в целом. Даже юристы из соседних штатов не смогут полностью раскрыть суть этого текста, основанного на незаконах другого штата. Каждый из сторон несет ответственность за 50-50% любого согласованного долга или обязательства, понесенных совместно Биллом Италии. Справедливо? Вот, жили, жили семьей, король с простолюдинкой, балы устраивали, маскарады, кругосветные путешествия, и однажды королю показалось, что она уже не та. Полюбил он другую, решил освободить место рядом с собой для новой прелестницы. Может такой быть. Поделил король с бывшей женой долги пополам, как по честному договору предусмотрено, и женился на очередной счастливице, да и стал жить дальше, а простолюдинка пошла жить своей простой людской жизнью, но с долгами за последний волшебный размах и маскарад. Правильная сказка. И мы должны уже принести Талле свои авторские извинения, потому что изначально считали, что как-то преувеличивает она свои невзгоды, ведь сытно и спокойно живет с ею профессора, который спас ее от войны. Вот только спас или приобрел по случаю для дальнейших своих выгод, а? В блокадном городе тоже бывают спасатели предметов искусства, приобретающие их у голодающих за буханку хлеба. Моя бабушка в 42-м году под Харьковом бриллиантовую брошь выгодную спасательную мешки картошки сменяла. И насколько важно ощущение статуса? Я супруга бостонского профессора, когда удираешь от него по вечернему лесу. Короче, поняли мы, что не преувеличивала Талле свои невзгоды, что так и жила она бок о бок с неравновешенным, злобным и странным субъектом, которому слово отдельно, действия отдельно, обещания и договоренности пустые звуки, а поведение в обществе маскировка. Мы даже таблицу хронометраж по датам наклонной составили, чтобы почувствовать с героиней всю невесомость этого периода. И кстати-не кстати, мы совершенно опускали тему секса. А почему? Не такие уж мы стеснительные и закомплексованные или не в курсе там, но всегда считали, что суп отдельно, а мухи от котлет отдельно. Пришло время разбирать текст нашим взглядом на секс, иначе картина получается как не про семью. Анекдот. Разговаривают две подруги. Одна очень жалуется, что ее муж полный импотент. Другая отвечает, ха, это все ерунда. Вот мой муж на днях вешал люстру, упал со стремянки, прикусил язык и переломал все пальцы. Теперь он действительно полный перейдем к разнице между сексом с любимой супругой и проституткой. Есть ли разница? Разница определяющая, водораздельная. Профессиональная специалистка, включив таймер, мысленно прикидывая, куда потратить выручку за день и сколько из нее отложит на большие покупки, методично обрабатывает дедушке, где болит и на том все. А что супруга, которой еще и начиталась лирики в красочных обложках? Чего ей от больного человека надо? Хоть бы ему самому какое удовольствие получить, а тут еще и она куда-то лезет. Если у мужчины очень крупный живот, к примеру, то разве не видно, что это уже препятствие? Ну, если это не переулок, а тупик, то куда опереться? Даже и головы изобрюха особо не видно, только когда выглядывает вопросительно. Но, еще долго? Она со своей красотой требует какие-то бонусы за участие. Работай, не останавливайся. Но это мы шутим так. А в целом, если есть на свете все эти бучи, фэмы и прочие квирты проклятые, которые умудряются очень как-то обходиться, то и опытного профессора, раз он не прикусил язык, были нормальные шансы на успех. Тем более, с лестницы он тоже не падал. Купил бы инструменты в соответствующем магазине, налил на себя афродизиаке, после душа туда все равно надо. Включил музыку, открыл бутылочку полусладкого, нарезал фрукты, разломал шоколад и приступил к массажу от пальцев ног и выше. Вот и учебники с картинками в открытом доступе есть недорогие. Но этот путь был профессору аккаунта чужд. Он считал, что отсосать ему и без музыки можно, и не убудет от нее от этого маленького дела. Она, блин, уставала, потому что как-то долго профессор соки своей жизненной не выпускал. И когда он маструбировал ей в лицо, то тоже не виноват, что очень долго и малоуспешно. Жизненные соки застревали где-то на выходе из любимых мышочков, не вырываясь наружу в приобретенное по случаю красивое лицо, как когда-то в юности на разворот журнала. А ей, видите ли, скучно было сидеть и смотреть больше часа на это представление. Она просто плохая жена, решил профессор и сказал ей об этом. Она ничего не умеет делать, просто безрукая. За что я ее кормлю? Был сделан строгий вывод аккаунтера. Анекдот. Брачная ночь. У молодожена ничего не получается, он требует. Потри его немножко, еще немножко, еще немножко, сильнее, еще. У меня уже руки устали. Куда же ты с больными руками замуж выходила? Кто был прав? Предлагающая пойти к психологу, сексологу, да куда угодно пойти, становящаяся все более нервозной жена, которую от мысли о предстоящей многочасовой процедуре сосать, тереть, смотреть уже клинила. Или супруг британский уверенный, что она ему должна и точка. И вот мы тут переходим на канцелярит. Раз согласно договора долги пополам, то надо прописать и удовольствие в равной степени. Договор хоть и занимал три десятка страниц с приложениями, но по сути был преступно недоработан. Все внимание в нем уделялось ведь и в атому «тебе ничего не светит», «ты не сможешь уйти», а регламент нематериальных благ именно в период супружества даже не затрагивался. Короче, неудовлетворенная жена на наш взгляд имела некоторые права на возмущение, поэтому после двух лет супружества купленный ею соответственный аппарат в специальном магазине украсил своей длиной и объемом содержимое того злополучного предмета непримиримого дележа сейфа. А она перебралась жить в единственную вторую спальню комнату в доме в детскую установив там двухъярусную кровать. Анекдот. Слушай, Вась, почему ты больше не играешь с Колей в карты или в шахматы? Ты бы стал играть с человеком, который все время в карты жульничает, передергивает и устраивает скандалы, а проигрывая в шахматы бросает тебя фигурами, бьет доской по голове и орет. Конечно, нет. Ну вот и он не стал. Это же получается, что с учетом ужасной клятвы вечной любви и верности она осуждена была не иметь больше никогда никакого секса, а ей он, видимо, зачем-то был нужен. Рискнем предположить, что в его отсутствии она становилась невротичной на фоне обязательной работы, в то время как врожденную склонность к сексуальным отношениям имела значительную. Ну что плохого в том, чтобы пойти к психологу, посмотреть фильмы 3Х, полистать журналы, это значит заморачиваться, выносить ссоры из избы, а по лесу бегать с воплем, сука, и потом со скандалом полтора года разводиться, задавая благоверные удивительные вопросы через процедуру клятвы, уже значительно ближе к приличиям. И деловая репутация будет идти по возрастающей от того, что твоя все еще официальная жена с больным малышом на руках ночует в церковных приютах, шелтерах у добрых людей, а еще и рассылает письма по всем фондам защиты в поисках жилья и бесплатного адвоката, а? Но каждый выбирает сам, бегать ему или ходить. Теперь переходим к уже три раза обещанному вопроснику. Он интересен тем, что Таля в своих ответах абсолютно открыто рассказала всем, кому угодно желающим ознакомиться, как оно на самом деле обстояло и по датам на конкретных примерах, что ее муж как драндулет, которому невозможно завести, но на ни с какого толкача. Тридцать четвертое. Когда Таля от ее адвоката по почте приплыл в вопросник, то она сначала была шокирована. Во-первых, она о такой форме процессуального общения не имела представления. Во-вторых, учитывая предстоящую через месяц тему разбирательства, не могла увязать заданные вопросы с темой. Но адвокат пояснил, он имеет право задавать любые вопросы. Судебная казуистика не имеет никаких границ. Да, ей имели право задавать и эти, и другие вопросы, а она имела право на них не отвечать. Поэтому проблем никакой не было. Наталья все равно очень разнервничалась. Она написала адвокату, что отказывается отвечать на эти с ее точки зрения странные и глупые вопросы. Даже пошла узнавать, где будет ее малыш, когда ее за отказ заберут в тюрьму. Тут ведь за каждую мелочь забирают, а у меня нет денег на залог. Ее утешили, что за это ей тюрьма не грозит, а вот штраф назначат, плюс оплату издержек суда и работы адвоката Биллом. Походив почти две недели вокруг анкеты, Таля с ней свыклась, пересмотрела свое отношение к процедуре и засела писать ответы. Надо сказать, что когда-то в юности Таля даже написала настоящий художественный роман, так что перо-клавиатура оказалась в надежных руках. Коротких ответов там не было, текст палился описательный и обстоятельный. Она нашла наконец возможность высказаться о происходящем, так что ее вынуждена услышит и вторая сторона, а не только близкие адвокаты. Хотим отметить свое частное непрофессиональное мнение. Не отвечать на предусмотренную регламент и закон анкету действительно неверный путь, это неуважение к судебной процедуре, а вот не ответить на каждый отдельный вопрос это совершенно другое. Но тут не наш случай, потому что Таля ответила почти на все вопросы, кроме вообще уж запредельных. Анкета выглядела так. Вверху Таллинным адвокатам были выставлены общие возражения, относящиеся ко всем вопросам, их было четыре. Эти возражения считаются включенными в ответ на каждый вопрос, без необходимости повторять указанные возражения индивидуально для каждого вопроса. Первое. Ответчик возражает против этих вопросов в той мере, в какой они являются чрезмерно широкими, двусмысленными, чрезмерно обременительными и не рассчитанными на то, чтобы привести к обнаружению допустимых доказательств. Второе. Ответчик возражает против этих вопросов в той мере, в какой они требуют раскрытия информации с соблюдением привилегий адвоката и клиента. Третье. Ответчик возражает против этих вопросов в той степени, в которой они запрашивают информацию не во владении ответчика, а вместо этого во владении истца. Четвертое. Ответчик возражает против этих вопросов в той степени, в которой они ищут ответы и информацию, которые ранее были получены с помощью документов и бремя получения или подтверждения ответа по существу такое же для истца, как и для ответчика. Внизу анкеты красовалась устрашающая для впечатлительной талии, подписана под страхом наказания за лжесвидетельство, дата и имя и далее место для заверения текста адвокатом ответчика с указанием его регалии и той же присягой. Какие же из 27 вопросов натолкнули нас на мысль, что истец, исчерпав все возможности строить домыслы и вести атаку на словами адвоката Карлочи фальшивую жертву ищет новых зацепок? Мы читаем вопросы и прикидываем, для чего он об этом спрашивает. Приступим к изучению. Первый вопрос был традиционно паспортные данные. Дальше идем по порядку. Вопрос второй. Пожалуйста, опишите ваше образование и или программы профессиональной подготовки, включая, помимо прочего, следующее. А. Название всех школ, программ, которые вы посещали. Б. Даты вашего присутствия. С. Была ли такая посещаемость полной или неполной, а также Г. Дипломы, степени и или сертификаты, полученные вами в связи с этим. Наше непрофессиональное мнение. Может, это намек на то, что истца окрутили чуть не под гипнозом? Наше удивление. Я вот в 2002 занималась на курсах по проведению тендеров. И какой вот там был номер на сертификате и даты проведения, а? Или предполагал, что психологи шибко лучше рулят своей личной жизнью? Вопрос третий. Назовите все языки, которыми вы владеете, и для каждого из них укажите на уровень навыка свободно, опытно, родной. Наше непрофессиональное мнение. Может, это намек на то, что ответчик скрывает глубочайшее знание английского? Наше удивление. Вот со мной в детстве бабушка на армянском разговаривал. Это тоже писатель? Вопрос четвертый. Укажите каждого из своих детей и для каждого ребенка подробно опишите следующее. Д. Официальное имя каждого ребенка. Е. Дата рождения. Ж. Официальное имя отца ребенка. З. Финансовая поддержка стороны отца. Национальность каждого ребенка, адрес, по которому проживает ребенок, а также юридический и физический опекун каждого. Тут нам подсказал адвокат. Ответчик возражает против этого ответа, поскольку он не рассчитан на то, чтобы привести к обнаружению допустимых доказательств. Наше непрофессиональное мнение. Может он ищет доходы в виде алиментов, но так бы и написал, укажите поддержку со стороны отца. Наше удивление, не поздно ли детьми заинтересовался истец? Вопрос пятый. Для каждого отца указанного в вопросе номер 4 просьба указать, жив он или нет, включая дату смерти. Ответ опять же по подсказке адвоката. Ответчик возражает против этого ответа, поскольку он не рассчитан на то, чтобы привести к обнаружению допустимых доказательств. Наше удивление. Вроде усыновлять уже немного поздно, сам же разводится. Может просто очень любопытным стал напоследок? Вопрос шестой. Предоставьте полное описание вашей работы, независимо от того, работаете ли вы самостоятельно и или работаете на другое физическое или юридическое лицо в любое время в течение соответствующего периода. В своем описании укажите следующее. А. Имя и адрес каждого работодателя. Б. Дата поступления на каждую должность. В. График работы. Г. Полное и конкретное описание всех обязанностей, выполняемых вами на каждой должности, а также Е. Условия вашей компенсации, включая помимо прочего суммы и даты всех доступных вам через вашу должность. Наша догадка. Он что-то ищет. Ему мало рулона, полученного от офиса Таллина работы. Эта женщина точно имеет несколько работ. Наш прикол. Украинская женщина, она как лошадь, должна работать в трех местах минимум. Мы бы тут могли развернуться с приколами пошире, но заткнемся. Вопрос 7. Укажите все международные поездки в течение соответствующего периода, включая даты поездки, места назначения и размещения попутчиков, цель поездки, общую стоимость поездки и так, как поездки были профинансированы. Наша догадка. Истец хочет напомнить о чем-то большом. Тут Таллину Перо развернулась, конечно, не на стоимости, которой и близко представления не имела, поскольку финансами Синия не ведала, даже выделяемые ей карманными. Ее заинтересовал описательный момент цели. Это уже она смогла широко осветить со своей точки зрения и с добавлением бытовых подробностей. Вопрос восьмой. Укажите все внутренние поездки в США с апреля 2016 года по настоящее время, включая даты поездки, пункты назначения проживания попутчиков, цель поездки, общую стоимость поездки и то, как были профинансированы поездки. И здесь Талли осталась верна целям, указав, как Билл возил ее по всем своим коллегам, студенческим друзьям и просто знакомым, показывая им и их женам свое приобретение. Особо отметила, что инициатором всех этих вылазок точно выступал сам истец, а никак не она. Но зачем бы Биллу этот вопрос понадобился? Теряемся здесь. Вопрос девятый. Определите адреса, по которым вы проживали, временно или постоянно, с октября 2019 года по настоящее время, определенно идентифицируя всех людей, проживавших в указанных местах, проживании даты, продолжительность проживания. Вот тут Наталью нашло отдельное оживление. То есть, если ее выперли из дома, то через полтора года надо отчитываться, как она выжила с указанием находящихся рядом людей. И если добрая бабушка, церковная служащая, давая ей с ребенком приют, то у нее еще и надо было строго спросить, как официально зовут вашего мужа? Просто Джонни мне не подходит. Я же буду потом всю вашу семью в судебную анкету вносить. И наш неизменный вопрос. Зачем это спросили теперь, когда брак полностью разрушен? 35-е Вопрос 11-й Опишите, как вы провели годовщину свадьбы и Рождество в декабре 2016 года, обязательно включив, где и как отмечали, людей, с которыми вы отмечали, а также, был ли с вами Билл, а если нет, то причину его отсутствия. Печальный рассказ стали про то, как она с Биллом в Трусковце провела годовщину свадьбы с подробностями XXX на фоне забытых супругом в штатах животворящих виагроподобных таблеток, ранил бы душу любому. И как Билл остался недоволен своей супругой, она от этого испытала огромное чувство вины, и это еще было не все. Через день, уже во львовском гостиничном номере, точнее, в его санузле, отметила она с Биллом Рождество, в единственной комнате спал Котти, и опять Билл остался недоволен больными руками супруги, а потом еще у него передний зуб рассыпался. Обращаться к украинским стоматологам немыслимо, поэтому на фоне дикой боли Билл стал есть горстями незабытые в штатах обезболивающие пилюли, а затем еще и вообще срочно улетел к своему доктору. С кем не бывает. Но зачем Билл поставил данный драматический вопрос в данный судебный вопросник, вот в чем наш вопрос. Вопрос двенадцатый. Опишите причину, по которой вы поручили Биллу покинуть Украину на декабре 2018 года, а также как и где вы провели оставшуюся поездку, включая места и людей, которые вы посетили после его отъезда. Ответ ответ на этот явно с подвохом заданный вопрос лежал в найденном в недрах почты электронном билете. Никогда ничего нельзя удалять. На обратном билете Билла в графе дата приобретения четко указывалось, что он был приобретен 12 октября 2018 в 5 часов 42 минуты после полудня, то есть более чем за 2 месяца до отъезда. Какое и из какого пункта подавалось несчастному испоручение покинуть Украину, кто знает. В моменты подобных откровений становится опять-таки грустно понятно, что вот не врала Таля про свой полный папандос, а мы все эти годы слушали в полуха. Превеличивает. Вдуматься, человек сам себе за 2 месяца до поездки покупает обратный билет, а потом спустя 2,5 года через адвоката требует под присягой объяснение, почему его выгнали досрочно. И тут даже стало впервые немного жаль добросовестную сальву. Ей действительно трудно было работать с клиентом, который не весь что и несет, а она потом, рассылая запросы, ищет сокровища. Но этот вопрос Таля печально написала, что скорее всего бил, терпеть не мог ее семью, поэтому согласился прилететь лишь на три дня. А здесь ему пометую, что он говорил, что любит романтику, организовали романтический вечер в честь годовщины свадьбы в том же зале и том же президентском номере отеля. Даже профинансировали не за его бил счет, а в подарок. Вопрос тринадцатый. Опишите характер вашей поездки на Украину в период с июня по июль 2017 года, включая даты поездки, цель поездки, где и с кем вы останавливались, где останавливался бил, количество раз и характер вашего взаимодействия с билом во время поездки, стоимость поездки и то, как поездка была профинансирована. Ответ стандартный перечень, но всплывала и некоторая дополнительная конкретика. Например, в эту поездку для Коти делали недостающие документы на визу в Ирландию, куда ему уже дважды отказывали в Ирландском посольстве в Вашингтоне, потому что нет согласия отца. Ирландцы упорно не хотели понимать украинского законодательства, состоявшего в том, что в его свидетельство о рождении ребенка матери-одиночки отец ребенка записан с фамилией матери, а его имя и отчество со слов матери соответствуют частью 1 статьи 135 Семейного кодекса Украины. К этому свидетельству выдается выписка из государственного реестра, подтверждающая факт матери-одиночки для пересечения границы. То есть, если собрать имя и отчество со слов матери и фамилию матери, то получаем целиком вымышленный конструкт несуществующего законного судя по той же фамилии супруга человека. С такими фио в природе не существует. Пониманию ирландского посольства почему-то эта украинская законодательная мысль оказалась недоступна. Коти визу упорно не давали. Билл не мог провести семью к своему мини-отелю, чтобы предъявить ее своим друзьям соседям. Тогда по совету иммиграционного адвоката Таля заказала у титуловного украинского ученого юриста комментарий разъяснения к этому узлу национального законодательства. Потом заказала сертифицированный перевод комментария с указанием всех регалий разъясницы. Этим манипуляциями в частности она летом 2017 занималась. Потом всю эту кипу документов Билл предоставил в ирландское посольство в Вашингтоне. Что интересно ему все равно опять отказали. Без согласия отца. Тут мы хотели вставить подходящий анекдот об ирландцах но не нашли. Закончилась эта годичная эпопея тем что ребенку визу все же дали через знакомых. А говорят что украинцы какие-то особо коррумпированные. Но с учетом истории похода Билла за продлением котиной гринкарты теперь уже возникают сомнения в адекватности его действий и в ирландском посольстве. Как известно если куранты пробили тринадцатый удар то это ставит под сомнением и все предыдущие. Кто знает что он там в посольстве писал и говорил Виталия при этом опять-таки не присутствовал. Зачем понадобился Биллу на суде этот вопрос? За что он платил своему адвокату несколько сотен в час? Такое впечатление что использовал он Салева для неизвестных нам удивительных историй ради любви а поговорить. Далее после четвертого переезда только за последние шестнадцать месяцев имея в соседней комнате кучу неразобранных пакетов с вещами грызла карандаш Силис вспомнит о почти выпавшем уже из памяти далеком для нее 2017 что что было тогда. Вопросы четырнадцать и пятнадцать укажите когда вы впервые узнали что ваш сын Котя болен и подробно опишите все усилия предпринятые Биллом для решения его проблемы со здоровьем. Опишите все виды лечения которые Билл оказал в пользу правой ноги Котя в течение соответствующего периода включая даты оказания услуг расположения услуг характер услуг количество процедур необходимой поездки и или размещение для оказания услуг а также расходы связанные с этим затраты но Билл еще даже нить бы две недели провел вдвоем с Талей в Трусковецком реабилитационном центре где Котя в это время лечился его болезни не прятали Таля позволила заметить себе в ответе что ее рассказы сопровождались медицинскими терминами степень понимания Биллом сказанного от нее сокрыта вопрос о суммах затрат он сложен как и чтение Евангелия от Матфея 6.3 тебе же творящую милостыню да увесь шуется твоя что творит деснита твоя вопрос 16.17 опишите характер ваших отношений с имена 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 это уже вспышки ярости на то что с кем-то другим Таля имела значительно более близкий духовный контакт чем с Биллом о чем-то переписывалась что-то обсуждала планировала хихикала может не надо было ему взламывать ее личную переписку только расстроился но вернемся к теме семья разводится обсуждаются финансы к чему этот вопрос ну написала Таля на этих именах крестная приятель одноклассница куда это пришить в судебных финансовых материалах с кем хотела с тем и общалась вопрос восемнадцатый опишите всю оказанную вами финансовую помощь переводы включая даты оказания помощи целевое назначение источник средств это уже распечатки из Western Union Таля из своих карманных денег систематически слала по паре сотен старшему сыну вот так и описала и источник средств поставила личные карманные деньги но распечатка переводов уже лежала в деле суммы были незначительны видимо когда в католическом университете Нотр-Дам проходили шестую главу Евангелия от Матфея то юный студент Билли болел и на занятиях не присутствовал вопрос девятнадцатый укажите на каком языке вы сдавали тест на получение водительских прав в штате Массачусетс разве Билл не знал на каком языке Таля задавала куличали она необоснованно требует на суд переводчика вопросы 20-22 посвящались поискам Таллиной недвижимости во всех странах мира и доходов от нее ее главной недвижимости был воздушный замок в который войти пока не удавалось поэтому она написала что за время брака ничего не приобреталось не продавалось и не сдавалось в аренду вопрос 23 идентифицируйте все без исключения учетной записи в социальных сетях например facebook instagram tiktok twitter или веб-сайт и знакомств на которые вы были зарегистрированы в течение соответствующего периода обязательно указав свое имя пользователя или профиль для каждого из них ответ учеты я не веду а пользуюсь по мере необходимости наше мнение нет оно тут не печатное вопросы 24 27 касались ожидаемых свидетелей и экспертных заключений тали на них не ответил вопрос 10 укажите обслуживали ли вы или кто-либо от вашего имени индивидуально или совместно в любое время в течение соответствующего периода какие-то депозитные ячейки хранилища или сейфы или другие хранилища для хранения и если ваш ответ утвердительный укажите местонахождение и личность каждого такого депозитария текущее содержание их стоимость а также личности всех других лиц имеющих к нему доступ ответ номер 10 стал для группировки Билл Сальва в последнем на него Тали выслал ответ отдельно в последнюю очередь а после уж ничего не понадобилось даже все предыдущие ответы что же там лежало кроме набитого переписки с утенерами старого смартфона Билли копии некоторых его документов номера университетского журнала в котором Билл красиво рассказывал как спас одну украинку с войны спойлер ни-че-го но такая ячейка действительно была и наследник у нее тоже имелся вот тут раз под присягой то спрашивает Таля и засела подробно перечислять от слов копия присланного из России чека на от и другие мелочи а что ей делать то врать нельзя сами спросили она по отцовской линии наследственный мент и с детства мечтала стать следователем так что предположение что Украина это где-то на остолах и жена тупая не понимает происходящего разбились об факты все анкета закончилась по ее прочтении вдруг моментально выяснилось что в суде она не понадобится так как будет дружественное соглашение и Талии прислали третий очередной вариант соглашения в нем уже в частности предлагали выкупить из лизинга и переоформить Талии в собственность ее автомобиль и Талия приступила к очередному изучению очередных 14 страниц документы всегда надо считать внимательно особенно витиеватые фразы поступившие от зарекомендовавших себя как нечистоплотные особ 36 вернемся в сентябрь 2019 как оно было у Талии оно конечно было плохо но на первый случай имелось отложенных за три года тысяч девять из карманных денег этого бы хватило на первый взнос за аренду жилья и оплату риэлтора ушах у Талии вовсе не Биллом подаренные красивые сверкающие цветочки на ее шее на витой цепочке синяя веточка тоже все далеко не от Билла несколько красивых колечек в память о прекрасных не с Биллом связанных прошедших моментах где сейчас это все развод спустя полтора года это далеко не то же самое что моментальный тогда в октябре 2019 первым же письмом адвокат Билла известила Талер неудивительно что Билл желает развестись и использовать наши услуги чтобы представлять его в вышеуказанном распирательстве это надежда Билла и наша цель двигаться вперед с дружественным и быстрым разрешением всех вопросов без длительных состязательных разбирательств вспомним что встречный иск о разводе Талер подала только спустя пару месяцев даже пришлось для этого писать ходатайство суду в связи с просрочкой что она ждала эти два месяца наверное обещанного простого быстрого развода а не рулона бумаги согласно которому требовалось чтобы она заплатила Биллу более полусотни тысяч долларов взяв их при этом из ниоткуда и это объявлялось муж справедлив и разумен спустя четыре месяца 21 января 2020 Таллин адвокат написал ей я понимаю ваше беспокойство и ваши финансовые трудности если вы помните вы и я говорили о том чтобы просить Билла об элементах чтобы у вас были дополнительные деньги в то время вы не хотели ни денег ничего либо еще от него если вы передумали я бы посоветовал подать ходатайство о временных постановлениях в котором вы просите суд обязать Билла выплатить вам временные алименты учитывая ваше финансовое положение прямо сейчас еще цитата из того же письма когда я в последний раз разговаривала с Сальвой чуть больше недели назад я выразил разочарование что они отказались от своего первоначального предложения которое заключалось в том что этот развод состоится в ближайшее время я сообщил ей что у вас нет денег чтобы заплатить Биллу но к сожалению Билл все еще ожидает возмещения денег я надеюсь что Билл продолжит развод а не подаст заявление об аннулировании учитывая риски которые мы обсуждали в отношении вашего статуса с момента этого разговора прошло уже больше года у Тали на руке мы видим только пластырь от пореза на коленях синяки от четвертого перетаскивания котиной раскладушки а в банке лишь согласованный график погашения 7000 исчерпанной кредитной истории грустно и пусто зачем и почему все наличные у Тали тут же забрали адвокаты как обеспечительный депозитивный взнос чтобы по мере часов своей работы списывать эти деньги себе в оплату что ей принесла эта известная в городе адвокатская фирма если и не навредили то только потому что она отказалась следовать их разумным предложениям договариваться об уменьшении требуемой от нее суммы вдвое до 30 тысяч как будто это так мало и рисовать многолетнюю рассрочку остальное ушло в ломбард для оплаты котиной продленки и аренды комнаты а с чего начался весь этот адвокат ски кипиш снаглые лжи адвоката сальвы карлуччи не надо быть великим математиком чтобы понимать что нищая с ребенком которая плохо знает английские порядки регламенты и законы у которой нет денег на формулу жизнь равно еда плюс аренда комнаты плюс продленка и плавание больному ребенку плюс иногда лекарство плюс телефон плюс бензин не может вести бесконечные переговоры против стороны которая ежемесячно может тратить сумму в две ее зарплаты только на адвоката этот адвокат может до бесконечности придумывать чем еще противоположная сторона нарушает регламент коренным образом меняя обещания и формулировки договора писать заявление что ответчик не уважает суд приводим цитаты о трудностях из письма сальвы пересланным талии ее защитниками поверьте я работаю над решением этого вопроса но когда ваш клиент игнорирует свои процессуальные обязательства нарушает автоматический запретительный судебный приказ игнорирует простые запросы которые выгодны обеим сторонам подачи совместных налоговых деклараций предлагает ложные и необоснованные объяснения на вопросы например счета фактуры из продленки выписки по ее счету заработной платы и дает неправильную комбинацию сейфа которому только она имела доступ это делает задачу решения проблемы почти невозможной есть шанс что я смогу предложить отказное соглашение однако пока ваш клиент не продемонстрирует некоторое уважение к процессу это дело не будет урегулировано без судебного разбирательства что не будет в интересах ни одной из сторон что же Тали игнорировала она не могла понять какие собрать все справки из банков о движении по ее пустым счетам пример первую двухнедельную зарплату воспитателя стажера Тали вручили чеком она его взяла и отнесла в ближайший банк об наличии все теперь от нее требовалось предоставить для суда движение по своему счету в этом банке за три года кто знает как это сделать если и счета нет и банк закрыт на карантин а только онлайн но для установления какой-то истины несчастному биллу это абсолютно необходимо хоть эта сумма же указана в справке о зарплате но мало ли куда она могла быть впоследствии направлена надо все выяснить мягко стелившуюся ложь выгодно обеим сторонам по вопросу совместной налоговой декларации мы уже по тексту освещали но неукротимый адвокат Карлуччи закидал этими выгодными предложениями непониманиями о нем несмотря на то что каждый раз в следующий же день исправно получала письменные отказы вся выгода Тали от этого упорно планируемого билом последнего совместного Стали и Коти предприятия хорошо просматривалась в соответствующих пунктах всех вариантах подсовываемых ей соглашений если по каким-либо совместным налоговым декларациям причитается возмещение налогов такое возмещение должно быть пропорционально распределено между сторонами принимая во внимание валовый доход каждой стороны и налоговые льготы и отчисления относящиеся к каждой стороне то есть носили гуманитарный характер типа глубокая благодарность или крайняя признательность а вред был большой упорно объявляемый билом лично таллиным имуществом сейф код от замка которого знал не только бил но даже его сосед мастер поработать с сейфами зиг и это к тому что уходя тали его вообще оставила открытым теряемся в догадках почему именно к этому предмету мебели столь пристрастно прицепился бил выделив его единственной таллиной вещью которую ей требовалось забрать из семейного дома а не к примеру кровать ребенка или его столик ведь сам старый ржавый сейф принес сосед а замок для него купил лично бил вот почему может бил имел к нему персональную обиду за то что тот заблокировал доступ к телу супруги не дав ломиться в детскую памятным августовским вечером чтоб с более близкого расстояния объяснить ей не спрашивай меня об испорченных мной миграционных документах ребенка кто его знает наказать сейф сложно как и выпороть море так пусть утаскивает его проще с моих глаз а формулировка в адвокатском письме есть шанс что я смогу предложить отказное соглашение это форма кокетства лотереи или Russian рулетка в которую будет играть только одна талия остальные безбилетные зрители может их как-то билетить для справедливости представление 37 и 38 последний вариант agreement договора был бы похож на идеальный если бы не вся предыстория если бы с упорством достойным лучшего применения тяжелючий долбанный сейф уже окончательно непонятно открытый или закрытый и если да то на какой конкретно код а может и ядом окропленный и покрытый магическими заклинаниями опять не указывался талины единственной собственностью которую ей надлежало куда-то срочно тащить это настраивал на определенный куражный лад и еще буквально пара штрихов короче настроение у талии очень поменялось со времен злополучного сентября 2019 она совершенно не понимала долго ли ей еще читать эти варианты agreement в досудебном порядке да пусть уж будет суд и пусть суд решает ей это что с того не зря же золотыми боками пролетарием нечего терять кроме своих цепей та лежила в домике принадлежащем городской коммуне работала на почти минимальную зарплату там где всегда требуются сотрудники ухаживал за своим больным малышом вот что с нее взять кроме анализов с ней разводятся дело хозяйское ее не уличили ни в измене ни в других какие еще бывают семейные преступления с ней вступили в примирительные противоречия но на фоне вызовов 911 можно сказать что и Билл не сувенир а раз он сам является как инициатором так и виновником развода так пусть сам за суд и платит короче Таля расслабилась смеем считать что так на нее подействовал последний переезд все же крыша над головой это сильный стимул к уверенности в себе поэтому Таля приступила к редактированию соглашения дубль три она вычеркнула забрать сейф вычеркнула вернуть деньги за обручальное кольцо дописала Биллу заплатить оставшийся долг ее адвокатам ведь в конце концов этот долг возник потому что его сальва беспрерывно им что-то писала меняя свои стратегии нагнетая страхи потому что их не развели еще зимой 2019 когда Таля нанимала адвокатов то планировала с ними провести от силы три месяца а никакие не годы затем привела фразу где упоминалась ее харьковская квартира в соответствии с нормами убрав злонамеренную хитрую дописку со словами вижу не вижу убедилась что совместная налоговая декларация уже не требуется автомобиль будет выкуплен и переоформлена ее имя вручила это все своему бесплатному доброму адвокату со словами или так или никак бесплатный адвокат от фонда помощи жертвам семейного насилия предоставил противоположной стороне исправленный договор заметив лишь что по происходящему ясно видит Билл действительно решил задолбать свою жену и что ему будет дешевле подписать соглашение в таком варианте чем продолжать платить сальви за ее бесконечные безрезультатные труды и Билл подписал смеем утверждать что требования Тали мои ответы на их допрос обязательно должны попасть в суд добили его он все время пытался разоблачать неизвестно в чем свою жену а выяснилось что его стратегия привела к тому что он сам предстанет перед судом без штанов как спереди так и сзади и это было уже за пределами всех его представлений о допустимом но ведь надо предвидеть что когда ты выходишь на ринг то даже в случае победы не останешься без синяков а ведь может быть и нокаут когда Таля услышала что это бесконечное разбирательство превратившееся для нее в неотъемлемую часть жизни уже закончилось то откупорило припасенную бутылку шампанского оно было из той знаменитой покупки подарка на 250 долларов когда не сработала ее банковская карточка на поломанном супермаркете терминале символично она пила подаренное магазином шампанское за свою выстраданную победу а после святая традиция и тут я поняла он ждет моего звонка под шофе написала письмо своим адвокатом всем привет мои ответы на его допрос напугали его буквально настала моя очередь высказаться на сегодняшний день Билл согласился выкупить мою машину и даже выплатить вам мой долг я лично поработала без вас если бы вы лучше юрист доверяли мне и боролись за меня тогда я бы выиграла раньше тогда у нас не было бы полтора года бардака но если бы я последовала всем вашим советам я бы никогда не выиграла сегодня отправлю всем вам мою книгу мое частное расследование бесплатно бесплатно я прошла шесть кругов ада седьмой круг для Билла спасибо за урок это сделало меня настоящим патриотом Америки настал день суда да такой регламент при разводе в досудебном порядке подписывается именно соглашение о раздельном проживании в котором определяется раздел имущества а потом этот документ попадает в суд судья его проверяет и спрашивает каждую из сторон согласна ли она с этим договором считает ли она его справедливым не было ли в отношении нее какого-либо насилия и только после этой процедуры суд объявляет брак расторгнутым с условием в течение трех месяцев стороны не могут вступать в новый брак все когда мы узнали об этом порядке то наконец поняли ту странную фразу из самого первого варианта присланного Тали соглашения в котором от нее стали требовать полсотни тысяч долларов там писалось помимо вышеупомянутых расходов которые жена возместит мужу муж предоставил жене 123 тысячи долларов наличными с момента начала отношений в 2014 году до сентября 2019 года и стороны соглашаются что требуя возмещения в размере 55 тысяч 900 долларов США муж справедлив и разумен с учетом положений общих законов штата Массачусетс глава 208 пункт 34 мы тогда очень удивились откуда и для чего здесь эти цифры вот же они были для судьи чтобы тот при чтении не упал со стула как чуть не рухнули мы заседание естественно проходило онлайн Таля привела себя в самый парадный вид вывесила позади американский флаг одела лучшее платье и все заседание радостно улыбалось переживший путь который мало кто выдержит достойно ей наконец стало очень смешно просто не могла остановиться от улыбок на свадьбе таких улыбок не было она даже в безуспокоительных таблетах пережила отчаяние не то что мы далекие зрители из группы моральной поддержки теперь же на суде Таля выглядела как с плаката успешная американка победительница Билл сидел растерянный удивленный и сожалеющий как будто что-то осознавший была мечта получил свою мечту остался опять при своих интересах что ж не надо жить иллюзиями думать задним числом в любви к себе единственном привычке к безнаказанности и вседозвольности а может он удивлялся как Таля оставалась одна с ребенком и вообще выжила за эти полтора года адвокат Билла ему кем-то рекомендованное крокодил акула сальва карлуччи виднелась из полутьмы своей комнаты печальная злая непричесанная холодная как камень на ней фактически было написано проиграла в сухую ее репутация теперь под ударом любопытно было бы как-то узнать сколько ей заплатили на эту историю порадуемся и мы за свою героиню возможно что провидение решило что если дать Таля трудную дорогу то гад запутается в своей паутине и пропадет ей было чем гордиться еще бы втереть нос своему обидчику практически голыми руками что ж за все эти месяцы в столбик и по группам затрат на рассчитывал профессор аккаунта Билли у нас выходит что если бы он тихо мирно развелся в октябре 2019 как того от него ждала поверив первому письму его адвоката Таля то уже в 2020 убрал бы ее и Котю из своей медицинской страховки прекратил бы платить адвокату автомобиль выкупить скорее всего пришлось бы но на том и все и ему конечно же вернули бы колечко его мамы которая кстати тоже развелась так что оно так себе везучее и как прошел этот путь Билда страшно сказать апреля 2021 он заплатил адвокату не за один а за 18 месяцев с медицинской страховкой то же самое кольцо мамы ушло в туман еще и Таллиным адвокатом доплачив зачем он это устроил анекдот ирландский у врат рая появляется плохо одетый мужчина явно ирландской наружности выходит апостол Петр извините но боевикам ирландской республиканской армии вход в рай запрещен а мне отвечает террорист туда вовсе не нужно это у вас есть 20 минут чтобы вывести всех наружу Талли ему ни в чем не уступила можно было бы такое предвидеть да почему бы и нет что есть за умного хитрого или неожиданного в том что с вами отказываются подписать невыгодное вредительское соглашение какое в этом открытие вы не смогли запугать запугать вы смогли а вот заставить нет если Таля должна была что-то подписать то значит от нее что-то зависело почему при выборе стратегии это не было принятого внимания как вариант насколько хорош адвокат Билла нам трудно судить потому что она выполняла пожелания клиента а уж что он ей попутно рассказывал то нам узнать никогда не придется что может сделать адвокат он не волшебник сальва вела борьбу угрозами нападками шантажом реально договариваться она даже не начала а с кем ей было реально договариваться наверное в первую очередь обсудить со своим клиентом степень вероятности его хотелок и связанные с ними возможные затраты риски а если кроме того получая отбила информацию кривого зеркала она извела кучу времени на поиски и сбор совершенно ненужных в их случае документов рассылая ненужные запросы и получая ненужные ответы разве вся эта макулатура из офиса тальной работы все эти выписки из пустующих банковских счетов и откуда еще им как-то пригодилось да абсолютно нет достаточно посмотреть на сайтах объявлений сколько платят воспитателям в детских садах и картина станет полностью ясной вся остальная информация о жизни и финансах талии эту картину не подвинула и ни на 1% когда берешься что-то искать то учитывая что это длительное и затратное мероприятие стоит для начала задаться вопросом как мне это может пригодиться или как шутят на уроках физики первое правило буравчика прежде чем всунуть дрель в стенку подумай нужна ли тебе эта дырка все что действительно пригодилось для запоздалого мирного решения в изрядно истрепанном состоянии это обнаружить что сам клиент сальвы спереди в галстуке а еще развернуть задом то ниже поезда грязно и все поняв что наступил момент когда клиента неизбежно развернут тыльной стороной к свету его адвокат стало холодно и печально насколько ее вина что она не понимала этого риска она работала со своим клиентом на основании полученных от него данных а он ей лгал и тем не менее если бы сальва действительно была прекрасным адвокатом а ей как видно этого хотелось то хоть одно взрослое двухстороннее обсуждение состоялось бы ведь талия абсолютно никогда и не скрывала свою информацию и сотню раз ее произнесла объясняя почему не желает сдавать с билом совместную налоговую декларацию какие трудности испытывает однако осталось неуслышанной до последней черты а теперь сальва страдает от репутационных потерь и наверняка обвиняет в этом окружающих тридцать девятое а глянемся напоследок на этот пройденный за восемнадцать месяцев кошмар талия абсолютно не контролировала ситуацию не понимала и не могла знать что может произойти у нее не было ни настроения ни силы возможности как-то развлекаться весь отдых сводился ко сну вредные расслабляющие привычки к талии не прижились она не курила не пьянствовала ферму в одноклассниках не строила с кем кроме сотрудников на работе она могла общаться соседи ушли вместе с семейным домом общие знакомые оказались все же не общими а старинными друзьями Билла талия попробовал написать кому-то из их жен но те ей попросту не ответили она для них была абсолютным чужаком да и неизвестно что о ней напел навсегда твой Билл уж точно не рассказывал как гонялся с кулаками или о ее больных руках а скорее всего он подло обманут и покрыт клеветой which are for women адвокаты сразу предупредили Талин что она даже не пробовала общаться с друзьями Билла потому что он еще и подаст в суд на то что она намеренно губит его деловую репутацию что-что а свою деловую репутацию Билл обожал подписывая даже Талли письма стандартным набором регалий Талли почему-то от подписи магистр психологии в частной переписке воздержалась а уж по тем вопросам которые Талли особо тревожили общаться было вообще не с кем вокруг полно разведенных людей но кого не спроси на вопросы о суде они отвечали как трижды разведенный дедушка домовладелец я уже не помню или как его дочь немножко не хватило денег на адвоката я могла бы получить больше другие знакомые тоже ничего не поясняли о своих разводах кроме того что это лотерея что может в законе написано должен но все равно не должен суд он не присудил и обязанности рефреном тебе тоже нужен адвокат так был же у Талли адвокат между прочим случайно дорогой Таллины ощущения от процесса сроднились со спуском в скоростном лифте угроза адвокатов что дальше будет еще хуже муссирование вариантов депортирует отнимут за долги харьковскую квартиру или в лучшем случае неподъемная для нее многолетняя рассрочка долга да Талли полтора года испытывала глубочайший психологический стресс на фоне физических и осязаемых здесь и сейчас нищеты и бездомности и вот распогодилось а что что же бил старый больной бил как там у него захорошила от того что он всех повыгонял из своего домика отбросив все миграционные обязательства перед правительством по опеке кодь не особо верится что ему захорошила скорее по усам текло а в рот не попало за окном баскетбольное кольцо и детская площадка с батутом во дворе здоровенная бандура барбекю без которой он доженить бы как-то 60 лет обходился в соседней комнате оставшийся неубранным сейфобидчик что же этот выпускник католического университета сам в 2014 написал Талли я действительно думаю что бог должен быть женщиной ни один мужчина не может быть таким крутым действием билом мы в принципе не просматриваем возможность успеха можно мечтать о красивой стильной жене лет на 30 моложе да почему нет но нужно и понимать что этому счастью будут сопутствовать неизбежные издержки и их будет очень много покупая автомобиль мы понимаем что теперь будем нести расходы на его заправку и обслуживание иначе он не поедет почему же вводя в свой дом новых членов семьи иностранцев тем более молодую женщину и малыша не понимать что нельзя их просто распихать по комнатам и на этом все проблемы закончатся бил этого на наш взгляд не понимал а соседки ровесницы на его вкус не подходили то есть выражаясь языком математики на которой построена вся архитектура равенство его не устраивало а неравенство он строил такие что потолок падал можно на могучие несущие стены класть легкий потолок и если его ветром не сдует то как-то постройка и устоится но стоит на хлипкие стены класть тяжелые бетонные плиты прихлопнет ли это новостройка погребая под собой зазевавшихся наверное да это лишь вопрос времени рассматривая всевозможные сайты знакомств еще на стадии заполнения анкет можно лицезреть изначальные подпилы конституции сопоставляя ответы в рамках одного опросника если на вопрос где вы предпочли бы жить выбранно на необитаемом острове а о жизненных приоритетах красуется карьера то пока этот субъект объединив все свои пожелания сумеет найти тот самый необитаемый остров на котором сможет сделать карьеру несчастные попутчики его внутренних противоречий изрядно потреплют свои нервы от такого сожительства пока не произнесут в суде непримиримые противоречия якобы между супругами а не какафония внутри одного из них вот в содружестве Таля Билл кто же из них двоих более наполнялся этими непримиримыми внутри самого себя какафониями чтоб со временем обрушить на себя и партнера с хлиптих стен бетонную крышу можно считать что это центральный вопрос нашего расследования кто из них более ввел в заблуждение своего временного суженного Таля она лишь верила тому что ей писали развернем первые же письма Билла после апрельской 2014 личной встречи благо электронная почта все хранит письмо на 9000 знаков озаглавленную ты такая невероятная а кто сказал что человека нельзя купить глупости на уровне подсознания мы все продажны Талю отвезли на Мальдивы ей рассказали что она невероятная ей запланировали медовый месяц и новый год на крыше небоскреба в Таиланде ей писали длинные восхищенные письма обещали преклонение содержание помощь за полгода доженить бы Билл прислал ей не абы что а нотариально заверенную копию справки о своей зарплате за год очевидно как фаллический символ своей мужской дееспособности вряд ли что по запросу самой Талли почему она должна была отказаться что не так ее душа была абсолютно свободна от каких либо других чувств кроме разве что любви к своим детям и боли от болезни коти и вот Билл полмесяца провел вместе с нею на курорте в Трусковце где лечился малыш он добр к ребенку весело с ним играл сижу и пятый раз перечитываю одно из первых писем Билла пытаюсь найти подводный риф не нахожу нахожу лишь море всхлипов море киселя про то хотел семью но почему-то не складывалось что увидел ее и понял потом про то что если не получится то он вернется в день когда и не был с ней знаком выбросив этот отрезок и дальше опять в восторге эмоций можно вынести как цитату я никогда не сделаю тебе больно я знаю что мне нужно будет доказать это но я с радостью сделаю это в течение следующих сорока лет или около того слова 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 и напоследок я терял надежду я снова подумал что у меня отличная жизнь хотя и одинокая иногда я не знаю почему я говорю это себе но я сказал что если я никого не найду до конца 2013 года то это все продолжай свою жизнь сэкономи много времени и денег и займись другими делами настало 19 декабря я увидел твой профиль после того как я вернулся на свой стул после того как я упал от твоей красоты не совсем право писателя преувеличивать в новом метафизическом смысле ты действительно сбил меня с ног как женщина может быть такой красивой но я сбиваюсь с пути я вижу твои фото я не решаюсь писать тебе потому что зачем мне такая красивая женщина кроме того я был морально готов покинуть брачное агентство смириться с одиночеством и продолжить свою жизнь и вот ты моя надежда восторжествовала когда я сказал себе хорошо Билл это невероятная талия еще одна попытка если это не сработает забудь об этом продолжай жить своей жизнью мое категорическое утверждение Биллу жизнь угодить не сможет дайте другой глобус почему ну вот же написано займись другими делами но талии хотела чтобы каждый из них занимался какими-то интересными себе другими делами но убила никаких других дел кроме чтения из года в год одних и тех же лекций по которым он сам же за собой даже требуемую книгу написать оказался не в состоянии но не обнаружилось а талии развиваться он не давал или я не решаюсь писать тебе по причине зачем мне такая красивая женщина и тут же написал тени толкаясь сознание не приведет ни к какому финишу только натопчет поляну нужна не нужна ну кто знает кроме тебя самого получив талю он со временем попытался вернуться к варианту сэкономить много денег и тут талии окончательно поплыла подбила лукокофонию что от меня хотят денег нет но работать нельзя какие действия от меня ждут чтобы я полностью прекратила тратить и не выходила из дома на этом мы пожелаем талии счастья здоровья удачи любви всего чего она хочет а коте тем более и простимся с нашими героями сами то мы не такие как билл мы твердой поступью идем и идем и идем своей осознанной дорогой потерь не размениваясь ни на круговые ни на маятниковые потери времени и сил и мы обязательно найдем свой необитаемый остров на котором сделаем карьеру объявим себя там королем или королевой до новых встреч дорогие читатели в рамках ответвления этой истории запланирован спин-офф о котином биологическом отце луганском основоположнике восточно-украинского психоанализа как он сам себя именовал в некогда помещенной в википедию статье о себе любимом данную статью модераторы тут же и удалили после чего она некоторое время провисела в рамках проекта мусор вики но его в 2019 к нашему сожалению закрыли а мы любили на нее иногда полюбоваться как на многобуквенный символ пучка диагнозов дорогой слушатель спасибо огромное за внимание которое уделил мне я очень благодарен за лайки дизлайки приятно осознавать что вы подписываетесь на канал что несмотря на то что оборудование пока не самое лучшее да прямо скажем хреновое вы все равно слушаете вы все равно комментируете это чертовски важно для меня и очень меня мотивирует на комментарии я стараюсь отвечать абсолютно каждому огромное спасибо за финансовую поддержку за поддержку моральную ничуть не меньшее спасибо тем кто перечислял на карту которая в описании и писал там слова поддержки для моей матери огромное спасибо я все каждое слово обязательно передал ну и конечно же какие-то вкусняшки тоже покупаю для вас читал и будет читать Костя Суханов с актерским приветом спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!